Они, с сожалением, покинули уютное местечко. На солнечных песках валяться тоже не решились, опасаясь преследования незнакомцев в кожаных брюках. Теплоход доставил приятельниц в Южноморск. Там они первым делом пошли на рынок и нос к носу столкнулись с Глебом Ярцевым и Степаном Архиповичем. Глеб был в странном одеянии. Свободные белые штаны и просторная косовородка, подпоясанная шнурком с кистями и застегнутая наглухо. Хворцов-Шаневский потом объяснил Аресе, что парень совсем свихнулся на увлечении всем древнерусским и подражает художнику Решилину. Вообще она заметила, что профессор недолюбливает Глеба, хотя раньше она слышала, они были большими друзьями. Все, знавшие Ярцева, говорили, что он неожиданно пополнел. Глеб жаловался, что это у него от болезни, поэтому он даже не может купаться. Вот и теперь Вербицкая стала подтрунивать над своим земляком. «Опять ты в своих холстовых портках?» усмехнулась Виктория, поздоровавшись. «Старушка, ты ведь не средневековый правитель, чтобы диктовать мне, что носить, а что нет», раздраженно произнес Глеб. «А что, диктовали?» спросила Арыся, чтобы предотвратить перепалку. «Еще как?» ответил Ярцев. «Понимаешь ли, одежда должна была соответствовать общественному положению человека и не сдобровать было тому, кто нарушал запрет?» Наказывали вплоть до смертной казни. В Венеции, например, в XVI веке была специальная служба надзора за одеждой. На правильные, так сказать, костюмы ставили особую печать, а не уставные конфисковывали. Это в лучшем случае. Английский король Генрих XIII даже придворным не разрешал носить меха, порцу, красный и синий бархат, чтобы выделяться среди них. «Ладно», — смягчилась Виктория, «не хочу быть азурпатором, носи что хочешь. Но хоть на пляж пойдешь?» «Дорогуша, я ведь тебе говорил, световидка!» Глеб зачем-то вынул из кармана какую-то бумажку. «Вот, даже врачи!» «Световидка!» — сыркнула Вербицкая. «А вчера я видела, как ты выходил из моря». «Попробовала, а потом пожалел», — хмуро произнес Ярцев. «Тахикардия мучила всю ночь. А ведь меня предупреждали, нельзя ни в коем случае. Проклятые эндокринные железы и лишний вес от них». «Виктория, возьмите на пляж меня!» Расплылся в улыбке облепиховый король. «Представляете, сбросил за полмесяца двенадцать килограммов! А все почему? Вода, солнце, волейбол! А хочу, как тот певец из Греции. Ну, эстрадный!» Он пощелкал пальцами, вспоминая фамилию. «Дэмис Русос», — подсказала Вербицкая. «Во-во, он самый!» — кивнул Степан Архипович. «Как прочитал, что он сбросил пятьдесят килограммов, так и подумал, а я что, хуже?» «Правда, как бы узнать точно, как он этого добился?» «Скоро Русос приедет в Москву на гастроли, вот и поинтересуйтесь», — посоветовала Вика. «Да? Вы так считаете?» Толстяк вертел головой, переводя взгляд с одного на другого и не понимая, шутит девушка или же говорит всерьез. «Виктория запросто устроит вам эту встречу», — поддел в свою очередь Вербицкую Глеб. «Она знакома со всеми, разве что не представлена еще римскому папе!» Вербицкая поджала губы и бросила на Ярцева холодный взгляд. «Тоже непонятная парочка», — подумала сторожок. «То перемигиваются, то скубутся». Она увлекла компанию в рыбный ряд, где купила два маленьких окуленка, катрана. «Как их можно есть?» — поморщился облепиховый король. «Они же зря вы так», — сказала Арыся. «Очень даже вкусно!» А Валерий Платон считает, что похоже на отварную севрюгу. «Я предпочитаю натуральную севрюшку», — оскладился Степан Архипович. Расстались у автобусной остановки. Арыся поехала домой. Ни машины, ни Вадима не было. Валерия Платоныча тоже. Спрашивать у хозяйки, появлялся ли профессор, она не стала. Отдала катрановы и попросила приготовить к обеду, которому Скворцов-Шанявский обычно не опаздывал, но сегодня почему-то задерживался. Элистерия Константинна дважды докладывала, что еда готова, а профессор все не шел и не шел. Когда он наконец приехал, Арыся была удивлена. За все время пребывания в Южноморске у Валерия Платоныча ни разу не было такого дурного настроения. За стол он сел мрачнее тучи. Своего любимого разворного катрана почти не ел. Так ковырнул пару раз вилкой и все. Встал из-за стола, профессор достал из чемодана аккредитив. Сунул Арыся. Сходи в сберкассу. Срочно. Старожук поразилась еще больше. Буквально вчера у Валерия Платоныча денег было не сосчитать. Приходил всегда с набитыми карманами. Настроение лучше некуда, даже напивал. И вдруг... Значит, снять? Все еще не веря своим ушам, переспросила Арыся. Да чего же ты бестолковая? Взорвался профессор. Если даю аккредитив, должен срочно отдать 25 кусков. Значит, снять 25 тысяч? Уточнила Арыся. Возьми все до копейки, приказал Валерий Платоныч. Понимаешь, Эрик предлагает одну прелестную вестицу. Эрик Бухарцев, бывший шофер Валерия Платоныча, появился в Южноморске неделю назад. Арыся встретила его случайно. Он куда-то спешил. Старожук поинтересовалась, почему его мать не приезжала в этом году лечиться в трусковец. Ведь место в доме Арыся всегда обеспечено. Бухарцев ответил, что его родительница собирается на воды где-то в начале ноября. На том и расстались. Так значит, Эрик продолжает спускать свои золотые цацки? Спросила Арыся. И еще как! Представляешь, вчера продал решилину перстень. Жаль, что меня при этом не было. Непременно бы перехватил. И как только не стыдно этому богомазу. Облапушил парня, как младенца. Перстень стоит раз в пять дороже, чем отвалил денег решилин. Скворцов-Шанявский постепенно успокоился и поторопил Арысю. Давай, давай за денежками. Арыся стала одеваться. Кто-то позвонил Скворцову-Шанявскому. И тот срочно уехал. Арыся взяла хозяйственную сумку. Профессор наказал купить кужину ряженку, так как расшалился его желчный пузырь. В нее она положила изящную индийскую сумочку из змеиной кожи, в которой находились паспорт и аккредитив. До сберкассы было три остановки на автобусе. Арыся сошла на одну раньше, забежала в молочный магазин и уже после этого отправилась за деньгами. В кассе народу было немного. Почти все стояли к окошечку, где принималась плата за коммунальные услуги. Когда контролерша услышала, какую сумму снимается кредитива Арыся, 50 тысяч, она с любопытством глянула на нее, но ничего не сказала. Но вот взгляд кассирши, отсчитывающей ей деньги, Арыся не очень понравился. Кассирша была не то грузинка, не то армянка, с большими выпученными глазами. Они словно гипнотизировали. Все деньги были сотенными купюрами и в банковской упаковке. Арыся спрятала их в индийскую сумочку, а вот в хозяйственную класть не решилась. Так и села в автобус. В одной руке хозяйственная сумка, в другой с деньгами. Опустив пять копеек в кассу, оторвала билет. Через остановку кто-то передал мелочь за проезд. Арыся находилась ближе всех к кассе. Чтобы было удобнее действовать, она опустила сумочку с деньгами в хозяйственную. И уже не вынимала ее оттуда. Ехать оставалось всего одну остановку. Дома она вынула ряженку, а хозяйственную сумку поставила в комнату профессора. Для спокойствия проверив индийскую сумочку. Все на месте. Замок защелкнут. Потянула в сон. Такая уж появилась у нее привычка в Южноморске. Обязательно прикорнуть днем часика полтора-два. Тут приехал Вадим. — Умираю от голода, — объявил он прямо с порога. — Давай что-нибудь посущественнее. — Надо было есть вовремя, — поворчала скорее для порядка Арыся. — Вовремя, — хмыкнул шофер. — Шеф посылал в одно место. — Ладно, сейчас. Арыся пошла на хозяйскую половину. Элифтерия Константиновна разогрела голубцы. Когда Арыся принесла их Вадиму, тот вмиг разделался с ними и снова куда-то умчался. И только она прилегла, а в дверь постучали. Пришел Жоголь. Вид у него был до крайности озабоченный. — Прости, Арысенька, что беспокою тебя, но позарез нужно позвонить в Москву, — сказал он. — Ради бога, — кивнула Арыся на телефон. — Понимаешь, с переговорной звонить, как на улице, — продолжал обрадоваться Леонид Анисимович. Набирая код и номер Москвы. Арыся поняла, что он хотел бы поговорить без свидетелей. И, найдя какой-то предлог, вышла в сад. А Жоголь говорил минут пятнадцать. Появился он на крыльце какой-то странный, с растерянной улыбкой на лице. — Ну, слава богу, слава богу, — проговорил Арыся. — сказал Леонид Анисимович, прислоняясь к косяку. — Добрые вести? — встрепенулась Арыся. — Боюсь даже поверить, — ответил Жоголь. — Понимаешь, дома, в почтовом ящике нашли записку от Михаила. — Жив, значит, — обрадовала за Жоголя Арыся. — Жив, жив! — И это самое главное, — вздохнул он. — А остальное? — Непонятно. — Что именно? — Записка странная. Дословно пишет. — Дорогая мама, не переживай, я здоров, но не ищи меня. Твой любящий сын. Жоголь сдавил пальцами лоб. — Хоть бы дал знать, где он, почему не хочет объявиться. Может, ему очень худо? Может, нужна моя помощь? — А из-за чего Миша сбежал? — осторожно спросила Арыся. — Ссоры никакой не было. — Какая там ссора? — отмахнулся Леонид Данисимович. — Голоса на него никогда не повысил. — Тогда что же? — допытывалась Торожук. — Этого, милая Арыся, я и сам не пойму. — Все пытался разобраться, но, наверное, трудно понять их, молодых. Жоголь хрустнул суставами пальцев. — Ладно, будем надеяться, что благоразумие возьмет верх. — Я вот думаю, как воспримет эту весточку от сына жена. — Конечно, обрадуется, но, с другой стороны, почему Миша запрещает его искать? — Может, попал в руки каких-нибудь страшных людей? Он с грустью посмотрел куда-то вдаль. — Вот так. Прости, ребенка. Заботься. А что тебе уготовила судьба? Бог весть. Арыся постаралась успокоить Леонида Анисимовича, что, мол, обойдется. Он простился с ней, все еще озабоченный и печальный. Даже забыл прихватить клетчатую сумку на колесиках, с которой пришел. Арыся напомнила ему о сумке, оставленной в комнате. Жоголь забрал ее и вышел со двора. Арыся снова прилегла, заснула, наконец. Ей приснился нехороший сон. Неведомо в каком городе, то ли в Трусковце, то ли в Средневолжске, а, возможно, и в Южноморске, она увидела на улице, в толпе, своего Димку. Бросилась к нему, но сын затерялся среди людей. Сколько она его не искала, нигде не могла обнаружить. И вдруг отчетливо и безнадежно, как это может быть только в сновидении, Арыся поняла, утрата ее окончательно. И захотелось плакать, но слезы не шли. Оттяяние перехватило горло. Кто-то тронул ее за плечо и спросил, где? Не знаю, пробормотала она. Где деньги? Снова прозвучал голос Скворцова-Шанявского. Арыся с трудом расклеила веки, все еще не понимая, что с ней происходит. Явь медленно входила в сознание. «Ты что, не ходила в сберкассу?» Стоя над ней, спросил Валерий Платоныч. Тут только она окончательно проснулась. Тяжело вздохнула, стряхивая из себя дурной сон, и сказала, «Была, была, там, в индийской сумочке, в твоей комнате, за шкафом». Профессор вышел. Старый жук поднялась с постели, поправила прическу. Скворцов-Шанявский вернулся через минуту, а в руках у него была сумочка из змеиной кожи. «Что это?» — зловеще спросил он, показывая какие-то пачки. «Как что? Деньги?» — ответила Арыся. В комнате был полумрак. Днем Арыся зашторивала окна для прохлады. «Не могла найти другое время для шуток!» — втепел профессор. «Какие шутки?» — удивилась Арыся. «В банковской упаковке сто рублевки». «Сто рублевки?» — завопил Скворцов-Шанявский, швырнув в нее сумочку с пачками. Сумка шлепнулась на пол, и бумажки разлетелись по комнате. «Старожок невольно нагнулась, подняла несколько штук и обомлела. Это были листки перекидного календаря». «А где? Где деньги?» — заикаясь, спросила Арыся. Она ничего не понимала. «Да! Где?» — сложив, как Наполеон руки на груди, Скворцов-Шанявский смерил ее презрительно уничтожающим взглядом. «Я же... я же сама! Своими руками!» — лепетала Арыся, лихорадочно осматривая внутренности сумочки. «Два раза пересчитывала!» Кроме календарей, бог весть, каким путем оказавшихся, в ней не было ни рубля. «Да!» Сбивчиво, находясь почти в истерике, Арыся стала объяснять, что действительно ходила в сберкассу и сняла с аккредитива все деньги. «Давай подробно. Как ты туда добралась? Что именно делала и каким образом вернулась домой?» — потребовал грозно профессор. Он восседал на стуле в позе беспощадного судьи. Арыся попыталась восстановить в мельчайших деталях свой поход за деньгами. «А может, это кассирша?» — высказала она свое предположение. «Что кассирша?» — сарказмом спросил Валерий Платоныч. «Ну, понимаешь, я сразу заметила, глаза у нее странные, ну, прямо как у гипнотизера. Может, она оттого загипнотизировала меня и вместо настоящих денег подсунула вот это?» Хватилась за последнюю соломинку старожук, потому что совершенно не могла себе представить, каким образом радужные, сто-рублевые банковские билеты могли превратиться в ничего не стоящие бумажки. «Нет, ты понимаешь, что ты говоришь!» — покачал головой профессор. «Это ведь полная чушь! Ребенок и тут не додумался бы до такой глупости!» «Но куда же они могли деться?» Арыся в отчаянии заломила руки. Скворцов-Шанявский встал, прошелся по комнате. «Кто-нибудь доходил к нам?» — остановился он возле старожук. «Никого посторонних?» — заверила она. «Вадим приезжал обедать. Я пошла к Элифтерии Константиновне, принесла ему голубцов». «Так», — протянул Валерий Платоныч, — «значит, какое-то время Вадим находился в доме один». Он помолчал, подумал. «Ты говорила ему о деньгах?» «Зачем?» — вопросом на вопрос ответила Арыся. И, вспомнив, добавила. «Да, потом заходил Жоголь. Попросил разрешения позвонить в Москву. Чтобы не мешать, я вышла в сад». Услышав имя Жоголя, Скворцов-Шанявский помрачнел. «А может быть пропажа этих пятидесяти тысяч сродни тому, как исчезли в Средневолгске наследственные драгоценности ярцевской жены?» — мелькнуло у него в голове. «Значит, Ленечка тебя навестял!» — процедил сквозь зубы Скворцов-Шанявский, чувствуя, что внутри у него все закипает. И опять в мое отсутствие. «Ну-ну! Вот кобелина! Впрочем, ты не лучше, сука!» Арыси показалось, что профессор замахнулся. Резко оттолкнувшись от пола, она вместе со стулом отскочила назад. Стул упал. У Арыси потемнело в глазах. «Не дай бог ударит, тогда ты сам, сам!» гневно бросила она в лицо профессору. «Кто заставлял меня крутить фуры Амуры с твоим жоголем? Кто?» Чуть ли не укладывал к нему в постель. «Между прочим, твой Ленечка оказался благороднее тебя. Да-да, в тысячу раз порядочнее. Так, поиграл в поддалки, позлил тебя, и все!» Валерий Платоныч сжал кулаки, подался вперед, но сдержался. Последние слова молодой женщины произвели действие. Он, кажется, справился с приступом ярости. Воспользовавшись этим, Арыса поспешно пересказала, что сообщил ей жоголь о своем сыне и его странной записке. Валерий Платоныч не слушал. Его мучил вопрос, где взять деньги. «Позор!» Семенил он по комнате. «Я дал слово! Соображаешь? Слово дал, что верну сегодня долг!» «Ну, попроси обождать!» Осторожно сказала Арыся. «Ну, несколько дней!» «Да это хуже, чем...» Вскричал профессор, но так и не подыскал нужного сравнения. Арыся стала жалко его. В таком положении Скворцова-Шанявского она еще не видела и еще мучила, что всему виной она. «Валерий!» Сказала Арыся мягко. «Ну, ты же все можешь! Ну, позвони, пойди!» «Куда?» Перебил он ее. «К кому?» «Вот если бы я в Москве...» Он хотел еще что-то сказать, но, передумав, махнул рукой и вышел, хлопнув дверью. Оставшись одна, Арыся некоторое время сидела в оцепенении. Потом, словно очнувшись, зачем-то собрала разбросанные по полу листки календаря и сложила их в индийскую сумочку. А в голове лихорадочно билось, куда исчезли деньги, кто подменил их, где? «Вадим!» «Жоголь!» размышляла она. «Не может быть! Шофер профессора слишком обязан шефу. Да и Леонид Анисимович вряд ли пошел бы на такое гнусное дело». И чем больше старожок думала, тем чаще вспоминалось лицо косиршей сберкасы, особенно ее большие, выпуклые глаза, в которых совершенно нельзя было различить зрачков. Завораживающий, как у змеи, взгляд. «Нет, тут что-то не так», вслух произнесла Арыся. «Конечно же, дело нечистое». Идея эта настолько овладела молодой женщиной, что она решилась. Если уж кто может разобраться и помочь, так это милиция. Арыся лихорадочно переоделась и, словно боясь упустить время, буквально побежала в гору управления внутренних дел, которое приметило в трех кварталах от дома. Дежурный офицер, выслушав взволнованный, сбивчивый рассказ старожук, направил ее к начальнику отдела уголовного розыска майору Саблину. Как только Арыся стала излагать историю пропажи денег, Саблин вызвал еще одного сотрудника. Тот был помоложе, в штатской одежде и совсем не походил на милиционера. Представился он оперуполномоченным уголовного розыска капитаном Журом. Старожук пришлось рассказывать Сызнова. Выслушали ее очень внимательно. В отличие от Скворцова-Шаневского, подозрения Арыси насчет кассиршей не вызвали ни насмешки, ни удивления. Задав несколько уточняющих вопросов, не заметила ли Арыся, что за ней следят в сберкассе и вообще каких-нибудь подозрительных лиц, майор Саблин попросил написать заявление. Надо сказать, что справиться с этим Арысе было нелегко. Делала впервые в жизни, да и не знала, на что больше обращать внимание. Потом капитан Жур повел ее в свой кабинет. Показал десятка два фотографий. Как Арыся поняла, это были преступники. Оперуполномоченного уголовного розыска интересовала, не видела ли она кого-нибудь из этих людей в сберкассе или в автобусе, когда ехала домой с деньгами. Но старожок припомнить никого не могла. Напоследок Жур взял у нее злополучные календари, как он объяснил, изъял в виде вещественного доказательства и записал телефон. «Ну, как, товарищ капитан?» С мольбой посмотрела на него Арыся. «Есть надежда, что деньги найдутся?» «Поработаем», ответил Оперуполномоченный. «Ваш случай?» «Третий за последнюю неделю». «Почерк один и тот же». И наставительно добавил. «Ну, впредь постарайтесь быть поаккуратнее. Такая сумма, а вы... Подобная обеспеченность только на руку преступникам». «Так ведь рядом всего три остановки на автобусе», оправдывалась Арыся. «Ну, береженого Бог бережет», серьезно сказал капитан. Возвращаясь домой, Арыся убеждала себя «Отыщут вора, непременно отыщут и вернут пятьдесят тысяч». Валерий Платон сидел на верандочке, пил ряженку. Арыся открыла рот, чтобы поделиться с ним успокоительной новостью, но профессор опередил ее. «Где была?» «В милиции». «Где, где?» «Где, где?» заикаясь, переспросил он. «В милиции». «Написало заявление». Скворцов-Шаневский побледнел. Захватал воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Схватился за сердце и стал сползать со стула. «Что с тобой?» В ужасе бросилась к нему Арыся, едва успев подхватить профессора. «Вызвать скорую?» «Нет, не...» заплетающимся языком проговорил Скворцов-Шаневский. «Валидол. Капли вотчала». Перетащив Валерия Платоныча на диванчик, Арыся кинулась за лекарством. Дрожащими руками накапала в рюмку, влила в рот Скворцову-Шаневскому. Потом сунула ему под язык таблетку. Он лежал, с закрытыми глазами, минут десять, и эти минуты показались Арысе вечностью. Наконец, он разлепил веки, слабо произнес, «Что ты натворила? Понимаешь или нет?» «Я хотела... Я как лучше хотела», растерянно проговорила Арыся. «Ведь пятьдесят тысяч, не рубль?» «Жалкие пятьдесят тысяч,» простонал профессор, положил ладонь себе на лоб. «О чем ты говоришь?» «Нет, зарезала без ножа, форменным образом зарезала». «Но ведь деньги тебе сейчас очень нужны, так ведь?» «Что они решают?» «Да я за один день могу иметь сто тысяч». «Да что там сто тысяч?» Он медленно приподнялся, сел. «Ну, кто тебя просил ходить туда? Кто? Ты хоть представляешь, что натворила? Ты можешь погубить меня и всех подвезти под монастырь?» Она начала лепетать насчет того, что в милиции обещали сделать все, чтобы поймать вора, но профессор грубо перебил ее. «Заткнись! Найди лучше ручку и бумагу!» Рыся покорилась без слов. Под диктовку Скворцова-Шаневского она составила новое заявление в милицию, в котором просила аннулировать первое в связи с тем, что, якобы вернувшись домой, обнаружила пропавшие деньги целыми и невредимыми. «Как же мне объяснить?» растерянно спросила она, пряча заявление в сумку. «Как хочешь, что в детстве тебя уронили с печки, что полный склероз, что...» снова вспыхнул профессор, затем, сдержавшись, добавил, «Самое лучшее скажи, что над тобой подшутили». «Поверить ли?» с сомнением покачала головой старожук. «Делай так, чтобы поверили!» рявкнул Валерий Платоныч. «Понимаешь, должны поверить, иначе...» Она поспешила в милицию. Начальник уголовного розыска уже собирался уходить, так как рабочий день кончился. прочитав заявление, майор Саблин посмотрел, как показалась Арыся на нее с подозрением. Выразитель нахмыкнул. Она стала сбивчиво объяснять, что, мол, над ней подшутили, но делала это, вероятно, не очень умело и убедительно, потому что майор усмехнулся. «А я гляжу, что-то вы не очень рады обнаружению пропажи». «Рада, рада», неестественно, весело произнесла старожок. «Понимаете, перенервничала страсть». «Потом поругалась, конечно, тоже мне шуточки». «Да уж», Саблин неопределенно повертел головой и принял заявление. Дома Скворцов-Шанерский дотошно расспросил о реакции милиции и, кажется, остался доволен тем, что удалось замять эту историю. «Смотри», предупредил он, «больше никакой самодеятельности». Профессор вопреки обыкновению остался дома, а рысь он словно не замечал. и, кажется, даже обрадовался, когда к вечеру заглянула Элифтерия Константиновна с приглашением на чашку чая по случаю своего Дня Ангела. А рыся, сославшись на нездоровье, не пошла. Скворцов-Шанерский и Вадим отправились на хозяйскую половину без нее. Профессор прихватил с собой книгу. «Прошу прощения за скромный презент, сказал он Александропулос, вручая книгу. Надо было предупредить заранее». Та рассыпалась в благодарностях, заметив, что дорого внимание, а не подарок. Прочитав название книги, она и вовсе растрогалась. Это был сборник легенд и мифов древней Греции. «Вы всегда умеете преподнести что-нибудь такое этакое?» Чуть не прослезилась вдова. «Ну, прямо по сердцу». Тем временем Арыся не находила себе места. Ее мучили мысли, что же произошло с деньгами? Где их украли? Кто? Когда? Да. Чего теперь гадать? Вдруг подумала она. Надо помозговать, где достать пятьдесят тысяч. Может, слетать в Трусковец? Снять с сберкнижки? А вдруг встречусь с Сергеем? Арыся заперлась в своей комнатке, бросилась на кровать. Ей почему-то вспомнилось слово «сука», которым обозвал ее профессор. Зарывшись лицом в подушку, Арыся разрыдалась. «Во что я превратилась?» спрашивала она себя. «В тряпку, о которую вытирают ноги все, кому не лень». Сергеем была. Дрожала каждую минуту, прибьет или нет. Вырвалась наконец в Москву, какие мечты были, стать певицей, зажить по-человечески. И вот стало. Валерия относится к ней хуже, чем к собаке. Хочет, приласкает, хочет, гонит прочь. Подушка стала мокрой от слез. Но желанное облегчение не наступало. Арыся вспомнила мужа, Василя. Вспомнила Димку и застонала от боли стальным обручем сжавшей сердце. «Так можно свихнуться!» пронеслось у нее в голове. Она встала, посмотрела в окно. Сквозь ветви деревьев светилась веранда хозяйского дома. Оттуда доносилась музыка. Арыся проверила, хорошо ли заперта дверь. Потом нашарила под кроватью заветный графинчик с Изабеллой, который прятала от Валерия Платоныча. Вино становилось в последнее время ее единственной отдушиной. Скворцов-Шаневский пришел через час. Торкнувшись к Арысе и не получив ответа, он, поворчав, направился к себе. В отличие от нее, сваленной пьяным сном, профессор никак не мог заснуть. Несколько раз за ночь вставал, принимал лекарства. Чай из хмеля и валерьянку, как советуют в этом случае врачи, но ничего не помогало. Бессонница доводила до тяения, выматывала все нервы, мысли одна мрачнее другой сверлили мозг. Больше всего беспокоило то, что Арыся ходила в милицию. «Дай Бог, чтобы пронесло», молил судьбу профессор. А забылся он только к утру и не слышал, как поднялась и ушла из дома Арыся. А она отправилась к Эрику Бухарцеву, бывшему шоферу Скворцова-Шанявского. Мысль обратиться к нему возникла у Старожук совершенно спонтанно. А может быть, потому что с Эриком связывали ее другие отношения, чем с иными приятелями профессора. В определенном смысле Бухарцев был Арысе многим обязан. Вот уже сколько раз она давала приют его матери в своем трусковецком доме. Услышав, что Старожук нужны деньги, Эрик сказал, не знаю, может, не поверишь, но нету. Позавчера продал золотишко, а вчера тоже ей все влетучилось как дым. Что же делать, растерянно произнесла Арыся. Хочешь, Бухарцев снял с пальца перстень, прилично дадут. А кому я его сбуду, заколебалась Арыся. Есть один человечек, надежный, ну, правда, облапошивает, но не так все же, как решили. Можешь свести меня с тем человеком, спросила Арыся, у которой возникла спасительная идея. Ради Бога, охотно согласился Бухарцев. Когда Валерий Платоныч пробудился ото сна, а это было около полудня, Арыся выложила перед ним пятьдесят тысяч рублей. Откуда? Где взяла? Удивленно и радостно спросил профессор. Представляешь, я действительно сумки перепутала. Деньги были не в индийской, а в той, под крокодилову кожу. Да, подозрительно посмотрел на нее Валерий Платоныч. А чего мне врать? Не моргнув глазом, ответила Арыся. Скворцов-Шанявский побежал отдавать долг. Леонид Анисимович был из тех людей, которые привыкли властвовать над обстоятельствами. Но в последнее время он почувствовал, что эта власть поколебалась. Положение, как говорится, уходило из-под его контроля. По несколько раз на день Жоголь звонил в Москву. Вести становились все более тревожными. В гастрономе царила растерянность. Запаниковали даже те, в ком он был раньше абсолютно уверен. А записка сына хоть и несколько успокоила, но с другой стороны уколола больно и глубоко. Почему Михаил обращается в ней только к матери? Мучительно размышлял Леонид Данисимович. Выходит, я для него не существую? А может это сделано намеренно, с явной демонстрацией? Мысли о сыне были, пожалуй, даже невыносимей, чем тревога за положение в гастрономе. Бывали мгновения, когда он был готов кинуться в аэропорт и улететь домой. Ничто не радовало Жоголя в Южноморске, даже присутствие рядом Виктории. Ее молодость и красота потеряли для него былую притягательность. Иногда он ловил себя на мысли, что она его раздражает. Если что-то и подогревало в Жоголе интерес к ней, так это ревность к Ярцеву, ну и ревность была какая-то вялая, вымороченная. Примитивное проявление чувства собственности. Хоть костюм поношенный, но свой. Видеть его на плечах другого не хотелось бы. Сегодня у Жоголя была запланирована встреча с профессором, но тот после встряски, которую получил в результате пропажи денег, валялся в постели с давлением. Деться было некуда, одна дорожка на пляж. День выдался просто волшебный. В природе царствовали три цвета золотистый, зеленый и голубой. Море было спокойным и прозрачным. Они пришли с Викторией на свое излюбленное место, недалеко от гостиницы Интурист. Пляжем пользовались в основном тоже иностранцы. Здесь был буфет, где продавали на валюту пиво в банках, кока-колу, фигурное печенье, а Жоголь с Викой пользовались его услугами. Взяв лежак, Жоголь положил его у самой кромки воды и растянулся под мягким, ласкающим кожу солнцем. Он настроил транзистор на маяк и весь отдался музыке. Виктория взяла на прокат шезлонг с навесом. В дневные часы она не загорала, а только принимала воздушные ванны. Доставя сумочки журнал мод, она принялась лениво разглядывать иллюстрации. А вдруг ее словно что-то подтолкнуло. Вика подняла глаза от журнала, огляделась. У нее было такое ощущение, что кто-то рассматривает ее. Но ничего подозрительного не заметила. Она снова углубилась в чтение, но чувство, что за тобой пристально наблюдают, не покидала. Телепатия что ли, удивилась она. Кто же этот экстрасенс? Вика посмотрела вокруг внимательнее. Неподалеку, ближе к игрокам в карты, сидел в таком же шезлонге, как и она, спортивного вида мужчина, лет сорока пяти, в темных очках. В руках английская газета. Неужели этот иностранец, подумала она, но глаз его не было видно за дымчатыми стеклами очков. Вика достала несколько долларов и пошла к буфету. Взяв бутылку кока-колы и пачку Честерфильда, она вернулась на место. Мужчины не было. В пустом шезлонге лежала только газета. Не успела Вербицкая устроиться в своем, как из воды показался незнакомец. Высокий, прекрасно сложенный, он направился прямо к ней. Остановившись возле шезлонга, он поднял упавший на землю журнал и подал Виктории. «Кажется, ваш на чистом русском языке, сказал он. Прошу». «Спасибо», ответила Вербицкая, чувствуя, что незнакомец не прочь поболтать с ней. «Не боитесь сгореть?» показал мужчина на солнце в зените. «Сейчас не самое лучшее время». «Я же в тенечке», щелкнула она пальцем по навесу. «Рассеянный, то есть отраженный свет тоже может доставить неприятности». «А вы сами?» «Я сегодня первый день здесь, соскучился по теплу. А в Ленинграде нынче очень ранняя осень, дожди, холод. А вы откуда?» «Из Москвы». «И у вас не лучшее. Если не возражаете, я устроюсь поближе», попросил незнакомец. Вика позволила. Он перенес свой шезлонг. Через минуту она уже знала, что зовут его Павел Кузьмич Астахов. Он доцент и занимается проблемами внеземных цивилизаций. «А вы, мне кажется, имеете отношение к искусству», серьезно произнес Павел Кузьмич. «Во всяком случае к творчеству». Он кивнул на журнал, который машинально перелистывала Вербицкая. «Насчет искусства вы угадали», улыбнулась она. «А по поводу этого», Вика провела рукой по глинцевитой бумаге, «только потребитель». «И вы бы одели подобное», спросил Астахов, показав на снимок манекенщицы в какой-то странной не то рубашке, не то майке и коротких белых штанах в обтяжку. «Ни за что», усмехнулась Вербицкая. «Не стиль, а бог знает что». «А кстати, вы знаете, откуда пошло слово стиль?» «Нет», призналась Вербицкая, «от фамилии стиль», пояснил доцент. «Был такой журналист в Англии». Жил он в XVIII веке и отличался от своих коллег своеобразной манерой письма. Ну, впрочем, не только этим. Был оригинал в одежде, манере поведения, словом, имел свой стиль», с улыбкой закончил Павел Кузьмич. «У человека, который обладает вкусом, это получается само собой, и навязывать ему нечто неподходящее». «Невозможно. А вот это я бы одела с удовольствием». Вербицкая ткнула пальцем в модель элегантного жакета с большим воротником. «Симпатично, правда?» «И мне нравится», сказал Астахов. «А если к нему еще устройство компании Мибуко?» «Что?» не поняла Вика. «Японцы выпускают что-то вроде музыкального воротника, который можно пристегнуть к пальто, пиджаку, куртке с помощью обыкновенной молнии». «Поднял воротник, к ушам прижимаются микрофончики, а миниатюрный магнитофон находится у вас в кармане. Можете слушать музыку, никому не мешая». «Мы и так находимся под постоянным воздействием вредных шумов, автомобили, самолеты, приемники, телевизоры, стройки, а последствия разрушения психики, возникновения самого страшного демона нашего времени стресса. Но лучше не доводить себя до этого». «Легко сказать», вздохнула Вика, «жизнь не становится спокойнее, наоборот. Может, у вас есть секрет, как уберечься от этих самых стрессов?» «Не обращайте внимания на неприятности». «А есть еще один способ. Я представляю себе необъятность вселенной, бесконечность мироздания. Ведь в сущности человеческая жизнь миг, и мы должны этот драгоценный дар беречь как зеницу ока. Вспомните, какие катаклизмы сотрясали Землю в прошлом, какие катастрофы вероятно ожидают в будущем, и наши каждодневные страхи покажутся смешными». «Какие именно катаклизмы в прошлом вы имеете в виду?» спросила Вербицкая. «Ну, хотя бы встреча с огромными небесными телами». «Например, некоторые ученые считают, и я сторонник этой гипотезы, динозавры выберли от того, что на нашу планету упал гигантский астероид, а в результате в воздух поднялся буквально океан пыли, который не давал возможности пробиться солнечным лучам. А без них, как вы знаете, гибнет все живое. А, кстати, в случае атомной войны жизни на земле угрожает то же самое». «Понятно», кивнула Вика. «А какие напасти, не считая ядерного оружия, могут угрожать нам в будущем?» «Ну, самое реальное оледенение», ответил Павел Кузьмич. «Кое-кто из ученых полагает, что мы на пороге великого нашествия льдов, как это уже имело место в не таком уж далеком прошлом». «Ничего себе!» присвистнула Вербицкая. «Нам мало житейских невзгод, так тут еще надвигаются глобальные катастрофы, и после всего этого вы предлагаете не обращать внимания на неприятности». «А что нам остается делать?» Философски заметил Астахал. «Глобальные, как вы говорите, катастрофы, тем паче не подвластны человеку». «И вообще, пора уже освобождаться от эгоистического заблуждения, что с нашей гибелью исчезнет разум. Мы не являемся избранными существами, на которых клеемом сошелся свет». «Вы считаете, что где-то существуют братья по разуму? Иначе я не занимался бы этой проблемой». «А я всегда думала, что этот вопрос волнует только писателей фантастов», призналась Вика. «Что вы!» воскликнул Павел Кузьмич. «На поиски внеземных цивилизаций брошен сейчас весь арсенал современной науки. Астрофизики, радиофизики, биологи, кибернетики, лингвисты, целый легион ученых. Причем светил в своей области. Систематически собираются всесоюзные, да, что там всесоюзные, международные совещания, симпозиумы по этой проблеме. Существует множество направлений, школ. «Ну и как?» Вербицкую все больше увлекал разговор. Она даже забыла про Жоголя, который успел окунуться в море и снова устроиться на своем лежаке. «Что как?» не пугал доцент. «Обнаружили внеземные цивилизации?» «Буду честным, пока нет. Но это еще ни о чем не говорит. Слишком короткий срок занимается человечество поиском». «А в чем заключается этот поиск?» продолжала расспрашивать Вика. «Ну, прежде всего ракеты, улетающие с космодрома». Астахов улыбнулся. «Между прочим, в московских губернских новостях за 1848 год сообщалось, что некий миссинин Никифор Никитин закромольные речи о полете на Луну сослан на поселение в Байконур». «Что, действительно?» засмеялась Вербитская. «Забавно». «Факт». «В истории полно подобных курьезов», кивнул доцент и продолжил. «Помимо спутников мы зондируем космос с помощью радиотелескопов, не шлют ли нам весточку из далеких миров и от себя шлем им закодированные сигналы. Но я считаю, что внеземные цивилизации нужно искать по внешним преднакам. Например, по интенсивному тепловому излучению или производимому ими загрязнению окружающей среды, то есть самого космоса. загрязнению изумилась Вика, господи, неужели наши братья по разуму такие же неразумные, как и мы? Кто знает, может быть еще хуже, ответил Астахов. И вообще не надо переоценивать разумность внеземных цивилизаций. Понимаете, трудность контакта возможно и заключается в том, что уровень развития разный. А все же если мы во Вселенной одни, спросила Вика, стараясь еще больше разжечь доцента. По всему он был человеком незаурядным, да и ей не хотелось ударить лицом в грязь. Вот почему Вербицкая призвала на помощь весь свой интеллект. Нет, решительно произнес Астахов. Я убежден, что жизнь на Землю привнесена из космоса. Вернее, скорее всего, она разлета во всей Вселенной. Приведу всего один факт. Самый примитивный вирус устроен неимоверно сложно. И вероятность самозарождения даже такой формы жизни из неживых органических молекул крайне ничтожно. Не буду утомлять вас выкладками, но скажу, по существу, жизнь на Земле родилась сразу, без промедления. Разумеется, по космическим меркам. И так происходит на любой планете, как только там возникают благоприятные условия. Вы хотели бы возразить? — просил он, глядя на озабоченное лицо собеседницы. — Возражений нет, — встрепенулась Вербицкая. — Да и откуда им быть, если я не специалист? Я в этом совершенно не разбираюсь. Хотя ваша точка зрения мне импонирует больше, чем утверждение, что мы возникли случайно. Человеку, по-моему, нужно иметь веру во что-то. Например, высшее предназначение, высшую справедливость. — Совершенно верно, обрадовался Павел Кузьмич. Если все случайно, значит, нет идеала, и любое зло и кривду можно оправдать. — Вам свойственно железная логика плюс точная аргументация. Словом, мужская уверенность и определенность. — Мужская, хмыкнул Астахов. Сократ считал, что женская природа ни в чем не уступает мужской, и советовал мужьян смело учить своих жен всему чему угодно. — Представляю, какая эрудированная у вас жена, — заметила с улыбкой Вербицкая. — Или вы холостяк? — На курорте мы все холостяки, — усмехнулся Астахов и предложил. — Давайте искупаемся. Они сделали небольшой заплыв. И когда вернулись в свои шезлонги, Павел Кузьмич посоветовал. — Кроме солнца и моря, тут по существу нет никаких развлечений. — А какие возможности? — Водные лыжи, прогулочные катера. — Хорошо бы соорудить фуникулер, он показал на вершину горы над Южноморском. — А там можно было бы организовать целый городок развлечений. Люди мечтают потратить деньги, а где? — Может, когда наберут силу кооператива и индивидуальная трудовая деятельность, все это и будет? — Может быть, может быть, — сказала стахов. — Да, все хочу спросить у вас, кто же вы по специальности? — Художница. — Вот видите, я как чувствовал, — обрадованно проговорил Павел Кузьмич. — Значит, угадал. — А в каком жанре работаете? — Ну, собственно, еще учусь, заканчиваю Суриковский институт. — Прекрасно, прекрасно, лучший наш художественный вуз, продолжал восхищаться доцент. — Но, Виктория Николаевна, на пути у вас столько терний. — Говорю вам об этом, потому что мой ближайший друг, милейший, талантливейший человек, ничего не нажил за всю свою жизнь, кроме двух инфарктов и кучи врагов в Союзе художников. — Ой, хватит ли у вас сил? — он покачал головой. — Вербинская улыбнулась, но ничего ответить не успела. К ним подошел Жоголь. Она представила мужчин друг другу. Время было обеденное, и Леони Данисимович предложил пойти куда-нибудь поесть. — Павел Кузьмич, вы составите нам компанию? — обратилась к доценту Вика. — Дважды приглашать Астахова не пришлось. Когда капитан милиции Жур взошел в кабинет прокурора города Захара Петровича Измайлова, тот разговаривал с кем-то по телефону и жестом показал оперуполномоченному уголовного розыска на стул. Ажур сел. А ждать пришлось минуты три. — С чем пожаловали Виктор Павлович? — спросил прокурор, положив трубку. — С постановлением на арест Ажур протянул Измайлову бумагу. — Из Галяев и Рундуков, прочитал прокурор. — Что за птицы? — — степачей, пояснил капитан. — Мы целую неделю охотились за ними. Задержали вчера в троллейбусе. Когда они вытащили у одного отдыхающего лопатник с тремястами пятьюдесятью рублями. После его от почты, где он получил перевод. Чепачи — карманные воры на их жаргоне. Лопатник — бумажник или кошелек. А термин «пасли» означал «следили». — «Наши» или — просил Измайло — гастролеры. Один из них Рундуков дважды судим, а его напарник Изгаляев задержан впервые. Рундуков, по-видимому, обратал его совсем недавно. Держал на подхвате, передавал ворованное. — Молодой. — Изгаляев — уточнил Жур. — Восемнадцать лет. — Ногоношистый. Сначала грозился, что у него папаша большая шишка. Виктор Павлович усмехнулся. — Чудило. В наше время об этом лучше помалкивать. — Если это правда, не завидую я тому папаше. — Значит, говорите, неделю за ними охотились? — спросил Измайлов. — Ну, может, чуть больше, — поправился старший оперуполномоченный уголовного розыска. — Этот Рундуков прямо-таки артист. — Ну, заинтересовался Измайлов. — Понимаете, поступает к нам заявление. Одно, другое, третье, четвертое, наконец. У людей исчезают деньги в общественном транспорте. — Ну, и что в этом удивительного, не понял прокурор. — Но как? Кошельки и бумажники на месте, а содержимое тю-тю? Представляете, состояние человека, когда он открывает портмоне, а там пусто. Не знаешь, то ли украли деньги, то ли ты сам их потерял. Я даже думаю, что к нам обратились не все, кого обчистил Рундуков. А выходит, он забирал деньги и незаметно возвращал пострадавшим их кошельки? — Точно! — кивнул Жур. А с одной гражданкой вовсе проделал невероятную штуку. Она сняла с аккредитива пятьдесят тысяч и положила сумочку. Так этот фокусник умудрился стащить деньги, а вместо них положить несколько перекидных календарей. — Ну и ну, поразился Измайлов. — Впервые я такое встречаю. — Правда, с этой женщиной что-то непонятное, — нерешительно произнес Жур. — А что именно? — гражданка приехала отдыхать из Трусковца. Правда, без путевки снимает жилье. Фамилия Старожук. Прибежала к нам, оставила заявление насчет кражи, а через несколько часов опять пришла в милицию и написала новое заявление, что якобы эти самые пятьдесят тысяч нашлись. Но на допросе Рундуков признался, что вытащил деньги у Старожук. Сам признался? — Конечно. Рундуков воробей стрелян и взяли его с поличным. Он отлично понимает, что имеет один шанс облегчить свою участь. Полное признание по всем эпизодам. Ведь мы все равно докопаемся. А из Галяев? Он подтвердил факт кражи у Старожук? Его показания слово в слово совпали с Рундуковскими. Как ее начали пасти в сберкассе, как обчистили в автобусе. Деньги, как обычно, выкрал Рундуков и передал напарнику. Про календари из Галяев тоже рассказал. — Странная история, — задумчиво сказал Измайло. — А какое впечатление производит потерпевшая? — Тут у нее все в порядке, — покрутил пальцем у виска прокурор. — Вроде нормальная, — улыбнулся капитан. — Хотя какой нормальный человек откажется от своих пятидесяти тысяч? — Что вы думаете с ней делать? — Вызвал повесткой на семнадцать часов. Жур глянул на часы. — Сведу ее на очной ставке с Рундуковым и из Галяевым. Посмотрю, что она скажет. — и позвоните мне, Виктор Павлович, попросил Измайлов, утверждая постановление на арест задержанных. — Непременно, Захар Петрович, пообещал капитан. Жур относился к Измайлову с большой симпатией, чего нельзя было сказать о многих работниках гору управления внутренних дел. Измайлов Измайлов был требователен и не давал пославления никому, кто хоть на йоту отступал от закона. Даже сейчас, когда начали наводить порядок и многие растерялись, шарахаясь из одной крайности в другую, прокурор был непоколебим в своих убеждениях. И вот за эту принципиальность, которую Измайлов проявлял всегда и во всем, его и не жаловали многие работники милиции. Захар Петрович не терпел искажения статистики. От него крепко доставалось тем, кто пытался скрыть мелочевку – квартирные, карманные кражи, хулиганство и другие правонарушения. Прокурор города считал, если работники милиции не сумели раскрыть тот или иной случай, это было плохо, но если при этом они еще и скрыли его, это уже было преступлением. На этой почве у Измайлова постоянно возникали стычки с прежним руководством горуправления. И ни для кого не было секретом, что бывший начальник управления впал и видел, как бы избавиться от такого прокурора. Больше всего его бесило, что Захара Петровича не за что было уцепить. Он даже жил замкнуто, не бывая ни у кого в гостях и не принимая компании в своем доме. Короче, был белой вороной на фоне беспрерывных пьянок и застолий, устраиваемых в честь приезжавших на курорт влиятельнейших чиновников из Москвы. Это время было еще хорошо памятно и для Виктора Палча. Принимали столичных боссов широко и хлебосольно. В закрытых пансионатах и загородных особняках, в отдельных кабинетах самых фешенебельных ресторанов и на частных квартирах текли коньячные и водочные реки. Столы ломились от дефицитных деликатесов. Наперебой старались угодить не только московским шишкам, но также их женам, тядам и домочадцам. Для этого держались лучшие номера в гостиницах и палаты в санаториях. Предназначались отдельные коттеджи, а к наиболее сановным гостям прикреплялись легковые автомобили с круглосуточным дежурством. После таких встреч гости уже не забывали услуг, что оказывали им южноморские хозяева, которые постепенно привыкли к бесконтрольности и вседозволенности. Пышным цветом расцвели взяточничество, хищение, злоупотреблением властью и служебным положением. Нельзя было тронуть даже заурядного гостиничного администратора. Тут же за него вступалось какое-нибудь ответственное лицо. Доходило до того, что в гостиницах проживали преступники, объявленные во всесоюзный розыск. Мало кто решался тогда выступать против взорвавшихся хапуг. Измайлов решился. Возбудил уголовное дело против управляющего трестом ресторанов. Что поднялось вокруг прокурора, трудно передать словами. Это был шквал возмущенных звонков, просьб, уговариваний, предостережений и прямых угроз. В ответ на это Захар Петрович предложил следователю взять под стражу управляющего и утвердил постановление на его арест. А через неделю был арестован и покровитель преступника, заместитель председателя гор-исполкова. Этот шаг произвел в городе эффект разорвавшейся бомбы. Те из работников милиции, кто служил закону и правде, а не начальству, зауважали Захара Петровича. Но не дремали и те, кому он прищемил хвост. В Москву полетели доносы и анонимки. Даже был делегирован в столицу один из ходоков от имени обиженных Измайловым искать заступничество у тех, кого щедро поили и кормили местные подхалимы. По Южноморску поползли слухи, что Измайлова вот-вот снимут, и якобы уже есть замена строптивому прокурору. Захар Петрович не сдавался. Более того, добился, что одних деятелей незаконной наживы привлекли к уголовной ответственности, других приструнили в партийном порядке, а третьим было предложено уйти со своего поста по собственному желанию. Был разжалован и уволен из органов милиции начальник Южноморского управления внутренних дел. Он лишился полковничьих погон. А ведь мечтал стать генералом, и, возможно, мечта его осуществилась бы, если бы не перестройка, ворвавшаяся во все сферы нашей жизни, а также настойчивость и принципиальная позиция Измайлова. В управлении поговаривали, что несостоявшийся генерал чудом избежал уголовного преследования. Перестройка перестройкой, но старая еще не сдает всех своих позиций, и кое-кто помог бывшему начальнику горуправления остаться на плаву. Из Южноморска он, как говорится, слинял, и где теперь обретался, неизвестно. А Измайлов выстоял. Он совершенно не изменился, остался таким же педантом и строгим ревнителем законов. Вот о чем вспомнил капитан Жур, возвращаясь из прокуратуры города в управление. Там его уже ждал один из потерпевших по делу Рундукова и Изгаляева, пришедший немного раньше назначенного срока. Допросив и отпустив его, старший оперуполномоченный уголовного розыска выглянул в коридор. На скамейке у дверей сидела старожук. Было ровно пять часов. Прошу, заходите, пригласил ее Жур. Она робко вошла в комнату. Села. Ну, здравствуйте, Ареста Митрофановна, приветливо сказал капитан. Здравствуйте, негромко ответила старожук, роясь в сумочке. Она достала платочек, аккуратно приложила к носику. Виктор Павлович отметил про себя. Кованно чего-то боится. Даже не хочет смотреть ему в глаза. Как отдыхается, спросил Жур, чтобы как-то расположить к себе молодую женщину. Что? Вздрогнула она, ожидая, видимо, совсем другого вопроса. А с погодой, говорю, везет в этом году, сказал капитан. «Да-да», поспешно согласилась старожук, стараясь смотреть куда угодно, лишь бы не на старшего, а переполномоченных. Жур поинтересовался, с какими достопримечательностями она успела ознакомиться в городе. Ездила ли на озеро Рицу, природа там просто сказочная. Старожук отвечала односложно, да и нет. Ее напряженность не ослабевала. Разговорить о Рицу капитану так и не удалось. «Ну, хорошо», решил он наконец приступить к главному. «Скажите, пожалуйста, какое ваше заявление правдивое? Первое или второе?» «О чем вы?» глухо спросила старожук. «О заявлениях по поводу кражи у вас денег». «Господи, я же говорила, что не теряла, то есть у меня их не воровали», сбивчиво стала объяснять она, и лицо ее покрылось красными пятнами. «Значит, деньги нашлись?» решил подыграть ей капитан. Он намеревался провести нехитрый психологический опыт. «Нашлись, нашлись?» закивала старожук. «Все? До копейки?» «Конечно». «Знаете, моя мама любила говорить «Самая большая радость, когда что-то потеряешь и найдешь», продолжал с улыбкой Виктор Павлович. «Точно», поддакнула молодая женщина. «Ну что же, Ареста Митрофановна, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, вы покажете мне эти деньги?» «Идет?» невинно попросил Жур. Реакция была такой, какую ожидал капитан. Старожук вконец растерялась, стала говорить, что этих денег у нее в настоящий момент нету, мол, часть дала кому-то в долг и стратила на покупки. Больше всего ее почему-то страшила перспектива поездки с Журом к ней домой. Виктор Павлович ознакомил старожук с показаниями Рундукова и Изгаляева, а Рыся стояла на своем. Ничего не оставалось делать, как вызвать из изолятора временного содержания арестованных карманников. Старожук они опознали сразу. Такой сцены капитан Жур еще не видел. Преступники с пеной у рта доказывали, что обокрали потерпевшую, приводя при этом такие детали и подробности, что не поверить им было просто невозможно, а обворованный человек твердил, что никакой кражи не было. Уж на что рундуков был, видимо, тертый калач, но и тот опешил. «Ты что, чокнутая?» вызрелся он на сжавшуюся в комок словно затравленную женщину. «Пятьдесят кусков у тебя лишнее, да?» Арыся молила Бога, чтобы все поскорее кончилось. Она чувствовала себя между молотом и наковальней. С одной стороны этот въедливый капитан, с другой Скворцов-Шанявский, который ждет ее дома и весь исходит злобой и желчью. «Гражданин начальник», взмолился рундуков, «а на что издевается, падла?» Штепач был на грани истерики. Старший оперуполномоченный спросил у старожук, с какой целью она отрицает факт кражи денег. Нервы у Арыси не выдержали. И она разрыдалась. Жур отпустил потерпевшую. Виктор Палыч терялся в догадках насчет поведения старожук. Чего она боится? Конечно, неспроста она отказывается от таких денег. Мысль об этой странной истории не давала покоя капитану весь вечер. А Арыся, возвратившись домой, попала, что говорится, из огня до вполыня. Профессор, дотошно расспросив, что и как было в милиции, закатил ей страшный скандал. Вот видишь, до чего довела твоя тупость, заорал он напоследок и, хлопнув дверью, куда-то уехал. Утром по дороге в управление Виктор Палыч отводил дочку в детский сад. Вот и сегодня, после обычных напутствий жены, отец с дочкой вышли из дома и влились в толпу спешивших на работу людей. Жур любил эти утренние прогулки. Слушая неумолчный веселый лепет маленького существа, он неспешно обдумывал загадки и сюрпризы, на которые так щедра была его работа. Этим утром капитан постоянно возвращался к событиям вчерашнего дня. А вернее к допросу старожук. По своему опыту оперуполномоченный понимал, за этим скрывается что-то серьезное. Но что? Обычно человек боится показать, что у него имеются деньги, если они добыты преступным путем. Честные рубли карман не жгут. Но старожук вроде и не опасается признать, что имеет такую большую сумму. Ее пугает другое и пугает очень сильно. Может, она в чем-то замешана? А если да, то в чем? Виктор палч вспомнил ее внешность поведения. Приятная, красивая. Старожук было что-то простодушное и искреннее. Впрочем, Журу приходилось встречать совсем еще юных девушек с открытыми наивно-детскими лицами, которые, однако, уже крепко погрязли в страшном пороке проституции. А может, ареста тоже мелькнула в голове капитана? Приехала сюда не отдыхать, а работать на панели? Последние годы девицы, которых в милицейских протоколах стыдливо именовали лицами с пониженной социальной ответственностью стали форменным бедствием в городе. Они слетались в Южноморск из Москвы, Ленинграда и других городов как воронье на свалку. По вечерам возле гостиниц вызывающие одетые кокотки нахально приставали к мужчинам. Особенно подвергались нашествию интуристовские заведения. Пробавлялись там так называемые путаны, проститутки, продававшие себя иностранцам и берущие плату за торговлю своим телом валютой и заграничными шмотками. Этот позор и бедствие давно уже не были ни для кого секретом, но замалчивание продолжалось. Работники гостиниц стонали от непотребства куртизанок, просили срочно принять меры, но что могли сделать работники правопорядка? Официально в стране проституции не существовало, а раз так, то не было соответствующей статьи в законе, которая предусматривала бы наказание за торговлю телом. Если задерживали этих девиц, то лишь в связи с каким-нибудь другим правонарушением, кражей у клиента, валютными махинациями, дебоширством и так далее. Короче, как со страусом. Прятал голову в песок и вроде нет на месте опасности. А то, что опасность существовала, Виктор Павлович отлично знал. Он особенно, потому что у него росла дочь. Частенько он думал, когда же наконец вещи будут названы своими именами. Когда кончится страусовая политика и с такими социально и нравственно опасными явлениями будет вестись настоящая борьба. Правда, совсем недавно кто-то из москвичей уверял, что скоро будет установлена административная ответственность за проституцию. Но поможет ли десятирублевый штраф, если она за ночь имеет тысячу? Что касается жены капитана, то она давно уже предлагала уехать из Южноморска. «Я же в органах», говорил ей Виктор Павлович, «где прикажу, там и служу». «А что увидит тут наша дочь, когда вырастет?» вопрошала жена. Ну, она, конечно, сгущала краски, но Жура самого тревожила, как скажется на дочери, жизнь в городе-курорте. В последнее время он серьезно подумывал, а не подать ли рапорт начальству с просьбой перевести его в другое место. Они подошли к детскому саду. Капитан переодел дочурку, поцеловал и ждал ее воспитательнице. До работы было несколько минут хода. В управлении Жур сразу отправился к начальнику уголовного розыска, даже не зайдя к себе. Кирилл Александрович Саблин сидел в своем кабинете мрачный. Одна щека у него была в два раза толще другой. Флюс. Майор часто страдал зубной болью, и его сослуживцев удивляло, почему Саблин не избавится от этого мучения кардинальным способом. Но дело в том, что Кирилл Александрович, человек бесспорно смелый и отважный, не раз смотревший смерти в глаза, который мог, не задумываясь, вступить в схватку с преступником вооруженным пистолетом, кастетом или финкой, при одном только упоминании о зубном враче, бледнел и дрейфил как малое дитя. Так и продолжалось. Саблин время от времени полнел на одну щеку, пригоршнями глотал болеутоляющие таблетки, но идти к стоматологу упорно отказывался. «Но что дала вчера очная ставка?» еле шевеля губами спросил майор после взаимного приветствия. Жур доложил, и только он закончил, как раздался телефонный звонок. Начальник уголовного розыска снял трубку. Это был дежурный по гору управлению майор Вдовенко. Кирилл Александрович сообщил он. «Представляешь, в море на удочку поймали сотенную купюру». «Вдовенко», поморщился Савлин, которому не то что говорить, дышать было больно. «Кончай шуточки». «И не одну», продолжал дежурный. Но начальник угрозыска с треском швырнул трубку на рычаг. Ему было не до розы гроша. Однако телефон тут же зазвонил снова. «Ты чего трубку бросаешь?» спросил Вдовенко, как ни в чем не бывало. «Нашел время хохмить», проворчал Савлин. «Зуб! Хоть на стенку лезь!» «Да вырви ты его к чертовой матери!» посоветовал дежурный. «И слушай, тут у меня писатель фантаст Зальковский из Москвы. Он и обнаружил те самые деньги». «Серьезно, значит?» скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Савлин. «На полном серьезе», подтвердил Вдовенко. «Где это случилось?» «Возле верблюда», пояснил дежурный. «Там, где речушка впадает в море». «Знаю, знаю», сказал Савлин. «Чернушка». Верблюдом южноморцы называли гору километров в десяти от города. Она напоминала своими очертаниями корабль пустыни. Но вот почему речку окрестили Чернушкой, непонятно. Вода в ней всегда отличалась прозрачностью и чистотой. И была такой холодной, аж зубы ломила. «Надо срочно разобраться, что это за деньги, чьи, как попали в море», продолжал Вдовенко. «Кого пошлешь?» Савлин посмотрел на сидящего перед ним капитана и долго не раздумывая ответил «Жура!» «Жду», сказал дежурный и положил трубку. «Ну и чудеса творятся на свете», протянул начальник угрозыска. Передав Журу то, что сообщил Вдовенко, Савлин приказал ему поехать с московским писателем на Чернушку. «А может это из области фантастики?» с улыбкой спросил капитан. «Вот на месте и выяснишь», сказал Кирилл Александрович, приложив как младенец ладошку к раздувшейся щеке. В кабинете Вдовенко Журу представили писателя. Марату Спиридоновичу Зайковскому было за пятьдесят. Он был в потертых джинсах, ковбойке, на груди болтался полевой бинокль. Зайковский держал в руках две удочки, которые не знал куда девать. Старший оперуполномоченный обратил внимание на очки писателя в массивной темной оправе толстыми линзами, делающими глаза выпуклыми и большими. Тут же находились две незнакомые капитану женщины, как выяснилось, понятые. За столом дежурного сидел лейтенант из научно-технического отдела и рассматривал несколько мокрых сотенных билетов Государственного банка. «Настоящее?» поинтересовался Жур, поняв, что речь шла именно об этих купюрах. «Посмотрим», уклончиво ответил эксперт. «Проведем исследование», Виктор Павлович поторопил Журов до Венка. «Машина уже у подъезда, если нужна будет помощь, звони». «Хорошо», кивнул капитан. Как только он, Зайковский и женщины понятые сели в милицейский Рафик, машина стремительно сорвалась с места. «Но, Марат Передонч, я вас слушаю», сказал Жур. Зайковский был под сильным впечатлением случившегося. Речь его была взволнованной и эмоциональной. Писатель рассказал, что приехал в Южноморск три дня назад, остановился в доме творчества литераторов, который находился в чудном тихом ущелье за городом. Он убежал из суматошной Москвы, чтобы закончить очередной роман, фантастический, разумеется. По словам писателя, лучшей обстановки для творчества, чем Южноморск, для него не существует. А самые плодотворные идеи рождаются, когда он сидит с удочкой на море. Вот и сегодня, взяв рано утром лодку у приятеля из местных, Зайковский расположился в своем излюбленном месте, рядом с устьем Чернушки. Берег тут всегда пустынный, никто не мешает вдохновению. Клевало средненько, рассказывал писатель. А за час всего три вот такие ставритки поймал, показал он полладони. Но меня это не огорчало. Главное, стала выстраиваться глава, над которой я бился в Москве недели две. Я так увлекся, что стал вслух произносить диалоги моих героев и чуть не прозевал очередную поклевку. Подсек я, значит, рыбку, а она чем-то облеплена. Присмотрелся и ахнул сторублевка. За шип плавника зацепилась. Ну, метнул я крючок в то же место и вытащил купюру уже без рыбы. Огляделся получше, вроде бы рядом с лодкой еще деньги плавают. «Почему вроде?» спросил капитан, который слушал писателя с каким-то необъяснимым недоверием. «Понимаете, не те», в сердцах произнес Зайковский, сняв очки, потрясая ими в воздухе. «У меня двое для чтения и на дальность. Я сегодня в попыхах надел вот эти, которые для чтения. Так что в двух-трех метрах любой предмет для меня выглядит совершенно расплывчато, но без них я бы воуси ничего не смог разобрать». «Теперь понятно», кивнул Жур. «Продолжайте, пожалуйста». «Ну, думаю, братец начинается», рассказывал дальше писатель, покрутив пальцем возле виска. «Довела-таки московская житуха». «Поймал в воде еще одну сотню». «Рассмотрел получше». «Нет, не мерещится». «Скажу честно, даже обрадовался. В последнее время у меня была какая-то невезучая полоса. Повесть не взяли в сборник, а в планах издательства мою книгу передвинули на два года. В долгах, как в шелках». «Поверите, на билет не было. Пришлось просить помощь в литфонде», откровенничал Зайковский. «Хорошо еще, что путевка льготная. А тут как бы сам Бог послал богатство». «Что, так много купюр было в воде?» поинтересовался Жур. «Много, товарищ капитан», кивнул Зайковский. «Даже трудно сказать, сколько. Вот тут-то и ударило мне в голову. А что, если произошла катастрофа? Может, где-то погибли люди, а я хочу воспользоваться? Это же мародерство? Ну, я скорее к берегу». «Как далеко вы были в море?» Зайковский задумался. «Метрах ста пятидесяти, не больше», ответил он и продолжил. «Вытащил я лодку на песок, побежал к шоссе, остановил грузовик, доехал до города. Вы никому не сообщали о находке?» «Нет, прямо к вам в гору управления», ответил писатель и спросил. «А побыстрее нельзя? Не дай Бог, еще кто-нибудь обнаружит. Да и лодка чужая не увели бы». «Куда уж скорее», откликнулся водитель, молоденький сержант милиции, который и так гнал на всю железку, включая перед людными перекрестками сирену спецсигнала. Они уже были на загородном шоссе. Виктор Палыч терялся в догадках, как могли попасть в море деньги. Зайковский, словно угадав его мысли, поинтересовался. «А что вы скажете, товарищ капитан?» «Пока, Марат Спиридонович, я знаю еще меньше вашего», усмехнул сажер. «Может, действительно авария?» думал он, припоминая ориентировки. Но события последних дней, отраженные в них, никак не связывались с находкой Зайковского. «Происки врагов!» решительно заявила вдруг одна из понятых. «В каком смысле?» несколько опешил Жур. «Вредительство!» «Сбросили с самолета или с подводной лодки фальшивые банкноты, чтобы устроить инфляцию». «А я думаю, что деньги эти выбросил какой-нибудь Хапуга», сказала вторая женщина. «Как же? Станет человек свои деньги выбрасывать в море?» покачала головой первая женщина. «Еще как выбрасывают!» «У нас рядом с поселком выловили из речки больше миллиона». «Где это у вас?» уточнил Зайковский. «А в Узбекистане». Потом выяснилось, что сплавил их директор хлопкового завода, которого вот-вот должны были арестовать за махинации. Он испугался, что дома могут обнаружить такие деньги. «Вполне может быть», сказал писатель. «У вас там такое творилось!» От украинского коллеги, приезжавшего в Южноморск в командировку, капитан слышал, что один высокопоставленный взяточник и расхититель, чтобы скрыть размеры содеянного, помимо огромной суммы денег, сжег так же несколько десятков бесценных ковров. «Вот еще одна из версий», подумал Жур. За очередным поворотом показался верблюд. «Орешин увидите», возбужденно проговорил Зайковский, показывая водителю на раскидистое дерево. «За ней сразу к морю». Сержант так и сделал. Микроавтобус свернул к берегу и остановился в нескольких метрах от вытащенной на песок лодки. Все вышли из машины. «Ну, слава Богу, никого!» облегченно вздохнул писатель. Жур огляделся. Место и впрямь было нелюдимое. Зайковский сорвал с себя очки, отчего взгляд его стал беспомощно растерянным. приставил к глазам окуляры бинокля. «Вон!» закричал писатель, показывая рукой на море. Действительно, в метрах ста пятидесяти от берега колыхалось огромное пятно, похожее на рыбий косяк, разреженный по краям. «Батюшки!» сплеснула руками одна из женщин. «Сколько денег!» «Я же говорил!» торжествующе проговорил Зайковский. «Да!» протянул капитан, который, признаться, до конца не был уверен, что писатель фантаз не преувеличивает. «Что же с ними делать?» невольно вырвалось у него. «Выловить!» шагнул к воде Марат Спиридонович. Но начал был ажур и замолчал. Он был в большом затруднении, ибо в подобной ситуации оказался впервые. В том, что купюры следует поскорее достать из воды, сомнений не было. Но вот как это сделать практически? Лодка Зайковского была маленькая и больше трех человек не выдержала бы. «Все в лодку!» принял решение капитан. «Вы, Марат Спиридонович, завесла!» «А вы?» спросил писатель. Вместо ответа Жур быстро разделся, оставшись в семейных трусах. «Я тоже!» начал расстегивать гимнастерку сержант. «Отставить!» командовал Жур. «Дуй в управление, обрисуй вдовенка картину. Пусть катер пришлет или там еще чего!» «Слушаюсь!» откозырял сержант и бросился к Рафику. Круто развернувшись, микроавтобус помчался к шоссе. Капитан вместе с Зайковским столкнули лодку на воду, помогли войти в нее женщинам. Писатель сел за весла, а Жур поплыл к светлевшему впереди кругу. Марат Спиридоныч был прав. Купюр плавала видимо-невидимо, в основном сотни и пятидесятки. Выловить их было делом отнюдь непростым. Жур отдавал мокрые банкноты сидящим в лодке женщинам и Зайковскому. Писатель хотел раздеться, чтобы помочь капитану, но Жур отказался, так как от полуслепого помощника особого толка не ожидал. Дно лодки уже покрыл слой дензнаков, но их как будто и не становилось меньше в воде. Жур работал со стервенением, боясь, как бы купюры не отогнало в море. С берега временами налетал ветерок и деньги медленно дрейфовали. Непривычки икры ног одеревенели. Как бы судорога не схватило, тревогой подумал капитан. Вдруг послышался шум двигателя. Со стороны города спешил катер на подводных крыльях. Неужто подмога? обрадовался Жур. И действительно, когда катер застопорил ход, оседая корпусом на воду, на его палубе Жур увидел двух людей в милицейской форме. Одного из них, старшего лейтенанта, Жур знал, тот работал в портовой милиции. Здравия желаю, Виктор Палыч, крикнул он, когда катер остановился неподалеку от лодки. Как рыбка? Ловится? Ловится, ловится, ответил капитан, держась за борт лодки и еле переводя дыхание. Косячок ничего, показал он рукой на деньги. Ого, присвистнул старший лейтенант. Тут трал нужен, сказал Жур. «Стралы нет, а вот сети имеются, но у ребята надо поработать», обратился он к парням, сгрузившимся на палубе и завороженно глазевшим на купюре в воде. Катера спустили надувную лодку, сети. Виктор Палыч сказал Зайковскому, чтобы тот греб к берегу. «Писатель и женщины понятые», видя, как устал капитан, уговаривали его влезть в лодку, но Жур не хотел терять марку и, собрав последние силы, заработал руками и ногами. Только они причалили к берегу, как шоссе свернул к морю кортеж автомобилей, две «Волги» и «Рафик». В одной из «Волг» Жур узнал машину начальника горуправления внутренних дел полковника Свешникова, другая принадлежала прокурору города. Измайлов и Свешников вышли из машин одновременно, а из микроавтобуса выбрался майор Саблин и еще человек пять работников милиции. Виктор Палч растерялся. Как докладывать, будучи в одних трусах? Прокурор города приветливо поздоровался с ним, Саблин пожал капитану руку. «Но рассказывайте», попросил начальник горуправления. Не успел Жур начать, как к ним подскочил лейтенант милиции, один из тех, кто приехал на «Рафике» с Саблиным. «Товарищ полковник», взволнованно проговорил он, «там в воде что-то краснеет». «Краснеет?» встревожился Свешников. «Где?» Лейтенант провел начальство по берегу метров сто, остановился и показал. «Вон, видите?» Действительно, в воде проглядывало алое пятно. «Что это может быть?» спросил Свешников. «Кровь», высказал предположение Измайлов. «Но откуда она?» «Сейчас выясним», сказал полковник. «Разрешите мне», попросил все еще раздетый Жур. «Действуйте», кивнул Свешников. Виктор Палыч снова бросился в воду. До подозрительного пятна было метров тридцать. И когда Жур подплыл к нему, то увидел под водой крышу автомобиля. Он был красный. Судя по контурам, жигулей фургон. Глубина была метра три, не больше. Виктор Палыч нырнул, обогнул машину, ощупывая ее руками. Дверцы были закрыты, стекла подняты. Капитан вынырнул, набрал в легкие побольше воздуха и снова погрузился в воду. Он заглянул в салон и невольно отпрянул от машины. Прямо на него были уставлены выпученные застывшие глаза. Человек был мертв. Жур вылетел на поверхность как пробка. Замахал тем, кто ждал его сообщения и крикнул, что обнаружил машину с трупом. Вскоре от берега отчалила лодка с начальником угрозыска Саблиным и лейтенантом, который заметил подозрительное пятно. «Ну что?» нетерпеливо спросил Кирилл Александрович, машинально держась за раздутую щеку. «Мы ничего не поняли». Автомобиль показал вниз Жур. На заднем сиденье покойник. Лейтенант разделся и полез в воду, чтобы получше обследовать затонувшую машину. А Жур поплыл к берегу. Сообщение капитана о страшной находке породило массу вопросов. Как автомобиль мог оказаться в море? «Почему далеко от берега?» «А что гадать?» сказал прокурор города. «Нужно прежде вытащить машину из воды, а уж потом размышлять». Полковник тут же связался по радиотелефону из своей «Волги» с гору управления внутренних дел и дал соответствующее указание. Тем временем подоспели с катера, который занимался ловлей денежных знаков. Присутствие понятых стали считать выловленные купюры. Словом, шла обычная милицейская работа. Однако все были наэлектризованы тем обстоятельством, что совсем рядом в воде находился автомобиль с мертвецом. Прибыл трактор. Одновременно с ним приехал судмедэксперт Дьяков. К затонувшей машине прицепили трос и могучий тягач выволок автомобиль из воды. Государственный номер иногородний. «Барнаульский», сказал сотрудник ГАИ, прибывший вместе с судмедэкспертом. На заднем сиденье в машине находился труп мужчины, которому можно было дать от 45 до 55 лет. Тело вынули и подвергли осмотру. На покойнике была белая сорочка индийского производства, французский галстук, дорогой австрийский костюм тройка, туфли западно-германской фирмы «Саламандра», а на руке массивные золотые швейцарские часы-хронограф «Ролекс». «Первоклассная машина!» не сдержал своего восхищения Дьяков и печально добавил. «Да, человек умер, а они продолжают идти». На теле умершего не было обнаружено никаких ранений или следов борьбы. По мнению судмедэксперта, смерть скорее всего наступила в результате утопления. «Когда наступила смерть?» спросил Дьякова прокурор. «Часов пять-восемь назад», ответил судмедэксперт. «Почему так расплывчато?» удивился Измайлов. «Труп находился в воде, и это сильно искажает картину», пояснил Дьяков. «Все прояснится во время вскрытия, как и причина смерти». осмотрели вещи утонувшего. В карманах брюк обнаружили только носовой платок, а в пиджаке авторучку фирмы Монблан и гостевую карточку гостиницы Прибой, самой лучшей в Южноморске. Никаких документов, ни паспорта, ни служебного удостоверения. Варламов Ким Харитонович прочитал на гостевой карточке капитан Жур. «А в этой гостинице простые смертные не останавливаются», заметил Измайлов и попросил капитана. «Виктор Павлович, будьте добры, свяжитесь с администрацией Прибоя». «Хорошо, Захар Петрович», кивнул Жур. «Из машины начальника гор управления внутренних дел, он позвонил в гостиницу. Ответил дежурный администратор. Жур назвал себя и спросил, проживает ли у них Варламов». «Минуточку», раздалось в трубке, а спустя некоторое время капитан услышал ответ. «Ким Харитонович Варламов прибыл позавчера и поселился у нас в номере 37». А более подробные сведения о нем есть? «Конечно. Год рождения 1934-й, родился в Саратове, проживает в Москве на Кутузовском проспекте», перечислял администратор. «Место работы Министерства строительства, должность заместитель министра». «Как вы сказали?» переспросил капитан. «Вы не путаете?» «Заместитель министра», подтвердил дежурный администратор и для пущей убедительности добавил. «Передо мной лежит листок прибытия, заполненный лично товарищем Варламовым». Виктор Павлович поблагодарил и пошел докладывать начальству. «Зам министра?» вырвалось у Свешникова. «Ничего себе!» Он посмотрел на прокурора города. «Что будем делать, Захар Петрович? Это же ЧП союзного масштаба!» «Я считаю, надо срочно поставить в известность горком партии и Москву». «Но сначала необходимо убедиться, что утонувший действительно Варламов», ответил Измайлов. «Но ведь гостевая карточка», возразил было начальник гору управления. «Ну, чего не бывает», пожал плечами прокурор. «Карточка не удостоверение личности. А вдруг она случайно попала в карман пиджака умершего?» «И что же вы предлагаете?» спросил Свешников. «Вы пока продолжайте работать, а я поеду в гостиницу, чтобы уж знать наверняка». «Вы правы, конечно», кивнул полковник. «Не стоит пороть горячку. Поднимем шум, а это другой человек». «Если вы не возражаете», добавил прокурор, «со мной поедет Виктор Палыч». «Не возражаю», ответил Свешников. Измайлов и Жор отправились в город на машине прокурора. Захар Петрович молчал, озабоченный. Капитан не решался заговорить первым. «Ну что, Виктор Палыч», обратился наконец к нему прокурор, «подкинули нам загадку, не так ли?» «Как вы любите выражаться, рекбус». «Это точно», кивнул Жор, «заковыристая задачка». «Связаны ли деньги в море с этой машиной?» «Если Варламов из Москвы, почему он очутился в Жигулях с барнаульским номерным знаком?» «Причем на заднем сиденье?» «А где водитель?» «И как машина могла оказаться в море?» «Вот вот», кивал Измайлов. «Мистика какая-то!» «Нет никаких следов, указывающих, что машина съехала по берегу». «Словно по мановению волшебника перенеслась». «А вы обратили внимание, что за вещи в Жигулях?» «Портативная газовая плита, походная лопатка, топорик, мясная тушенка, пакеточные супы, сапоги резиновые и вдруг замминистра не сочетается?» «Если это действительно Варламов», предостерегающе поднял палец прокурор. «Ой, я почти не сомневаюсь в этом. Посмотрите, как он одет. Все импортное, шикарное». «Да, вещи дорогие», согласился Измайлов. «Но это еще ничего не доказывает. Дефицит у нас не только в распределителях и березке, но и у спекулянтов были бы только шальные деньги». Здание гостиницы было старинное, помпезное, с колоннами и портиком. Швейцар, узнав прокурора города, предупредительно открыл перед ними двери. И не успели они войти в вестибюль, как к Измайлову тут же подошел замдиректора гостиницы Зуев. «Здравствуйте, здравствуйте, Захар Петрович», произнес он с дежурной радостью, «давненько вы к нам не захаживали». Измайлов даже забыл, когда был тут, хотя начальство, приезжая в Южноморск, останавливалось в прибое. Но Захар Петрович был не из тех, кто старался угодить руководству. Он сдержанно ответил на приветствие. «А какие дела привели вас к нам?» продолжал Зуев. «Кое-что нужно выяснить», уклончиво ответил Измайлов и добавил. «Позвольте с вашего разрешения воспользоваться вашим кабинетом». «Ради Бога!» Зуев гостеприимным жестом показал на двери кабинета. Прокурор попросил пригласить для беседы дежурного второго этажа, что и было незамедлительно сделано. Дежурная была еще довольно молодая женщина. «У у вас на этаже живет Варламов?» «Так?» просил у нее Измайлов. «Да, в тридцать седьмом номере», настороженно ответила дежурная. «А что, есть жалобы?» «Нет, никаких жалоб нет», успокоил ее прокурор. «Скажите, Варламов сейчас у себя?» «Нету его». «А понимаете, ушел еще вчера вечером и до сих пор не возвращался. Ключ так и лежит на месте». Жур незаметно переглянулся с Измайловым. Прокурор продолжал расспрашивать дежурную. «Вы помните, в котором часу ушел Варламов?» «В девятом», ответила женщина и, подумав, уточнила. «Да, где-то в восемь двадцать». «Он вышел один или с кем-нибудь?» «Один, один, товарищ прокурор». «И еще, как он был одет?» «Светло-серый костюм, тройка, галстук в косую красную полосу, бежевые полуботинки». Без заминки перечислила женщина. «Ясно», кивнул Измайлов и посмотрел на капитана. «Чего уж там он», сказал Жур. «Ну что ж, нам нужно осмотреть номер, где проживал Варламов». Поднялся прокурор и обратился к Зуеву. «Прошу и вас присутствовать при этом». «Как прикажете, Захар Петрович», развел в полупоклоне руки замдиректора гостиницы. Когда дежурная открывала ключом дверь 37-го номера, Измайлов на всякий случай предупредил ее и Зуева. «Так что, товарищи, прошу вас быть понятыми». Принимая во внимание пост, который занимал Варламов, прокурор старался избежать огласки. Номер был просто шикарный. Спальня, кабинет и большая комната для гостей. Везде ковры, картины, хрусталь. На окнах тяжелые дорогие портьеры. Мебель импортная. В стиле ампир. В гостиной стоял цветной телевизор. Тоже цветной, но поменьше был и спальня. Жор заглянул в бар-холодильник. Он был забит бутылками с напитками. Часть из них начата. На столе стояла ваза с фруктами, явно купленными на рынке. Сочные груши, неправдоподобной величины гранаты, кисти крупного черного винограда. Все комнаты были чистыми. Горничная полчаса как прибрала, сказала дежурная. Это видно, кивнул Измайлов, подумав, что не мешало бы поговорить и с горничной. Осмотр начали с бельевого шкафа. Там висели на вешалках несколько сорочек два костюма темный, строгий и светло-коричневый. Были тут еще кожаная куртка и плащ. Во внутреннем кармане темного пиджака Жур обнаружил любительское удостоверение на право вождения автомобиля на имя Кима Харитоновича Варламова. Достаточно было мельком глянуть на фотографию, чтобы убедиться, покойный был Варламовы. «Других документов нет?» спросил Измайлов, кладя книжечку на стол. «Вроде нет», ответил капитан. «Странно. А служебное удостоверение? Паспорт? А апарт билет?» Старший оперуполномоченный осмотрел ящики стола, тумбочки, но тоже ничего не обнаружил. «Может, в чемоданах?» высказал предположение прокурор. Чемодана было два. Один большой в желтой коже, другой новенький дипломат. В желтом лежала стопка носовых платков, носки, майки, трусы. На самом дне находилась целлофановая сумка с рекламой автомобиля Volkswagen. А в сумке газетный сверток. Виктор Павлович вытащил сумку. «Тяжелая?» спросил Измайлов, видя, какие усилия приложил для этого капитан. «Кирпичей, что ли, наложили?» удивился Жур, вытаскивая из сумки сверток. Он раскрыл газету и присвистнул. В ней плотно лежали новенькие купюры еще в банковской упаковке. Директор гостиницы, который во время осмотра старался сохранять величественное спокойствие, не удержался. «Ну и ну!» воскликнул он. «Ново деньги!» пробормотал Измайлов. пересчитали, переписали номера на них. Денег в чемодане оказалось 75 тысяч. Затем принялись за дипломат. Его замок был закрыт на ключ, но Жур справился с ним при помощи гвоздика. В дипломате тоже были деньги, а также софьяновая коробочка с изящным перстнем из желтого металла и зеленым камнем. Приглядевшись, на нем можно было различить искусно вырезанную лилию. Денег же в дипломате насчитали 50 тысяч. Их номера тоже переписали. А вот никаких документов ни в чемодане, ни в дипломате обнаружить не удалось. Осталось осмотреть только ванную. Там не оказалось ничего примечательного. На вешалке висел банный халат, а на полочке возле зеркала лежала электробритва Ремингтон. Будем составлять протокол, спросил Жур. Да, придется вам быть за Писарчука. сказал Измайлов. Все вернулись в кабинет. И только капитан устроился за письменным столом, раздался телефонный звонок. Капитан вопросительно посмотрел на прокурора. Возьмите, сказал тот. Виктор Павлович снял трубку. Ким Харитонович? раздался в ней женский голос. На миг капитан растерялся. Что ответить? Врать не хотелось, но что-то подсказывало ему, что нужно начать игру. Слушаю, проговорил он, стараясь придать своему голосу солидность. Ну, слава Богу, продолжила женщина, я буквально обзвонилась к вам. Вчера вечером, сегодня с утра, раз десять. Наверное, отдыхали? А что здесь люди делают? Измайлов внимательно следил за капитаном, понимая, что телефонный звонок касался покойного, и оперуполномоченный начал какую-то игру. Для вас, конечно, тут сплошные развлечения, забавы, а для других... Вдруг стала напористо наступать женщина. Голос у нее был низкий, хриплый, какой бывает у пьющих и курящих женщин. Короче, уважаемый Ким Харитоныч, у меня к вам серьезный разговор. Жур подумал, что не мешало бы услышать этот голос и прокурору, и он сделал знак Захару Петровичу взять трубку параллельного аппарата. Измайлов понял его и вышел в гостиную. «А кто со мной говорит?» трога спросил Жур. «Ах, извините, забыла представиться. Я мама Светланы, Елизавета Николаевна». «Ну и что?» с неопределенной интонацией произнес Жур. «Как это что?» возмутились на том конце провода. «Вы хотите сказать, что уже забыли мою Светочку? Так? И как вы провели с ней позавчерашнюю ночь в вашем номере тоже не помните?» «Вот это оборотец!» чертыхнулся про себя Виктор Палыч. «Интересно, это правда или шантаж?» Он лихорадочно соображал, как среагировать на слова Елизаветы Николаевны, но ничего в голову не приходило. «Слушаю!» «Совсем уж не в попад», сказал он. «Что вы заладили? Слушаю, слушаю!» перешла на крик оскорбленная мать. «Не держите меня за идиотку!» «Света моя единственная дочь, и я не дам ее в обиду! Ей еще нет и шестнадцати лет, понимаете? Воспользоваться детской наивностью и надругаться — о, я не посмотрю на ваш пост, слышите?» «Конечно!» ответил капитан, стараясь придать своему голосу растерянность и озабоченность. «Я буду драться за Свету!» грозно пообещали на том конце провода. «И не остановлюсь ни перед тем! Вы, наверное, уже хватились своих документов, не так ли?» «Ну, и не льстите!» торжествовала Елизавета Николаевна. «А не у меня!» «Да-да, паспорт, служебное удостоверение и партийный билет!» «Смотрите-ка!» хмыкнул капитан. «Не верите? Могу прочитать все данные!» «Сделайте одолжение!» попросил жур. Мама Светы сообщила все подробности, касающиеся документов, где, когда и кем выданы номера и даты. «Не нужно обладать богатой фантазией, чтобы представить, что произойдет с вами, если я передам документы соответствующими объяснениями министру или в ЦК. Уверяю, от вас останется одно мокрое место». «Что вы хотите?» выдержав паузу, спросил капитан. Теперь на некоторое время замолчала обиженная мать. «У вас есть возможность замолить свою вину перед обманутой девочкой», наконец произнесла она с трагической интонацией. «Я имею в виду денежную компенсацию». «Сколько вы хотите?» «Десять тысяч. Наличными и сегодня. В обмен на документы». «Ну, это слишком», недовольно заметил Жур. «Смотрите, вам куда дороже обойдется, если я... Но у меня нет на руках такой суммы», продолжал рядиться капитан. «С вашими знакомствами не составит труда собрать эту сумму», усмехнулась на том конце провода мамаша. «Только свистните». «Хорошо», снова немного повременил, сказал Виктор Павлович. «Как это можно сделать практически?» «Здание главпочтамта, надеюсь, знаете?» «Конечно». «Перед ним фонтан. Я буду стоять возле дельфина». «А как я узнаю вас?» «Среднего роста, шатенка, стрежка короткая», стала объяснять Елизавета Николаевна. «На мне будет платье цвета электрик, а в руках черная лаковая сумочка и журнал здоровья?» «А в чем будете вы?» «Вы шутите?» строго произнес капитан. «При моем-то положении?» «Нет, приеду не я, а мой товарищ». «Понимаю, понимаю. Валентин Эдуардович, наверное». «Кто-кто?» переспросил жур, сделав вид, что не расслышал. «Ну, блинцов, кто так старается для вас?» «Нет, приедет Владимир Иванович», начальственной ноткой произнес жур и описал внешность коллеги, которого решил послать навстречу. «Вы не сомневайтесь, он сам вас узнает. В котором часу желаете встретиться?» «А в пять вечера?» «Лучше попозже». «В семь вечера устроит?» «Вполне», дал согласие Виктор Палыч. «Договорились». В трубке послышались гудки. Измайлов выглянул из гостиной, позвал Жура. «Извините, товарищи», сказал капитан понятым, «Я вас оставлю на пару минут». Зайдя к Измайлову, он с облегчением произнес, «Вот вами разгадка, где документы Варламова». «Думаете, у этой женщины?» недоверчиво посмотрел на него прокурор. «Уверен», кивнул Виктор Палыч. «Она приводила такие подробности из документов, которые вряд ли возможно выдумать. А вот в том, что она Елизавета Николаевна и Светлана есть Светлана, тем более, что это мать и дочь, ой, как сомневаюсь». «Интересно, этот замминистра действительно был любителем клубнички или стал жертвой аферистов?» задумчиво произнес Захар Петрович. «Посмотрим, что скажет несчастная мать и погубленное дитя», усмехнулся «Стажур». «Да, почему вы это двинули свидание?» поинтересовался прокурор. «Ведь, как говорится, куй железо пока горячо». «Но, во-первых, было бы несолидно предлагать встречу тут же, да и подозрительно, а во-вторых, надо же подготовиться к этой встрече. А в-третьих, я хочу подстраховать коллегу, который пойдет на свидание, а мне надо встретиться со старожук. Помните, потерпевшую струсковца? А как же! Вы таки не дали мне знать о результатах вчерашнего допроса? «Пожалуйста, могу сейчас», начал было капитан, но Измайлов, посмотрев на часы, остановил его. «Некогда, Виктор Павлович, теперь уж в другой раз. Мне нужно срочно сообщить о смерти Варламова местному начальству и московскому. Вы тут заканчивайте оформлять бумаги и опечатайте номер. Я поехал в горком». Старший оперуполномоченный вернулся к Зуеву и дежурной по этажу. Часть шестая «Звонки, звонки, звонки», они раздавались непрерывно с утра в кабинете старшего следователя по особо важным делам при прокуроре РСФСР Игоря Андреевича Чекурова. Вернее, с тех пор, как он вернулся от начальника следственной части прокуратуры республики Олега Львовича Вербикова, поручившего ему заняться расследованием гибели Варламова. А покинул кабинет Вербикова Чекуров всего несколько часов назад. Игоря Андреевича беспокоило высокое начальство свое и умершего. Когда погиб Варламов? При каких обстоятельствах? Это несчастный случай или насильственная смерть? Вот какие вопросы сыпались на следователя. Но что он мог ответить? Если сам знал о трагической кончине заместителя министра строительства всего ничего. Информация Чекурова базировалась на скупой телефонограмме из Южно-морской прокуратуры. В кармане следователя уже лежало командировочное удостоверение, однако он пока еще не знал, когда сядет самолет, улетающий к берегам Черного моря. Нужно было многое выяснить здесь, в Москве, в семье Варламова, в министерстве, у знакомых, словом, в среде обитания. Как нелапидарно было сообщение из Южноморска, в нем ясно читалось, что гибель Тима Харитоныча обставлена какими-то странными обстоятельствами и желательно было прибыть на место происшествия, имея кое-какой багаж. Но с другой стороны, засиживаться в столице Чекуров тоже не имел права. Хоть мудрые говорят, поспешай медленно, но в следственном деле это неприемлемо. Руководство предложило создать следственно-оперативную группу, включив в нее еще одного следователя из главного следственного управления МВД СССР, а также оперуполномоченных уголовного розыска. Такое взаимодействие, по мнению начальства, помогло бы скорее раскрутить дело. Идея хорошая, но когда встал вопрос о формировании группы, оказалось, что с кадрами в министерстве не очень-то густо, вернее, найти свободного человека просто невозможно. Чекуров приехал в министерство, чтобы встретиться с людьми, с которыми ему предстояло работать по южноморскому делу. Зашел к генералу, напомнил ему, что заместитель министра согласился выделить следователей двух оперуполномоченных угрозыска. «Выделим, конечно, а как же?» бодро начал генерал. «А кого конкретно?» поинтересовался Игорь Андреевич. Генерал стал чесать затылок. Полез в какой-то список и вдруг озабоченно проговорил. «Признаться, даже не представляю. Свободных нет». «Как же так?» «А вот так?» вздохнул генерал. «Задыхаемся?» «Все в разгоне». «Ну, сам небось отлично осведомлен, сколько сейчас расследуется дело о хозяйственных преступлениях, о художествах, торговле». Он с одеждой посмотрел на Игоря Андреевича. «Может, войдет в положение?» Но Чекуров входить в положение не собирался. Генерал покрестил, поюрзал в кресле и предложил. «Слушай, а может, возьмешь кота в мешке?» «То есть?» не понял следователь. «Есть один человек. Кичатов. Признаться, сам я даже в глаза его не видел. Он работал начальником следственного отдела в Родянском областном управлении внутренних дел. Не знаю, за какие такие грехи, но прежний министр его разжаловал и отчислил из органов. Год он где-то болтался. А вот новый министр восстановил Кичатова в звании и предложил работу в Москве. «Редкий случай», усмехнулся Игорь Андреевич. «Обычно у нас, если уж поставят на человеке отметину, так потом всю жизнь приходится отмываться. Тут же не только восстановили прежний статус кло, но еще, как я понимаю, с повышением. Интересно, почему?» и богу не знаю. «Короче, берешь его?» «Хорошо, рискну», согласился Чакуров, понимая, что большего все равно вряд ли добьется. «Ладненько», не смог скрыть облегчение генерал. «Ну, а насчет сыщиков», просил Игорь Андреевич. «Может, сам кого порекомендуешь?» задал встречный вопрос генерал. «Ну, из тех, с кем тебе приходилось работать». Он смотрел на следователя прямо-таки с отеческой лаской. «Видишь, какой даю тебе простор?» «Да сразу как-то и в голову не приходит». «Вы меня выручишь?» добавил генерал. «Хорошо, выручу», улыбнулся Игорь Андреевич, вспомнив друг оперу полномоченного уголовного розыска капитана Латыниса. С Яном Арнольдовичем он работал по делу о Березкинском экспериментальном научно-производственном объединении «Интеграл». Правда, теперь Ян Арнольдович уже был майором. Его кандидатуру и предложил Игорь Андреевич. «Не возражаю», сказал генерал, записывая координаты Латыниса. «А вторым будет Жур, капитан из Южноморского горуправления внутренних дел. По-моему, опер, что надо». «Занимался делом с самого начала, ну, так сказать, стоял у истоков. Это раз. Очень толковый офицер, это два». «Знаком вам по-прежним делам?» полюбопытствовал Чекуров. «Я с первых слов чувствую, каков работник», не без гордости заявил генерал. «Жур понравился мне своим докладом по телефону. Коротко, четко, ясно. Ну вот, кажется, мы обо всем договорились». «Почти», кивнул следователь. «Последний вопрос. Скоро появится кот из мешка. Ему нужно быть в Южноморске». «Когда?» «Вчера», с улыбкой ответил Игорь Андреевич. «Хорошо, я сейчас же дам команду разыскать Кичатова, а уже он сам найдет тебя. Лады?» «Лады», сказал Чекуров и попрощался с хозяином кабинета. Следующим пунктом, куда направился Чекуров, было министерство строительства. Но только чтобы попасть у него, он потерял драгоценные полчаса. По служебному удостоверению его не пустили, потребовали заказать пропуск. Когда наконец пропуск был выписан, Чекуров поднялся на лифте и вошел в приемную. Но министра на месте не было. Его помощник ясно дал понять следователю, что с самим Игорю Андреевичу встречаться незачем. Достаточно побеседовать с кадровиком. В крайнем случае с первым замом, товарищем Паршиным, закончил помощник. Чекуров выбрал крайний случай. Паршину было около пятидесяти. Голова гладкая, как бильярдный шар. И брови у замминистра были такие светлые, что разглядеть их можно было с большим трудом. Замминистра встретил следователя чрезвычайно любезно. Узнав, что речь пойдет о Варламове, Паршин позвонил в отдел кадров и попросил принести личное дело погибшего, что и было тут же сделано. Что же все-таки произошло с Кимом Харитончем? спросил он. Вот это мы и выясняем, ответил Чекуров, доставая бланк протокола допроса свидетеля. Паршин, покосившись на бланк, заметил, вначале у вас было желание просто поговорить, а теперь, как я вижу, намереваетесь допросить меня? Таков порядок, объяснил следователь, я должен зафиксировать нашу беседу соответствующим образом. Любезная улыбка исчезла с лица замминистра. Он строго посмотрел на Чекурова, словно хотел спросить, согласован ли вопрос, и если да, то с кем? Но раздумал, и, дав указание секретарю ни с кем не соединять его по телефону, сухо произнес, что вас интересует? А расскажите, пожалуйста, о Варламове. Паршин раскрыл папку с личным делом умершего и потекли официальные округлые фразы. Схематично биография Варламова выглядела так. Школа, институт, затем планомерное восхранение от мастера участка через межуточные материальные должности до заместителя министра. Заключительным аккордом прозвучало «Окончил Народный университет марксизма-ленинизма, являлся активным пропагандистом, идейно выдержан, в быту замечаний нет». «Да, биография выглядит образцово показательно, хоть сейчас в хрестоматию», подумал Чекуров. «Знаете, хотелось бы услышать, что он за человек. Ну, какой у него характер?» спросил следователь. «Характер?» повторил замминистра, поглаживая лысый череп. «Какое теперь имеет значение?» он вздохнул. «Тема харитонки нет и копаться...» «Поймите, я не ради праздного любопытства». Варламов погиб при довольно загадочных обстоятельствах. «Для установления истины все важно. Все имеет значение», убеждал Игорь Андреевич, жалея, что поспешил с бланком. Можно было оформить протоколы после. «Говорите загадочных?» переспросил Паршин. «Вот именно. Многое пока не ясно». Следователь демонстративно отложил ручку, как бы приглашая говорить не для протокола. «А как давно вы знаете Кима Харитонча?» «Давненько». С того времени, когда он еще начальником СМУ работал, замминистра немного расслабился, откинулся на спинку кресла. «А до него всегда можно было положиться. Если скажет «сделаю», то разобьется в лепешку, но свое слово сдержит». Никогда не ныл, не жаловался на так называемые объективные обстоятельства, ну, что поставщики подводят там и так далее, держал подчиненных. Во! Паршин показал крепко сжатый кулак. Его подразделение всегда было передовых. Ну, естественно, премии, дополнительные квартиры, путевки в санаторий, загранку и прочее благо. зато уж с лодырями и разгильдяями не церемонился, гнал за шеей. «Значит, имел недоброжелателей?» уточнил Чекуров. «Недоброжелателей!» усмехнулся Паршин. «Мягко сказано! Тут премию урежешь или лишишь тринадцатой зарплаты, злобы не оберешься». «А если уволишь пьяницу или лентяя, враг на всю жизнь». «Вы можете назвать кого-нибудь конкретно?» спросил следователь. «Конкретно не знаю», ответил Паршин. «Но что Варламову старались насолить, это факт. Анонимки строчили и министру, и в Совмин, и в ЦК, что, мол, груб. А стали проверять просто требователен. И правильно, не будешь спрашивать с подчиненных плана не видать как своих ушей. А план, как вы знаете, для нас закон». «Еще в чем обвиняли Варламова анонимщики», продолжал расспрашивать Чекуров. «Что с его ведома был принят объект, который не был закончен?» «Подтвердилось?» «К сожалению, да», кивнул Паршем и добавил. «Но когда это было?» «Три года назад». «Три!» — понял он палец. «Тогда почти все объекты сдавали подобным образом». «Ну, не по своей воле, сами отлично знаете». «Ну, липа есть липа», пожал плечами Игорь Андреевич. «А у вас ее было мало?» заметил с усмешкой Пашин. «Ходили в безгрешных прямо ангелы». «А что теперь пишут о правоохранительных органах?» «Такого-то арестовали ни за что, ни про что, такого-то наоборот освободили от наказания, а ему место в Сибири, а в Белоруссии и вовсе отчебучили?» «Оказывается, расстреляли невиновного, а настоящий убийца продолжал гулять на свободе». Он переложил личное дело Варламова с одного места на другое. «Так что, уважаемый товарищ следователь, еще не знаем, чья липа, как вы изволили выразиться, страшнее». «Любой обман страшен, согласился Игорь Андреевич, и у вас, и у нас везде. Но продолжим Акиме Харитоновича. За что еще его критиковали?» «А, как все мы уцеплялись», махнул рукой Падшин. «Что было и чего не было?» «И относительно женщин» закинул удочку следователь, вспомнив сообщение из Южноморска, что погибший попал в какую-то историю с местной проституткой. «Вы имеете в виду выступление инженера Золотухина на партсобрании?» задал встречный вопрос замминистра. «Кажется, попал в точку», понял следователь. «Хотелось бы знать об этом подробнее», сказал он. «Пожалуйста», откликнулся замминистра, «хотя до сих пор не знаю, чем оно больше продиктовано, политической безграмотностью или же личной корыстью». «Понимаете, коммунисты министерства собрались сразу после двадцать седьмого съезда партии. собрались, чтобы послушать его делегата, нашего министра. Сообщение было очень интересное, чрезвычайно. Ну, что вам говорить, съезд исторический? Какие дебаты начались на собрании? Выступали страстно, ярко, полемически, и вдруг поднимается на трибуну Золотухин». Начал он тоже по существу, но потом такое понес. И богу стыдно за него было. В зале росло возмущение, а секретарь парткома, который вел собрание, вместо того, чтобы одернуть Золотухина, осадил тех, кто справедливо негодовал по поводу инсинуации инженера. В чем именно выражались эти инсинуации, уточнил Чекуров. «Начнем с того, что один из самых главных вопросов перестройки вопрос кадровый. Так?» «Разумеется», кивнул следователь. «Что требует партия?» Патетически продолжал первый заместитель министра. «Смело выдвигать молодежь, а также людей талантливых и компетентных». И, между прочим, добавил бы я еще лично скромных. Да-да, это важнейшее качество для руководителя. И вот Золотухин прямо обвинил Варламова, что тот продвинул на должность замначальника отдела Стеллу Григорьевну Ростоцкую. А он Золотухин инженер-экономист с 20-летним стажем уже восьмой год сидит на должности старшего экономиста. Видите ли, его возмущало, что Ростоцкая всего за два года прошла путь от технического секретаря до замначальника отдела. Но о том, что Стелла Григорьевна блестяще закончила заочное отделение института и получила диплом с отличием, Золотухин не обмолвился ни словом. Простите, перебил Паршина Игорь Андреевич. У кого была Ростоцкая техническим секретарем? У Варламова у кого же? И эти недостойные намеки Золотухина не к лесу коммунисту. Выглядел некрасиво он, а не Варламов. Если уж говорить точно, то Стелла Григорьевна была переведена в отдел просто экономистом. В чем же вина Кима Харитоновича? Что у Ростовской голова на плечах? Что она знающий энергичный работник? Кстати, куда более подходящий на должность руководителя, чем Золотухин. А назначили ее заместительным начальника отдела потому, что прежний ушел на пенсию. Поговорите с людьми в отделе. За Стеллу Григорьевну все проголосуют обеими руками. «А кто курирует отдел?» «Я понял ваш вопрос», сказал Паршин. «Не Варламов, другой зам». «Ясно», кивнул Чекуров. «Ну и что Золотухин?» «Ушел из министерства», сухо ответил Паршин. «Ким Харитоныч, уверяю, вас тут ни при чем». «Надо бы узнать, где теперь Золотухин», подумал следователь. «Встретиться с ним необходимо». «Не мешало бы также поговорить с Ростоцкой». «Еще вопрос», продолжил Игорь Андреевич. «А каково материальное положение Варламова?» «Откуда мне знать?» удивленно вскинул бровки Паршин. «Могу лишь сообщить вам, что оклад у него пятьсот рублей». «А помимо оклада других доходов нет?» «Ну мне известно, что Ким Харитоныч иногда выступал по радио, на телевидении, писал по заказу статьи для газет и журналов. «Вы имеете ввиду гонорары?» уточнил следователь. «Да», подтвердил замминистра. «А почему, собственно, вы заговорили об этом?» «Потому что в его номере в гостинице обнаружили сто двадцать пять тысяч рублей», спокойно ответил Чекуров. «Сто двадцать пять тысяч?» так и подскочил Паршин. «Нет, нет, что-то не то». «Да», подтвердил Игорь Андреевич, «в чемодане лежали и в дипломате». «А чемодан и дипломат его?» все еще сомневался Паршин. «Может, кто подменил?» «У меня однажды в аэропорту перепутали кейс, жена открыла и в обморок, представляете?» хихикнул Паршин. «То была неделька, ну, женские трусики, импортный набор и прочие предметы дамского туалета». «Увы, все принадлежало Варламову», разочаровался беседника Игорь Андреевич. «А что, если это провокация?» высказал новое предположение Паршин. «Или вы исключаете?» «Почему же, пожал плечами Чекуров, все может быть?» «Господи, сто двадцать пять тысяч!» «Не мог успокоиться замминистра». «Я таких денег сроду в руках не держал, хотя ворочаю миллионами, на бумаге, естественно». «Откуда они у Кима Харитоныча?» «Меня это тоже интересует», усмехнулся Игорь Андреевич и задал очередной вопрос. «Скажите, а с какой целью Варламов поехал в Южноморск?» «Служебная командировка». «Это я знаю», Ким Харитоныч указал в листке прибытия в гостинице. «Я имею в виду, чем она вызвана». «Время такое, Игорь Андреевич, новый стиль руководства», ответил Паршин. «Раньше руководили, не выходя из кабинета». Он кивнул на телефонные аппараты, выстроившиеся на столике у кресла. «Это были и глаза, и уши, и руки. А теперь надо быть в самой жизни, в самой гуще, непосредственно там, где дело. А в Южноморске у нас важный объект, санаторный комплекс. По последнему слову науки и техники. Главное, все для целой семьи. И отдых, и лечение, и спорт, даже учеба для детишек. Возглавляет стройку блинцов. Можно сказать, один из наших маяков. Руководитель, на которого можно положиться, закрыв глаза. Все шло отлично. Перевыполнял, опережал график, переходящее красное знамя не уступал никому. И вдруг бац! Полгода назад статья в газете труд. Блинцов игнорирует правком, администрирует, зажимает демократию. Мы разобрались. Блинцов обещал учесть. А тут месяц назад снова выступил труд. Теперь уже фильетон. Главный герой все тот же Блинцов. Вот мы и решили командировать Кима Харитонча, чтобы разобрался. За мужика обидно. Я имею ввиду Блинцова. Всего три года осталось до пенсии. Подумал бы, как достойно уйти на заслуженный отдых. А нет. Вы говорите, фильетон появился месяц назад? Да. А Варламов полетел разбираться только сейчас? Почему? Да и так еле вырвался, вздохнул замминистра. Дел это что-то невообразимое. Ежедневно сидим до десяти-двенадцати ночи. Я уже не помню, когда субботний день был с семьей. Да и воскресенье частенько приходится прихватывать. Он печально улыбнулся. Не представляю, как еще нас жены терпят. Раз раз уж вы заговорили о женах в семье, как у Варламова в этом отношении? По-моему, по-моему, все нормально, немного помедлив, ответил Паршин. Во всяком случае, никаких сигналов от жены Кима Харитонча не поступало. Ответ насторожил Чекурова. Когда между супругами все хорошо, об этом говорят другими словами. Он хотел расспросить подробнее, но зазвонил телефон. Белый с гербом Советского Союза. Замминистра поспешно схватил трубку. Разговор был очень короткий, и когда он закончился, Паршин сказал «Извините, больше не могу уделить вам ни минуты». Он нажал клавишу селектора и приказал «Машину». «Хорошо, Сергей Иванович», ответил секретарь. Хозяин кабинета вышел из-за стола. «До свидания», сказал он, протягивая руку следователю. «До свидания», ответил Чекуров и добавил, «Если у меня возникнут еще вопросы, я с вашего разрешения...» «Да-да», перебил Чекурова Паршин, «звоните». Игорь Андреевич вышел в приемную. На стенные часы показывали без четверти семь. «Жаль, рабочий день кончился», расстроился он, «а так надо было бы встретиться сегодня с Ростоцкой». На всякий случай Чекуров спросил у секретаря замминистра, какой у Стелы Григорьевны телефон. «Внутренний или городской?» уточнила секретарь. «Давайте оба». Он все же набрал номер замначальника отдела, чем черт не шутит. «Ростоцкая слушает», раздалось в трубке. Чекуров назвал себя и попросил разрешение зайти. «Я вас жду», сказала Стелы Григорьевна. Ее кабинет находился на самой верхотуре. Из окна разворачивалась панорама Москвы. Ростутской было лет тридцать. Не очень высокая, но стройная, ладная. Она сидела за столом над ворохом деловых бумаг. Какие-то сметы, отчеты, груз сбухи. «Извините, что я задерживаю вас в неурочное время», начал было Игорь Андреевич после взаимного представления, но Стелла Григорьевна прервала его. «О чем вы?» усмехнулась она. «Не помню уже, когда уходила в шесть». «Так много дел?» «Дел мало, бумаг много», вздохнула Ростоцкая. «И самое страшное, их количество растет не по дням, а по часам». «А как же борьба с бюрократизмом?» спросил Чекуров. «Вернее, с пресловутым бумажным девятым валом». «Борьба сама по себе, бумажный вал сам по себе», снова усмехнулась Стелла Григорьевна. «Вроде говорим все правильно, принимаются нужные постановления, но что-то не срабатывает». Она спохватилась. «Извините, вас, конечно же, интересует не это. Позвольте спросить, чем обязана визиту?» «Я расследую дело о гибели Варламова». «Боже мой, просто не верится». Стелла Григорьевна прижала ладони к лицу, некоторое время сидела так, не произнося ни звука. Потом достала платок, промокнула им уголки глаз. «Это ужасно», сказала она дрогнувшим голосом. «И так несправедливо! Погибнуть в расцвете лет!» Она закурила. Ким Харитонович мог сделать столько полезного, хорошего! Скажите, как это произошло? «Увы», развел руками Игорь Андреевич, «пока неизвестно». «Неизвестно?» удивилась Ростоцкая. «Странно!» «Я вчера смотрела фильм, так там убийство раскрывают за сутки». «Выходит, у меня еще есть шансы», невесело улыбнулся Игорь Андреевич. «Я принял дело к своему производству». Он посмотрел на часы. «Шесть часов сорок минут тому назад». «И посему не будем терять драгоценные секунды». Ростоцкая кивнула. «Мол, к вашим услугам». Но когда Чекуров достал бланк протокола допроса свидетеля, а лицо у нее так же, как и у Паршина, вытянулось. Но Стелла Григорьевна ничего не сказала, лишь насторожилась. Следователь занес ее данные в протокол. Ростоцкой шел тридцать первый год. Незамужняя. «Давно знаете Варламова?» спросил Чекуров. «Четырнадцать лет». «Подумать только. Почти половину сознательной жизни. Я ведь пришла к нему работать сразу после школы. Ким Харитонч был тогда начальником главка, а потом уже его назначили замминистра. Два последних года у него другая секретарша, а я вот». Она показала на стены кабинета. «А что можете сказать о Варламове?» «Так он меня, можно сказать, в люди вывел, в институт заставил поступить. Прекрасный был человек, что и говорить». Она снова вздохнула. партиец партиец не на словах, а на деле. Принципиальный, требовательный. Но это, как вы сами понимаете, не всем нравится. Когда Чекуров поинтересовался, что и кого Ростоцкая имеет в виду, она стала говорить об анонимках, о пресловутом партсобрании и Золотухине. Игорю Андреевичу пришлось выслужить почти то же, что он узнал от первого заместителя министра. «Стелла Григорьевна», спросил Чекуров, когда она замолчала, «Вы, как бывший секретарь, видимо, довольно хорошо были осведомлены о жизни Кима Харитонча. Скажите, могли его убить? «Убить?» переспросила Ростоцкая. «За что?» «Подумайте. И если да, то кто?» «Даже представить себе не могу». «Золотухин исключается. Вы не можете себе представить, как он переживал, что его занесло на том собрании. А кто другой? не знаю». «Да и не верю». Следователь осторожно спросил, известно ли ей, какие были отношения в семье Фарламова. Ему показалось, что вопрос этот мутил Ростоцкую. Однако она быстро взяла себя в руки. «Ким Харитонович, насколько я помню, никогда слова плохого не говорил ни о жене, ни о детях. Сам был очень внимателен и заботлив к ним. Настоящий муж и отец, сказала Стэлла Григотна, правда относился к своим безлишней сентиментальности. Затем разговор коснулся увлечений Варламова. Какие там увлечения! Работа отнимала у него все время и силы. Единственное, что он любил, так это водить машину. Заядлый автомобилист. Шутил, что в нем умирает классный автогонщик. Говорил, что за рулем отдыхает телом и душой. Когда же он успевал, если, как вы говорите, был до нельзя загружен работой. Из дома на работу, с работы домой у него была собственная Волга с форсированным двигателем. Но ему же полагалось персональное, удивился следователь. Была персональная и два сменных шофера, но Ким Харитон чьей и не пользовался. Все считали, что чудит, другие норовят за счет государства, сами эксплуатируют, да еще их жены, дети, а Варламов даже в Совмин цыка или на объекты ездил на собственной. А что же делали его шоферы? «Козла забивали», ответила Ростоцкая и вдруг заволновалась. «Я думаю, эта страсть к быстрой езде и погубила его. Я как-то сидела с ним в машине, так столько страху натерпелась, всю дорогу глаза закрывала». Сообщение Ростоцкой было весьма важным. А может, это действительно явилось причиной несчастного случая, подумал Чекуров. Он колебался. Стоит ли затрагивать вопрос о тысячах, найденных в чемодане погибшего и, в конце концов, решил не говорить об этом с Ростоцкой. Происхождение денег пока не известно, и в случае, если они принадлежат кому-нибудь другому, на честь Варламова может быть брошены. тень. Памятуя о том, что «Жигули», в которых обнаружили тело замминистра, зарегистрированы в Барнауле, Чекуров спросил у Ростоцкой, были ли у Варламова там друзья или знакомые. «Ну, по службе, видимо, были, вернее, подчиненные, а что касается друзей, таких не знаю», ответила Стелла Григорьевна. Следователь закончил допрос, оформив его как положено. На улицу он вышел около девяти часов вечера. Подъезжая к дому, Игорь Андреевич вдруг вспомнил звонок жены. Надя позвонила, когда его вызвал шеф, и Игорь Андреевич спешил. «Постарайся сегодня не задерживаться», только и успела сообщить жена. Чекуров пообещал, но забыл про это. И теперь мучился, что не перезвонил домой и не узнал, для чего нужно было прийти с работы вовремя. Когда Игорь Андреевич переступил порог своей квартиры, то в открытую дверь большой комнаты увидел праздничный стол. «Наконец-то дедуля пожаловал!» раздался звонкий голос Нади. Чекуров не понял, журит его жена или же искренне радуется. Он заглянул в комнату. За столом сидели родственники. Сын Нади Кеша, его жена Альбина, родители Альбины, а также теща Игоря Андреевича Варвара Григорьевна. Чекуров поздоровался с гостями. Ему дружно ответили. «Заждались вас, дорогой зятек!» ноткой осуждения произнесла теща. «Минуточку, только руки вымою с дороги!» сказал он. Но тут поднялся из-за стола незнакомый человек, которого Чекуров видел со спины и вышел в коридор. Прикрыв за собой дверь, незнакомец представился. Подполковник Кичатов Дмитрий Александрович, следователь по особо важным делам главного следственного управления МВД СССР. Он с каким-то особым удовольствием назвал свою должность и звание. «Значит, вы?» Несколько растерялся Игорь Андреевич, размышляя, как тот очутился в его доме. «Честно признаться, думал, что мы с вами увидимся только завтра». «Понимаю, понимаю», смутился Кичатов. «У вас торжество, а я...» «Нет-нет, я рад, что вы так оперативно разыскали меня», успокоил его Чекуров. «Пойдемте, поговорим». Чекуров заглянул во вторую их комнату. Там спала Анжелика, девятимесячная внучка. В третьей, которую занимали Игорь Андреевич с женой, был страшный раскордаш. Оставалась кухня. «Не возражайте, если мы тут уединимся?» открыл в нее дверь хозяин. «Ну, конечно, конечно», закивал подполковник. «Я ведь почему у вас? Меня ввели в курс дела и сказали, что нужно срочно лететь в Южноморск». «Совершенно верно», подтвердил Игорь Андреевич, усаживая Кичатова на единственную табуретку, а сам устраиваясь на подоконнике. «Я уже и билет взял, вылет ночью в четыре пятьдесят». «Когда же вы успели?» удивился Чекуров. «Ну, приказ обо мне был подписан в шестнадцать сорок. В семнадцать двадцать мне сказали, что я включен в вашу следственно-оперативную группу. Я уговорил кадровика выписать удостоверение личности, а то, как же, в командировке и без удостоверения, совсем не гоже». «Это верно», улыбнулся Игорь Андреевич. «Ну, я и помчался в кассу аэрофлота. Потом звонил к вам в прокуратуру, вас не было, я решил сюда». «Все правильно», одобрил его действие Чекуров. Игорь Андреевич приглядывался к коллеге, с которым ему предстояло работать. Дмитрию Александровичу было лет сорок, высокий, широкоплечий, над крупными резко очерченными губами густые усы, в темных волосах седина. Чекуров подумал, что пережить подполковнику, видимо, пришлось изрядно. Отсюда и это паруша на висках. Он вспомнил, с какой гордостью Кичатов представился следователем МВД СССР. «Понимаете, когда я позвонил к вам домой», продолжал оправдываться, Дмитрий Александрович, «жена ваша и словом не обмолвилась, что у вас сегодня Кристины внучки». «Что?» округлил глаза Чекуров. «Какие Кристины?» «Ну, Кристины, по-моему, бывают одни», улыбнулся гость. «Вот народ!» Чекуров соскочил с подоконника, нервно прошелся по кухне. Я думал, теща пошутила, когда сообщила, что будет крестить Анжелику. Честное слово, самое удивительное, что никто из родных не верит ни в Бога, ни в черта. «Выходит, вы и сами не знали?» спросил подполковник. «В том-то и дело!» «Тоже мне сюрприз преподнесли», расстроился Игорь Андреевич. Ему было страшно неудобно. Во-первых, потому что родственники не послушались его, во-вторых, об этом узнал посторонний человек. И какое у него сложится мнение об Игоре Андреиче еще не известно. «Ладно», взял он себя в руки. «Самое нелепое сейчас это что-то объяснять, слать гром и молнии на голову тещи или не дай Бог оправдываться. Если Кичатов не лишен ума и деликатности, сам поймет. А ежели дураке Ханджа нечего перед ним и бисер метать?» «Давайте лучше о деле», сказал Чекуров. «Значит, первонаперво по приезде в Южноморск свяжитесь с капитаном Журом из Горуправления внутренних дел. Я с ним сегодня разговаривал». «Ну, Дмитрий Александрович, вы прямо на ходу подметки рвете», ухмыльнулся Чекуров. «И что поведал вам Жур?» «Есть кое-что новенькое. Красные Жигули фургон, в которых нашли Варламова, принадлежат жителю Барнаула Привалову, администратору вокально-инструментального ансамбля «Крылья молодости». «А самого Привалова отыскали?» «А он и не прячется», усмехнулся подполковник. «Находится с ансамблем на гастролях в Западной Сибири, у нефтяников Тюмени». «Странно», покачал головой Чекуров. «Машина на берегу Черного моря, а владелец за тысячи верст». Капитан Жур сказал, что он связался с работниками УВД Тюменской области, чтобы те выяснили, где сейчас ансамбли и допросили Привалова. «Еще что?» «Неподалеку от того места, где утонул Варламов, был найден киноартист Великанов, без сознания, с тяжелой травмой черепа». «Это тот, что снялся в картине выстрел на рассвете?» уточнил Игорь Андреевич. «Он», подтвердил Кичатов, «находится в реанимации. Врачи говорят, что состояние крайне серьезное». «Прекрасный актер!» «Между прочим, он мне больше нравился на сцене, чем на экране. Вы не видели его в театре?» «Увы, Игорь Андреевич, в Москве я бывал наездами и на короткий срок. До театра, как говорится, руки не доходили». «Надеюсь, наверстаете теперь?» улыбнулся Игорь Андреевич. «В обязательном порядке. Жена моя завзятая театралка, да и меня приохотила». «Вместе перебрались?» полюбопытствовал Чекуров. «Что вы, а нас с детьми еще в Рдянске!» «Рады, небось, что будут жить в столице». «Как вам сказать, Лариса жена не хочет?» «В Рдянске у нее хорошая работа, авторитет, а вот мои сорванцы в восторге. Пацанята еще новизна привлекает и перед сверстниками форсят». При воспоминании о семье лицо Кичатова буквально засветилось. «А вообще у меня славная жена, да и мальчишки!» Он вдруг застыдился своей откровенности, смущенно прокашлялся и сказал «Вот такие новости из Южноморска». «Какая же все-таки связь между гибелью Варламова и Великановым?» задал вопрос Игорь Андреевич не то себе, не то собеседнику. Кичатов развел руками. «Ну что ж, Дмитрий Александрович, надеюсь, ваше присутствие в Южноморске поможет ускорить дело. Как только сориентируетесь на месте, тут же звоните. В прокуратуру сюда все равно». Он посмотрел на часы. «Больше не буду задерживать, вам надо поспать хоть пару часов перед отлетом. Вы остановились в гостинице?» «Да, но как только взял билет, тут же рассчитался», ответил Кичатов. «Чемоданчик со мной, сейчас поеду прямо на центральный аэровокзал, а там как-нибудь перекантуюсь». Игорь Андреевич стало неловко, что не может даже предложить раскладушку. Ее буквально некуда поставить. «О, черт!» взьерушлон волосы. «Рад бы вас оставить, но сами видите». «Не переживайте, Игорь Андреевич», принялся успокаивать Чекурова гость. «Все будет тип-топ. У меня железный организм. Было бы где присесть, тут же задаю такого храпака, пушкой не разбудишь». «В аэровокзале одно-то сиденье найду». Вышли в коридор. Чекуров предложил посидеть за столом, но подполковник отказался. «Такси возьмите», посоветовал Чекуров. Кичатов замялся. «Взял бы с удовольствием, если...» он виноват и улыбнулся. «Если одолжите десятку». «Ради Бога!» полег в карман Игорь Андреевич. «Понимаете, я ведь не успел получить в бухгалтерии подотчет». «Как?» Рука Чекурова с красненькой застыла в воздухе. «Смотался за билетом, вернулся в министерство уже в половине седьмого. Поэтому и лечу без командировочного удостоверения и денег. Обещали завтра же подослать». «Ой, тогда десять вам мало?» забеспокоился Игорь Андреевич. «Вот еще четвертной», присовокупил он к десятке двадцать пять рублей. «Хватит?» «Спасибо, вот так!» Показал выше головы Дмитрий Александрович и спрятал деньги в бумажник. Чекуров вышел с ним на улицу, помог поймать такси. Пожелав подполковнику счастливого полета, Игорь Андреевич медленно побрел назад. «Все-таки аэрофлот это вещь», подумал Кичатов, когда огромный аэробус оторвался от взлетной полосы Внукова. Самолет, пробившись сквозь свинцовый слой туч, вырвался в светлое небо, и теперь уже солнце не отпускало их до самого Южноморска. Через два часа Ил-86 зашел на посадку со стороны моря. Глядя на город, под ковой расположившийся у подножья горы, Дмитрий Александрович вспомнил, как приехал в это райское место в первый раз. С тех пор прошло пятнадцать лет. А взгрустнулась по тем прекрасным временам, когда он, еще молоденький лейтенант милиции, с такой же юной женой прибыл в Южноморск в свадебное путешествие. Кто посоветовал им отправиться сюда, Кичатов уже не помнил. А деньги дали родственники его и Ларисы. Однако провести медовый месяц среди пальм и кипарисов им не довелось. Сбежали. Путевки им достали на турбазу, причем в разные номера, ей в женские, ему мужской. Это были огромные комнаты, где помещалось десятка-полтора человек. О каком уединении могла идти речь? Они по вечерам бродили или сидели, обнявшись в парке, словно влюбленные школьники. А когда их однажды пристыдили дружинники, терпение лопнуло. Молодожены плюнули на деньги, истраченные на путевки, на всю эту ненужную им красоту и махнули к родителям Ларисы в кубанскую станицу. Ах, какие там были жаркие ночи! До сих пор он помнит запах свежего сена и яблок. Через девять месяцев у Кичатовых родился первенец Кирилл, названный в честь деда, отца Ларисы. А Лейнер уже подруливал к зданию аэропорта. Когда вчера подполковник говорил с капитаном Жором, тот сказал, что обязательно встретит следователя. Дмитрий Александрович стал было отговаривать, но оперуполномоченный угрозыска и слышать ничего не хотел. Кичатов вспомнил, как сам встречал коллег из Москвы и подумал, теперь вот и он, столичная шишка. Надо привыкать. Капитана Дмитрий Александрович узнал сразу, по его же собственному описанию. Чуть ниже среднего роста, коренастый, круглолицый, а глаза голубые-голубые, как у Ларисы. И даже известие не надо было Виктору Павловичу держать в руках, тем более, что у Трапа, кроме Жура, никого не было. Как только подполковник сошел на землю и поздоровался с Журом, с ним подкатила Волга с антенной на крыше. Сели в машину и поспешили в город. «Когда летели, Дмитрий Александрович?» вежливо поинтересовался капитан. «Прекрасно!» ответил гость, любуясь изумительным видом, открывающимся по обе стороны шоссе. «По телевидению передают, что в Москве погода неважная, продолжал Жур. «Отвратительная!» подтвердил Кичатов. «Прямо не верится, что где-то может быть солнце и лето», показал он вокруг. «Ну, понежитесь немного в тепле». «Да нежиться, собственно говоря, некогда». Следователь дал понять, что неофициальная часть разговора окончена. «А как состояние артиста Великанова?» «Все еще без сознания», ответил Жур. «Вы тогда по телефону в двух словах, а теперь, пожалуйста, расскажите подробнее, как его обнаружили, кто, где». «Нашли его двое отдыхающих студентов, между прочим, будущие медики». «Парень и девушка поехали за город». «Влюбленные, что ли?» полюбопытствовал Кичатов, вспомнив свое пребывание в Южноморске с молодой женой. «Ну да, решили уединиться, а место у верблюда, как прозвали гору, для этого самое подходящее», рассказывал Виктор Павлович. «Шли вдоль берега и увидели, что у самой кромки воды лежит человек». «Подумали пьяный, присмотрелись, на голове кровь, пульс бьется». Парень остался с ним, а девушка побежала звонить в скорую и по 02. Врачи и наши работники приехали очень быстро, а санитарка скорой как увидела, так и закричала, что это же знаменитый артист. Действительно, в кармане у Великанова нашли паспорт, членскую книжку союза кинематографистов, билет на самолет Таллинн, Москва, Южноморск, но отвезли в больницу в реанимацию, где он сейчас и находится. Когда Великанов прилетел сюда? Три дня назад. Где остановился? В том-то и дело, что мы обзвонили все гостиницы, пансионаты, санатории и турбазы, но нигде артист не значится в проживающих. Может, он снимал жилье участника или к кому-то приехал? Должен же он где-то оставить вещи? В принципе, да, потому что при нем ничего не было и денег в кармане одна мелочь, что-то около рубля. А что если его ограбили и бросили у моря? Не исключена и такая возможность, ответил Жур. А почему он летел из Сталина, а не из Москвы? продолжал расспрашивать Кичатов. Выяснили? Да, кивнул Жур. Великанов участвовал там в съемках. У режиссера он достал записную книжечку, глянул в нее, у режиссера Лежепекова. Ну и что тот говорит? Этот самый Лежепеков даже не знал, что Великанов полетел в Южноморск. По его словам, у артиста выпало несколько дней свободных от съемок, и он собирался полететь домой в Москву. А очутился здесь, задумался подполковник. А как далеко его нашли от места, где выловили Жигуленок с Варламовым? Метров двести, Дмитрий Александрович, не больше. Какая нибудь связь прослеживается? Ну, пока что чисто географическая, ответил Жур и добавил. Да, забыл вам сказать. Вчера поздно вечером приехала жена Варламова с сыном, чтобы увезти гроб с телом. Хочу допросить ее. Обещала зайти к нам в управление к шестнадцати часам. Не желаете с ней встретиться? Конечно, желаю, откликнулся подполковник. И последнее, как бы подытожил новости Жур. Из Барнаула сообщили, что жена Привалова, владельца красных жигулей фургона, в настоящее время находится в Крыму. Не то отдыхает, не то лечится. У него, понимаете ли, бесплодие, хочет заиметь ребеночка. Уточнили, где именно в Крыму она обосновалась? Пока нет, но местные товарищи обещали выяснить, тут же дадут знать. Машина уже въехала в город. Они направились прежде всего в гостиницу, в которой для подполковника был забронирован отдельный номер. Гостиница была скромная, но уютная. «Эх, мне бы такие апартаменты 15 лет назад», подумал Кетчатов, умываясь с дороги. «Есть предложение, товарищ подполковник», сказал Жур, изображая гостеприимного хозяина. «Давайте перекусим в буфете, а потом уж в управлении». «Принимается», весело откликнулся следователь. «Понимаете, рестораны еще не работают, рано», опрадовался капитан. «Сойдет и буфет», успокоил его Кетчатов. Буфет располагался на этом же этаже, неподалеку от номера подполковника. Они взяли салат из помидоров, сосиски и чай. Но едва успели приступить к еде, как прибежала дежурная по этажу. «Вы, товарищ Жур», обратилась она к капитану. «Да, я», ответил Виктор Павлович, «вас срочно просят к телефону». Извинившись перед Кетчатовым, старший оперуполномоченный пошел к столу дежурной. Звонил начальник угрозыска майор Саблин. Прежде всего, поинтересовавшись, прибыл ли следователь МВД СССР из Москвы и получив утвердительный ответ, Саблин сказал, «Слушай, Виктор Павлович, опять заявился писатель-фантаст. Это какой-то роковой человек. Представляете, опять невероятная история. Опять покойник. И покойник какой-то странный. На теле непонятная аппаратура, провода. Где же Зайковский обнаружил труп? Все там же, неподалеку от верблюда, в пойме Чернушки». «Так», протянул капитан, «И место тоже роковое. Мы с товарищем Кичатовым срочно жмем туда. Сначала подскочите к управлению, заберите писателя, он вам расскажет подробности и укажет место». Виктор Павлович вернулся в буфет. Услышав его сообщение, Кичатов решительно поднялся из-за стола, так и не закончив завтракать. Он забежал в свой номер, взял следственный чемодан и они спустились к машине. В управление домчались за считанные минуты. Прихватив Зайковского и двух понятых, молодого парня и женщину лет сорока по фамилии Маджидова, устремились к загородному шоссе, оглашая улицы сиреной. Писатель был в тех же потертых джинсах, ковбойке, с биноклем на груди, но на сей раз без удочек. Он до сих пор находился в сильном волнении. Прежде всего Зайковский попросил спички. Водитель дал ему коробок. «Из-за них, можно сказать, и произошло», начал Марат Передоныч, жадно затягиваясь дымом сигареты и возвращая спички. «В каком смысле?» уточнил Кичатал. «Понимаете, я снова удил сегодня с лодки. Клевало, как никогда. Только успевал снимать с крючка рыбу за рыбой. И вдруг захотелось курить. А взял сигарету в рот, полез за спичками, а в коробке последняя, да и та без серы. Не посмотрел утром, когда брал с собой. Ну, продолжаю я рыбачить, а сам время от времени на берег посматриваю». Он дотронулся до бинокля. Не появится ли кто? Вскоре увидел двух мужчин. Один с аквалангом, высоченный, а второй ему по грудь. Этот второй что-то объясняет аквалангисту и показывает в сторону моря. «Вы далеко были от берега?» спросил Кичатов. «Метров семьсот, а что?» «Ничего», сказал следователь. «Продолжайте, пожалуйста». Аквалангист полез в воду, а у меня снова поклевка. Подхватил я с очком, отменная рыбина попалась. Вот такая кефаль», развел в сторону руки Сайковский. «И рыбалку такую удачную жалко кончать, и курить все сильнее хочется». Глянул в бинокль, а на берегу уже трое, причем третий лежит на земле, а мужчина что пониже нагнулся над ними, вроде бы искусственное дыхание ему делает. Не по себе мне стало, думаю, откуда взялся этот третий, и почему его откачивают? Словом, забеспокоился и погреб к берегу. Пока плыл, не видел, что там делается, а спрыгнул с лодки, тех двоих и след простыл. «Как же так?» вырвалось у капитана. «Я же греб спиной к берегу и ничего не видел», оправдывающимся тоном произнес писатель. «Подбежал я к лежащему, сердце так и оборвалось, утопленник. Я побежал к сосе». «А почему вы решили, что он утонул?» задал вопрос следователь. «Ой, да я столько утопленников видел, не приведи Господь», вздохнул Зайковский. «Во время войны служил на севере матросом. Там судов потопили не в честь, и немецких, и союзнических, которые везли нам грузы по ленд-лизу и наших». «А что за аппаратура на теле покойного?» спросил Кичатов. «Откуда же я знаю?» «Провода какие-то, а на поясе что-то вроде патронташа», ответил Марат Спиридонович. «Ну, честно говоря, толком не рассмотрел. Одно было на уме, как бы поскорее сообщить вам». «И все же как вы думаете, а куда исчезли те двое и почему?» «Понятия не имею», пожал плечами Зайковский. «Может, меня испугались?» «Возможно», задумчиво кивнул подполковник. «А вы не заметили, машины или мотоцикла у них не было?» «На берегу не было, а вот на шоссе не обратил внимания». По рации, находящейся в машине, Кичатова вызвал начальник угрозы с Касаблин. Дмитрий Александрович ответил. «Товарищ подполковник», информировал его майор, «на месте происшествия уже находится и охраняет его подвижная милицейская группа». «Очень хорошо», одобрил Кичатов, которого волновало, что место происшествия находилось без присмотра. Вскоре они уже и сами были там. Волгу встретили лейтенант и сержант милиции, прибывшие ранее на «Москвиче» с надписью «ПМГ». Лейтенант доложил, что за время их пребывания на берегу никто не появлялся. Следователь прежде всего сфотографировал труп с разных точек. со всех десяти пальцев у него были сняты отпечатки. Это был светловолосый молодой мужчина лет тридцати, не больше, отлично сложенный. На нем были просторные светлые брюки из хлопчатки, задранная до шеи синяя рубашка и носки. Обувь отсутствовала и никаких документов. С особой тщательностью Кичатов осмотрел странную аппаратуру. То, что Зайковский принял за патронтаж, на самом деле являлось матерчатым поясом с завязками, обхватывающим талию покойного. В поясе имелось много кармашков с батарейками, элементами питания типа 316 уран, соединенными между собой последовательно. Дмитрий Александрович посчитал батарейки. Их было 220 штук. Когда стали осматривать брюки, обнаружили еще два устройства. Одно в левом кармане походило на выключатель. Другое в виде маленькой прямоугольной алюминиевой коробочки окрашенной в серый цвет было пришито изнутри к поясу брюк. Третье устройство находилось в правом рукаве рубашки с внутренней стороны манжеты. Оно было смонтировано на латунной пластинке. Примечательно, что все эти непонятные штуковины соединялись между собой многожильными кабелями разноцветных проводков с разъемными устройствами в виде вилочек и уголок. «Да, мудреная аппаратура», заметил капитан Жур. «Интересно, для чего она предназначалась?» «Может, это медицинская?» высказал предположение лейтенант. «Я слышал, сердечником ставят». «Ты наверняка имеешь в виду стимулятор сердца?» сказал Жур, у которого тесть был сердечник со стажем. «Но его вшивают прямо в тело, под кожу, вот сюда», он показал на левую сторону груди. «А что, если это шпион?» робко промолвил сержант. Кичатов и сам подумал об этом. «В любом случае следовало бы поставить в известность местное управление Комитета госбезопасности и пограничников». «Чего на кофейной гуще гадать?» сказал Кичатов. «Тут необходимо заключение специалистов, а пока не теряя времени, надо искать тех двоих, высокого аквалангиста и мужчину пониже». «Вы их разглядели?» обратился он к писателю. «В деталях признаться нет», виновата ответил Зайковский. «Но хоть какие-нибудь приметы», допытывался Жур. «Аквалангист был в маске, а у второго брюки вроде коричневого цвета». «Вроде или точно», настаивал Жур. Писатель беспомощно хлопал глазами. Берег был услан крупной галькой и никаких следов обнаружить не удалось. «Срочно займитесь поисками неизвестных», сказал оперуполномоченному угрозыска Кичатов. «Слушаюсь», откозырял Жур. «Разрешите ехать?» «Конечно», улыбнулся следователь, давая понять, что можно было бы обойтись и без такой официальщины. «А я дождусь судмедэксперта и хочется еще осмотреться вокруг». Жур уехал на ПМГ. С ним отбыл и Зайковский. Через несколько минут на скорой прибыл врач Дьяков, который уже был тут, когда обнаружили Варламова. Судмедэксперт и следователь приступили к осмотру трупа. На теле покойного не оказалось никаких повреждений. «Ну, пока можно предположить, что смерть наступила в результате утопления», осторожно высказался Дьяков, «но, конечно же, вскрытие покажет точно». Он снял резиновые перчатки и спросил у Кичатова, «Еще на что мне следует обратить внимание?» Дмитрий Александрович сам пока находился в затруднении, ибо картина гибели этого молодого мужчины была ему неясна. «Помимо времени и причины смерти, то, что меня заинтересует, я сформулирую в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы». Немного подумав, ответил Кичатов и добавил, «А постановление передам вам сегодня же, но немного позже». «Добро», кивнул врач. Следователь спросил у него, не служит ли аппаратура на теле покойного каким-либо медицинским целям. Может быть, для контроля за деятельностью организма, ну, как, например, у космонавтов. «Не похоже», ответил Дьяков. «Впрочем, судить не берусь». «Надо будет сразу же отдать ее в научно-технический отдел для исследования», подумал Кичатов, упаковывая одежду и все это устройство в целлофановый пакет. «Труп можно увезти в морг?» спросил судмедэксперт. «Можно», разрешил следователь. На берегу остались только подполковник и понятые. Дмитрий Александрович предложил подвезти ее в город, но немного погодя. Однако молодой человек отказался ждать и поспешил к шоссе. Ему, видимо, хотелось убраться отсюда поскорее, потому что обстановка сильно действовала на психику. А вот Маджидова согласилась подождать. Кичатов неспешно прошелся вдоль берега. Постоял у чернушки, чьи прозрачные буйные струи сливались со спокойной стихией моря. Следователь огляделся. Горная речушка петляла по ущелью, терялась в густых зарослях деревьев и кустов, зелень тут на юге была еще пышная, почти не тронутая увяданием. Лишь орешины и платаны чуть просвечивали багрянцем. Да, загадочное место, думал следователь, созерцая громаду горы, таинственно темнеющей неподалеку. Почему ее назвали верблюд? не очень-то и похожи. Может, нужно смотреть с другой точки? Он направился к поджидавшей его волге, поймав себя на мысли, что, если разобраться, ничего таинственного в этом уголке побережья нет, и ощущение тревожности возникает лишь от тех загадок, которые предстоит разрешить следствию. А загадок хватало. Несколько сот тысяч плавающих в воде, автомобиль в море с погибшим заместителем министра, и вот новое, утопленник, опутанный непонятной аппаратурой. И никаких зацепок, никаких ниточек, указывающих на то, что же тут произошло в действительности. Кичатов подошел к машине. Понятая о чем-то, оживленно беседовала с водителем. «Товарищ подполковник», взволнованно обратился к следователю шофер, «Вы только послушайте, что она рассказывает». «Не верите, что ли?» обиделась Маджидова. «Уж больно чудно», почесал затылок водитель. «А зачем мне врать? Зачем?» кипятилась женщина. «Погодите», успокоил ее следователь, «расскажите толком, в чем дело». Его насторожило слово «чудно». «Понимаете, рыбу я позавчера видела», показала она в сторону ущелья. «Много рыбы». «В речке, что ли?» не понял Кичатов. «На земле, в кустах и даже на деревьях». Кичатов оторопело глядел на женщину. Водитель не выдержал, хихикнул. «Если не верите, могу показать. Сами убедитесь, что ничего я не сочиняю». Маджидова говорила так убедительно, что Дмитрий Александрович решил отправиться с ней. «Далеко?» спросил он. «Меньше километра». С ними захотел пойти и водитель. Он запер машину и небольшая процессия, возглавляемая Маджидовой, двинулась вглубь урочища. «Я сюда приезжала за ягодами», сказала Маджидова. «Кизил, шиповник, а в этом году очень много терна». И действительно они встретили заросли черновника сплошь сизово от ягод. Маджидова взяла в сторону от чернушки. Когда они прошли по ущелью метров семьсот, она победно закричала «Пожалуйста, полюбуйтесь!» Кичатов глянул и остановился пораженный. В зарослях шиповника блестели рыбешки. «Эгэ!» присвистнул водитель, нагибаясь и поднимая рыбу. Он понюхал ее и сморщился. «Уже того! С душком!» «Так два дня лежит!» темпераментно взбагнула рукой женщина. «Может, рыба из чернушки? Сколько до нее?» Притянул Кичатов. «Метров пятьсот будет, сказал шофер и добавил. Но рыба не из нее!» «Почему?» «Скумбрия!» улыбнулся шофер недогадливости подполковника. «Она в море водится, а не в горных ряках!» «А, да-да!» смутился Кичатов от того, что попал в просаг. Они стали осматривать местность. Рыбы было немало, потускневшая, уже начавшая тухнуть, она лежала в траве между стволами деревьев, а отдельные зацепились за ветки кустов. «Откуда она здесь?» недоумевал следователь. «Прямо чудеса, да и только!» И вдруг он вспомнил, что читал в научно-популярном журнале о том, как один лондонец обнаружил в своем огороде рыбу, плескавшуюся в воде, бог весь откуда взявшийся между грядок. Более пятисот рыбин таков был урожай удачливого жителя столицы Великобритании. Потом уже было установлено, что небесный подарок занес на его огород смерч, пронесшийся над Темзой, которая находилась более чем в двух милях. А тут до моря было и того меньше. Словно в подтверждение его догадки водитель вспомнил случай, вычитанный им в газете, но там был описан дождь из монет, принесенных издалека ураганом. Монеты, рыба, еще куда не шло, размышлял Кичатов, но никакая стихия не в силах занести сюда автомобиль из Алтайского края. потратили часа полтора, чтобы определить границы, в пределах которых в ущелье была разбросана скумбрия. «Смотрите, товарищ подполковник, что получается?» подытожил водитель. «Рыба лежит как бы полосой, шириной метров пятнадцать-двадцать и длиной метров сто, и еще морская растительность». «Действительно, в этой полосе, пересекающей чернушку, находилась не только рыба, но в спутанной траве на земле темнели пучки засыхающих водорослей». «И часто здесь у вас бывают такие сюрпризы природы?» спросил у своих помощников следователь. «Случаются смерчи», кивнул водитель. «Еще какие ураганы бушуют», более эмоционально ответила Маджидова. «Если вам нужно получить более полное сведение, поехали к синоптикам», предложил шофер. «Дельная мысль», согласился Кичатов. Но прежде чем отправиться к машине, он набросал схему, где прошел смерч по ущелью. поехали в город. Сначала подбросили домой Маджидову, затем завезли одежду и аппаратуру спокойного в НТО, а уж потом побывали на местной гидрометеорологической станции. Виталий Тарасович Сербеладзе, начальник службы гидрометеорологии и контроля природной среды, так официально называлась его должность, услышав о находке возле верблюда, стал благодарить Кичатова. «Хорошо, что сообщили, товарищ следователь. Об этом смерче у нас никаких сведений нет». «А что, были и другие?» поинтересовался Дмитрий Александрович. «Да, неделю назад был ураган с другой стороны города, но не такой силы, ответил Сербеладзе, послабее». «А очень сильные бывают?» «Конечно, катастрофические, можно сказать. В прошлом году, в декабре, смерч нанес такой удар порту, что трудно словами передать», рассказывал Виталий Тарасович. «Портовые краны опрокинул, а каждый из них двести тонн весит, представляете?» «Контейнеры разметал по причалу, словно детские кубики, крыши с домов срывал, автомобили отбрасывал на несколько десятков метров». «Автомобили?» переспросил Кичатов, у которого из головы не выходил «Жигуленок» с барнаульским номером. «Для урагана какой был тогда даже самосвал, все равно что игрушка». «А жертвы были?» «Да, к сожалению», вздохнул Сербеладзе. «Я уж который год бьюсь, чтобы создать службу предупреждения стихийных бедствий, но никакой поддержки. Многие уверены, что подобные удары непредсказуемы неизбежны, а я считаю, что нужно вести систематическое наблюдение за морем. Техника есть, нужно только с умом ее использовать». И начальник гидрометеослужбы развернул перед Кичатовым свои планы по искоренению трагических последствий смерчи и урагана. Он был по всему видать болеющий за дело и знающий специалист. Но, увы, немогущий пока сломать барьеры косности и предубеждения. Выслушав его внимательно и посочувствовав, Дмитрий Александрович попросил сербеладзе составить подробную справку о прошедшем в районе Чернушки смерче с указанием времени прохождения, силы урагана и его направления. «Сделаем, товарищ следователь», пообещал сербеладзе, принимая официальный запрос. «Сейчас же пошлю туда людей». «Если можно, побыстрее, пожалуйста». «Не волнуйтесь, не задержим». Попрощавшись, Кичатов поехал в гору управления внутренних дел. Ажур только что сам прибыл туда. Он занимался поисками неизвестных, которых видел Зайковский на берегу. «Тяжелый случай», пожаловался капитан. «Ищу то, не знаю что. Ни единой приметы. Я уже опросил водителей загородных автобусов, таксистов. Это в случае, если те двое возвращались в город общественным транспортом, но ведь они могли поехать и на своем авто или мотоцикле, так?» «Так», согласился следователь. «Он понимал, что повода для претензий к оперуполномоченному уголовного розыска у него нет, пока капитан действует оперативно и грамотно». «Дмитрий Александрович, а что если эти незнакомцы оказались там случайно?» просил Жур. «Случайно вытащили из воды мертвеца?» хмыкнул подполковник. «Ну, допустим». «Но почему тогда они не сообщили, а мягко выражаясь, странные находки в милицию, как это сделал Зайковский?» «Испугались, кому охота, чтобы таскали?» дал свое объяснение капитан. «Ну, такое, конечно, возможно, но, мне кажется, маловероятно. Поэтому прошу, Виктор Павлович, не ослабляйте усилий в их поиске». «Само собой», заверил Жур. «А у вас какие успехи? Что-то задержались вы возле чернушки». Кичатов рассказал о том, что ему удалось узнать. По реакции старшего оперуполномоченного Дмитрий Александрович увидел, что тот расстроен. Подобные сведения скорее уж его, сыщика хлеб, а не следователя. Они не успели обсудить, имеет ли отношение смерч к трагическим событиям в районе устья Чернушки, так как пришла вдова Варламова. Допросили ее в кабинете Жура. Вероника Петровна, как выяснил из анкетных данных Кичатов, была на три года старше мужа, но выглядела еще более пожилой. Может от того, что была крупная, высокая, рубленными чертами лица, женственного в ней было чрезвычайно мало. Она и профессию имела не женскую, технолог стали литейного производства. Вдова была в черном костюме и коричневой блузке, выражение лица больше суровое, чем скорбное. А во всяком случае, следователь не заметил той опустошенности и отчаяния, которые ему приходилось видеть у женщин, только что потерявших любимого человека. На вопрос Кичатова, зачем она прилетела в Южноморск, Вероника Петровна ответила, чтобы отправить Кима Харитонча в Москву. Неужели тут не нашлось никого, кто мог бы сделать это без вас, заметил Дмитрий Александрович. Женское ли это дело? А я считаю, что как раз таки на вашего брата мужчину не очень-то можно полагаться, сказала вдова без тени юмора и вообще каких-либо эмоций. И она поведала Кичатову, сколько нужно приложить усилий, чтобы организовать отправку в Москву запаянного цинкового гроба с телом покойного. Это при том, что расходы по транспортировке берет на себя министерство, которое всячески способствует преодолению разного рода трудностей. Представляете, речь идет о замминистра, а что бывает, когда простой смертный. Следователь перешел к тому, какой был у покойного круг знакомых по службе и вне ее, почему Варламов очутился в автомобиле с барнаульским номером, и что Вероника Петровна могла бы сказать об огромной сумме денег, найденных в чемодане ее мужа. Но к удивлению следователя, вдова почти на любой поставленный вопрос отвечала «не знаю». Дмитрий Александрович терялся в догадках. Она действительно не осведомлена? Или это всего-навсего какая-то непонятная для следователя тактика? Обычно жены знают о своих мужьях больше, чем им положено. А тут быть настойчивым мешали обстоятельства, в которых находилась Вероника Петровна. Подполковник решил прекратить допрос. «Да, странная женщина», сказал Жур, когда они остались одни. «Заметили? Ни слезинки, ни вздоха по покойному». «Может, умело скрывает свое горе?» пожал плечами следователь. «Такое не скроешь», покачал головой Виктор Павлович. «Не баба, мужик в юбке, честное слово». Кичатов вспомнил, что рассказал ему Чекуров о бывшей секретарше Варламова. «Молодая, стройная, миловидная?» «Да», подумал он, «вполне возможно, что Золотухин прав». «Не за деловые качества», двигал замминистра Ростоцкую вверх по служебной лестнице. Старший оперуполномоченный отправился по делам, а подполковник позвонил в Москву Игорю Андреевичу. Они обсудили события сегодняшнего дня. «Ваша версия, что оба покойника, найденные в море, жертвы смерча, весьма перспективна», сказал Чекуров. «Работайте в этом направлении, но не забывайте и о других». «Само собой, разумеется», ответил Кичатов. «А когда будете в Южноморске?» «Завтра». «Билет уже в кармане». Следователь прокуратуры назвал номер рейса. «Тогда до встречи», сказал Дмитрий Александрович. «Надеюсь, до вашего приезда не будет никаких сюрпризов». «Я уже боюсь зарекаться», засмеялся на том конце провода Чекуров. Попрощавшись с ним, Кичатов позвонил в местное управление госбезопасности и сообщил о необычном утопленнике. Затем связался с руководством порта, где ему обещали выделить завтра катер с водолазом для обследования дна моря в районе устья Чернушки. Вдруг там удастся обнаружить еще кого из погибших или что-нибудь проливающее свет на странные события последних трех дней. После этого Кичатов наконец отправился в гостиницу. Игорь Андреевич Чекуров оказался прав. Нельзя было зарекаться от очередных сюрпризов. Утром в половине восьмого подполковника Кичатова разбудил телефонный звонок Жура. «Дмитрий Александрович, выезжаю за вами!» взволнованно сказал старший оперуполномоченный угрозыска. «А что случилось?» спросил следователь с трудом соображая где он и что так глубоко спал после бессонных сорока восьми часов. «Опять вести с нашего злополучного места!» «И не уж-то снова наш роковой гонец Зайковский?» предположил Кичатов окончательно сбрасывая с себя остатки сна. «Нет, на сей раз дежурному по городу звонил спасатель из дома творчества, но по поручению Марата Спиридонча еще один труп обнаружен». «Ладно, расскажите, когда приедете», сказал Дмитрий Александрович, «а мне надо умыться, одеться». «Буду через семь минут», пообещал капитан. Он постучался в дверь минута в минуту, как обещал. «Так что же там произошло?» спросил Кичатов, когда они, перепрыгивая через несколько ступеней, спешили вниз по лестнице к выходу. «Сегодня Зайковский отправился на рыбалку не один. Чувствовал, что ли, взял с собой спасателя». Они вышли из гостиницы, вскочили в милицейский уазик. «Сели наши рыбачки в лодку, отплыли от берега», продолжил капитан, «и только закинули в воду удочки, как заметили утопленника. В одежде мужчина раздулся уже, значит, утонул несколько дней назад». Как увидел Зайковский труп, за сердце схватился. Хорошо, у его напарника по рыбалке был с собой валидол, сунул Марату Спиридончу таблетку под язык. Тот еле в себя пришел. А когда пристали к берегу, Зайковский заявил, «Хватит с меня покойничков, сейчас же упаковываю чемодан и в Москву». А то, говорит, «Так недолго и самому загреметь в могилу или попасть в дурдом». Скорую вызвал, и нам звонил уже один спасатель, без Зайковского». «Нервы не выдержали», заметил Кичат. «А чего вы хотите? Не знаю, у кого они могут и выдержать. Третий день подряд, как не вырвется бедняга на море рыбачить, так сплошные утопленники». На сей раз скорая помощь прибыла раньше работников милиции. Врач был другой, не Дьяков. Он подтвердил, что смерть наступила несколько дней назад. На теле покойного были прижизненные ссадины, царапины. Однако, по мнению врача, они вряд ли могли послужить причиной гибели этого мужчины лет сорока пятидесяти. Установить его личность пока не удавалось, так как в карманах брюки и легкой синтетической курточки никаких документов не было. «Очень полный был», сказал доктор, когда они со следователем закончили осмотр и сняли отпечатки пальцев. Кичатов поначалу его полноту отнес за счет того, что труп раздулся под воздействием газов. Пообещав прислать постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, следователь разрешил увезти покойного в морг. Машина скорой помощи уехала, а Кичатов и Жур еще раз осмотрели берег. Подходы к нему оба были крайне озабочены. «Восемь лет служу в милиции, но такого не припомню. Фантастика!» — в сердцах сказал Виктор Павлович. «И все время служите здесь?» «Да, в Южноморске», кивнул капитан. «Это же надо! Сразу столько загадочных смертей!» «Но ведь смерчи были у вас и раньше», напомнил Кичатов. «Местный бог погоды Сербеладзе говорил мне, что в прошлом году, в декабре, во время стихийного бедствия погибло более десяти человек». «Погибли, да», подтвердил Жур, «но тогда была ясность, и родственники сразу подняли тревогу, а вы обратили внимание, что никто, буквально ни один человек, не забеспокоился и не заявил ни о вчерашнем, ни о сегодняшнем утопленнике». «Ну, это как-то можно объяснить», сказал Кичатов. «Все невероятно приезжие». «И все равно странно», возразил капитан, «ведь каждый приезжий где-то живет, кем-то общается, в санатории, пансионате или на частной квартире, и когда пропадает человек на несколько дней, об этом, как правило, сообщают». «Пожалуй, вы правы», согласился следователь. «И еще, есть у меня одно соображение, но не знаю, стоит ли...» Жур покосился на Дмитрия Александровича. «Давайте, давайте, выкладывайте», подбодрил капитан следователь. «А что, если смерч ни при чем?» спросил Жур. «Вы хотите сказать, здесь?» Кичатов показал на море. «Произошло что-то другое?» «Вот-вот, точнее, причина смерти этих троих другая». «Вполне вероятно», подумав, ответил Кичатов. «Я это допускаю. Авария, злой умысел. Или у вас есть более определенная версия?» «Есть, Дмитрий Александрович», кивнул Жур. «Только вы не смейтесь». Он смущенно кашлянул. «Какой там смех?» серьезно произнес следователь. «Мы в таких потемках, что любой лучик, любой проблеск. Ну, не стесняйтесь, как красная девица». Нетерпеливо подстегнул он Жура. «А вдруг виноваты какие-нибудь газы или ядовитые испарения?» решился наконец Жур. «Может, считали о таком?» «Нет», признался Кичатал. «А как это произошло?» «Понимаете, в окрестностях озера обнаружили более сорока погибших людей и множество трупов животных», стал рассказывать капитан. «Сначала тоже не могли понять причину смерти, вроде целые, невредимые, а когда пригласили специалистов, выяснилось, что под дном озера скапливаются вредные газы, двуокись углерода и другие, они-то и убили вокруг все живое. Между прочим, случай этот не единичный. Подобная штука произошла и возле другого озера. Там масштабы катастрофы были еще более внушительными, более полутора тысяч человек. А уж сколько погибло домашних и диких животных не счесть? Постойте, постойте, а где это все случилось? спросил подполковник. «В Африке», ответил капитан. «Первый случай у озера Монун, второй у озера Неос». «Где Африка, а где Черное море?» «А вдруг и здесь нечто подобное?» «Ладно, дадим Фербеладзе еще одно задание, а пусть проверит заодно и состав воздуха», после некоторого размышления сказал следователь. Их внимание привлек катер, входивший в акваторию устья Чернушки. Когда он приблизился настолько, что можно было различить отдельные фигуры людей на его палубе, судно рявкнуло сиреной, кто-то помахал рукой. Кичатов посмотрел на часы. Именно в это время обещали прислать сюда водолаза. Он помахал в ответ. С катера спустили шлюпку и находка направилась к берегу. Приехав утром на службу, Игорь Андреевич Чекуров прежде всего зашел в здание прокуратуры Российской Федерации, находящееся на Кузнецком мосту, чтобы уплатить партийные взносы. А уж потом направился в свое здание, располагавшееся между Петровкой и Неглинной. В нем и помещалась следственная часть прокуратуры республики. На улице было промозгло, сыро. Чекуров втянул голову в плечи, прикрываясь воротником от пронизывающего ветра. «Ты что, не слышишь?» раздался сзади него знакомый голос. Игорь Андреевич остановился, обернулся. Его догонял коллега Вася Огородников, следователь по особо важным делам прокуратуры города Москвы. С Огородниковым он был знаком еще со студенческой скамьи. Оба учились на юрфаке МГУ. «Привет!» протянул ему руку Чекуров. «Ну и погодка!» «Ой, не говори!» Василий крепко ответил на пожатие. «К нам?» «Да», кивнул Огородников. Нырнули наконец в подъезд здания прокуратуры. Прошли в кабинет Чекурова. Игорь Андреевич чувствовал, что Васе непременно хочется кому-то излить душу. Такой удрученный был у него вид. Обычно Огородников слова не скажет, чтобы не схохмить. «Что ты, Васенька, не весел?» спросил Игорь Андреевич, вешая мокрое пальто на вешалку за шкафом. «Что ты голову повесил?» В Петровке 38 нам передали дело. Поручили мне. Я ознакомился. На первый взгляд проще паренной репы. Директор гастронома Цареградский брал взятки с заведующих секциями. Накрыли Цареградского с поличным просто и надежно. Работники УБХСС пометили купюры, вручили заведующим секциям, те дали деньги взяточнику. Их тут же обнаружили в столе директора. Свидетели, то бишь взяткодатели улечили Цареградского полностью. «И много брал?» уточнил Чекуров. «По свидетельским показаниям пятьсот рублей в неделю». «От каждого?» «Нет, в общей сложности». «А когда возбудили дело?» продолжил расспрашивать Игорь Андреевич. «Летом». «Выходит, совсем недавно?» Чекуров покачал головой. «Удивительные люди!» «Брать взятки и час, когда все накалены до предела. В газетах то и дело разоблачают руководителей торговли такого ранга». «Если человек не способен ни на что, перебил друг огородников, он способен на все». «Что-то не понял», уставился на приятеля Чекуров. «Ты имеешь в виду директора взятышника?» «Нет», ответил огородников. «Я имею в виду тех, кто дает показания против него. А цареградский, уверяю тебя, мужик с головой, знаешь, из разряда неуживчивых, причем неуживчивых с точки зрения тех, кто кричал «заменить меня некем». А ведь и впрямь рядом с такими незаменимыми деятелями, кроме подхалимов, ловкачей их опумнят никого, потому что очень далеко оттеснили они неуживчивых, кто не хотел мириться, как теперь говорят, с застоем и негативными явлениями в обществе. «Погоди, ты хочешь сказать, что твой директор невиновен?» «Он категорически отрицает, что брал взятки», ответил Огородников. «А как же меченые деньги?» удивился Чекуров. «Показания заведующих секциями». «Видишь ли, старик, нечестные люди умелее», Вася поднял палец к потолку. «Куда более умелее развивают средства подавления честности, чем честные развивают средства подавления бесчестности и непорядочности?» «Ты согласен?» «На все сто процентов». «Отличный ответ», обрадовался Огородников. «Впрочем, умно можно ответить лишь тому, кто умно спросил». «От скромности ты не умрешь, усмехнулся Игорь Андреевич. «Я умру от другого», печально изрек Василий, «от доверчивости». «Понимаешь, я поверил Цареградскому и вот результат». Следователь прокуратуры города вытащил из кармана газету и протянул Чекуролу. Весь подвал в ней занимал фильетон. Игорь Андреевич пробежал его глазами. Суть сводилась к тому, что в то время, когда партия, государство, народ объявили беспощадную войну таким уродливым явлением, как хищение и взятки, следователь Огородников взял под защиту пойманного с поличным директора-гастронома Цареградского. «Более того, человек, призванный стоять на страже закона, не щадя сил бороться с преступностью, выпустил вышеупомянутого Цареградского на свободу, и неслыханная вещь настаивает, чтобы его восстановили в должности директора-гастронома». Прочитал фамилию автора, Чекуров присвистнул. «Смотри-ка, жив курилка». «Ты о ком?» спросил Огородников. «А фельетонисте». «А откуда ты его знаешь?» «Мелковского?» «Да он проходил года три назад по одному делу, которое я расследовал». «Ты, наверное, помнишь, о нем писали «Махинации в Березкинском объединении интеграл». «Убийство директора», «Покушение на самоубийство главврача». «Да-да-да», кивнул Василий Лукич. «Припоминаю». «Какая-то афера с лекарственным препаратом, так?» «Совершенно верно», подтвердил Чекуров. «Баурос» назывался. «Что-то вроде прохладительного напитка, а выдавали чуть ли не за эликсир жизни». Мелковский был в этой шайке, как бы пресс-агентом. Рекламировал чудодейственные качества Бауроса в газетах, по радио, на телевидении и в кино, за что и получал щедрое вознаграждение. Ему даже оплачивали персональную машину в Москве, снимали особняк. Ну, короче, этот писак сыграл не последнюю роль в одурачивании десятков тысяч людей. А кем он проходил в деле, полюбопуствовала Огородников. «Я собирался предъявить ему обвинение, но меня одернули. Мелковского, мол, трогать нельзя». «Кто одернул?» «Сверху», ответил Игорь Андреевич и, заметив на лице приятеля, усмешку вздохнул. «Ты даже не можешь себе представить, с каких высот вступили за Мелковского». «Уж на что Вербиков не робкого десятка, но и тот спасовал». Чекуров глянул на дату. Газета была вчерашняя. От Огородникова это не ускользнуло. «А сегодня уже вызвали на коверк», Василий Лукич назвал одного из замов прокурора республики. «Что он за мужик? Крутой?» Чекуров не успел ответить, в дверь заглянули. «Разрешите, Игорь Андреевич?» «О, конечно, конечно!» Чекуров поднялся со своего места, чтобы поприветствовать Яна Арнольдовича Латыниса. Они встретились, как старые приятели. Огородников заспешил, пора было идти к начальству. «Выше голову стареек!» подбодрил его Чекуров. «Опасно! Если не споткнешься о порог, то уж непременно расшибешь лоб о притолоку», застрел напоследок Огородников. Когда они остались одни, Чекуров забросал оперуполномоченного вопросами о житье-бытие. Они не виделись с тех пор, как вместе расследовали дело о Березкинском объединении «Интеграл». Майор поначалу был сдержан. Видимо, на его психику давил кабинет. Но мало-помалу Латынис расковывался, и вскоре они уже беседовали совсем как тогда, в дни совместной работы. «Смотрю, вы вроде бросили курить», обратил внимание Латынис. «Прежде помнится, смолили одну за другой». «Уже сорок четыре дня не смолю», посмотрел на календарь, ответил Игорь Андреевич. «Решились все-таки», порадовался заследователя Ян Арнольдович. «Поздравляю». А в дверь постучали. Игорь Андреевич глянул на часы. «Это наверное Золотухин», пояснил он Латынису. «Как раз по южноморскому делу». «Войдите», крикнул он. В кабинет ротко вошел мужчина, лет сорока пяти. Действительно, он оказался бывшим старшим инженером-экономистом одного из отделов Министерства строительства. «Присаживайтесь», предложил ему следователь, представил Яна Арнольдовича как участника следственной оперативной группы. Золотухин устроился на краюшке стула и сложил руки на коленях. «Словно набедокуривший школьник, вызванный к завучу», подумал о свидетеле Чекуров. Он был несколько озадачен. Ожидал, что инженер из породы напористых Мельчаков и Горлопанов выступит на собрании против замминистра, а Золотухин вел себя тише воды ниже травы. Игорь Андреевич поинтересовался, почему и как инженер ушел из Министерства строительства. На вопрос «Почему» Золотухин предпочел не отвечать. А вот насчет как буркнул по собственному желанию. «Что, на новом месте условия лучше?» допытывался следователь. Золотухин стал бормотать что-то про спокойную жизнь. «А в зарплате выгода ли или наоборот?» задал вопрос Чекуров. Допрашиваемый с трудом признался, что ставка на новой работе у него ниже на 45 рублей. «Клещами нужно тянуть каждое слово», терял терпение следователь. Он не понимал, чего или кого боится Золотухин. Однако постепенно Чекуров стал приходить к мысли, что не только, а вернее не столько страх диктует поведение инженера. Тут скорее уже имело место разочарование. «Эх, товарищ следователь, товарищ следователь!» тяжело вздохнул Золотухин. «Неужели вы сами не понимаете, что со мной произошло?» «Конечно, в том, что мне пришлось уйти из министерства, виноват я сам». «А почему?» начитался дуралей газет. «Поверил!» «Смело, мол, идите в бой против бюрократов, самодуров администраторов и прочих ретроградов и перерожденцев?» «Вот я и сходил». «А чем все кончилось?» «Ушли меня с должности». «Элементарно расправились». Глаза у него сузились, на секунду в них сверкнул гневный огонек. «Я бы всех этих журналистов, подстрекающих честных людей, идти на медведя с десертным ножичком?» Но инженер не договорил, какую кару обрушил бы на газетную братью. Он только махнул рукой и снова снит. Игорю Андреевичу, как говорится, крыть было нечем. следователь понял, Золотухин не из тех, кто будет мстить человеку, навредившему ему по службе. Слишком интеллигентен и робок. Он закончил допрос и отпустил свидетеля. А тут и не скрывал своей радости, что можно поскорее покинуть это заведение. Оставшись с латыни сам, Игорь Андреевич ввел его в курс дела. «Значит, вылетите в Южноморск», сказал Яна Арнольдович. «А что делать мне?» «Пока поработайте в Москве», сказал Чекуров. «Задание у вас следующее. Откуда у Варламова могли быть такие деньги? И не только деньги. Перстень, который нашли в его дипломате, очень редкая и ценная вещь». «Понял», кивнул оперуполномоченный угрозыска. «И вообще соберите как можно больше средней о заместителе министра». «Второе киноартист великанов. С чего это он поехал в Южноморск? Знаком ли с Варламовым?» Игорь Андреевич посмотрел на часы. «К сожалению, более обстоятельно поговорить не удастся, но мы будем созваниваться. Идет?» «Разумеется», пообещал латынист. «На Южноморск Чекуров попал впервые. По службе бывать не приходилось, а отдыхать на таких многолюдных суматошных курортах он разлюбил с тех пор, как однажды провел отпуск в путешествии по северу европейской части России, которым был просто очарован. В аэропорту Игорь Андреевич встретил Кичатов. И только они сели в Волгу, предоставленную гору правления внутренних дел, подполковник сходу огорошил следователя прокуратуры. «Еще один труп». «Помимо того, что нашел сегодня в воде Зайковский, уточнил Чекуров, да, водолаз обнаружил». «Причина смерти, кто он, что?» забросал коллегу вопросами Игорь Андреевич. «Скорее всего, утонул, как и другие», ответил тот. «Мужчина, лет пятидесяти пяти, высокий, с бородой, в кармане куртки членский билет Союза художников СССР». «Значит, личность установили?» «Увы», развел руки Кичатов, «ни фамилии, ни имени, ни отчества разобрать не удалось, размыло водой». «Но, слава богу, есть фотография, переснимем, увеличим и пошлем в Москву правления Союза художников. Там-то уж должны опознать». «Это надо сделать как можно быстрее». «Завтра же», ответил подполковник. «Еще что-нибудь водолаз нашел?» «Нашел», кивнул Кичатов, «спортивную сумку, импортную, Adidas, а в ней около пяти тысяч рублей». «Так», степенулся Игорь Андреевич, «опять деньги». «И в каких купюрах?» «В основном сотенные и пяти десятки». «А в сумке больше ничего не было?» «Бритвенный прибор, голландский шик». «Ну, соответственно, принадлежности для бритья, пачка лезвий, помазок, крем, блок московских сигарет Ява в мягкой упаковке». «Все, конечно, размокло». «И еще томис собрания сочинений Достоевского». «В нем два романа записки из мертвого дома и игрок». «Какой-нибудь подписи или экслибриса на книге нет?» спросил Игорь Андреевич. «Нет, все страницы чистые». «Чья сумка выходит неизвестна», не то вопросительно, не то утвердительно, произнес Чекуров. «Выходит так, Игорь Андреевич», ответил Кечатов. «Дорога пролегала почти по самой кромке морского берега». Следователь прокуратуры задумался, глядя на ленивые барашки волн с шипением накатывающихся на гальку. «Четыре покойника», нарушил наконец он молчание, «и все в одном месте». «И автомобиль», напомнил подполковник. «Послушайте, Дмитрий Александрович, неужели это мог натворить смерть?» спросил Чекуров. «Другого объяснения, увы, нет. Буквально два часа назад я снова беседовал с Фербеладзе, местным начальником гидрометеослужбы. Да, он такие сведения привел, в которые даже трудно поверить. Стоит, к примеру, на пути смерча дом. Прошел смерч, и нет дома, разметало по щепочкам. Или такие случаи, попадет курица, в полосу смерчевого вихря. Так в мгновение око становится голенькое, словно ее ощипали». Чекуров представил себе подобную курицу и не смог сдержать улыбку. «Факт», горячо заверил его кичат, «это не анекдот. Да что там курица? Знаете, что бывает здесь, на побережье? Смерч, как насосом, затянет в свою воронку огромное количество воды и перебрасывает в предгорье». Он показал на поросший лесом хребет. «А оттуда вода бешеным потоком несется вниз и сметает на своем пути буквально все». «И часто такое случается?» «Катастрофические случаи бывают, конечно, не часто», ответил Кичатов. «Однако подобное произошло в районе Сочи Мацестинского курорта осенью 1975 года. И еще в конце лета 1985 года в районе Лазаревского. А самое последнее, значит, в районе Чернушки, так? Да. Как установили работники Южно-морской гидрометеослужбы, Смерч пронесся около шести часов утра с 21 на 22 октября, то есть три дня назад. Помните, я вам рассказывал про рыбу в кустах? Конечно. Так вот, в том месте Смерч и обрушил на землю буквально водопады. Сила вихря, по-видимому, была велика. Почему по-видимому? Разве точных сведений нет? Понимаете, более полную картину происшествия Сербеладзе обещал представить через день другой, пояснил Кичатов. В официальной справке. Ясно. кемнул Чекуров. Давайте подъедем к устью Чернушки. Хочу осмотреть то место. Пожалуйста. И подполковник дал команду водителю везти их к верблюду. «Ну, а что женщина, которая звонила в номер Варламова, когда там проводился обыск?» продолжал расспрашивать коллегу Игорь Андреевич. «Женщина!» хмыкнул Кичатов и зло добавил. «Язык не поворачивается называть так это чудовище!» Чекуров удивленно скинул брови. «Дмитрий Александрович все время был сдержан и вдруг...» «Извините, Игорь Андреевич!» спохватился Кичатов. «Знаю, надо быть объективным, стараться без эмоций». «Это на допросах», улыбнулся Чекуров. «А между собой я считаю наоборот. Страсти они помогают». «И что же вас так возмутило?» «Лучше по порядку». «Давайте». «А фамилия Елизаветы Николаевны Тимофеева», продолжал Кичатов. «Тридцать три года, а выглядит на все пятьдесят. На лице прямо-таки светятся все пороки, которыми она обладает, а их куда как много. Проститутка, воровка, фарцовщица, сводница, шантажистка». «Ничего себе, букетик», усмехнулся Чекуров. «А все началось еще со школы», рассказывал Дмитрий Александрович, «чуть ли не с пятого класса». Ставила мальчишкам воздыхателям условия. «Хочешь поцеловать? Купи эскимо на палочке или поведи в кино». Немного подросла и кино и мороженое ее уже не устраивали. А подавай кафе или ресторан. В шестнадцать лет она впервые отдалась за деньги. Ну и пошло-поехало. Причем Елизавета Николаевна быстро сообразила, что импортные шмотки, до которых была страсть как охочи, легче всего заполучить у фирмачей. Ну так на их жаргоне звались иностранцы и Тимофеева превращается в путану. «Это еще что за птица?» удивился Игорь Андреевич. «Проститутка, отдающаяся иностранцам за валюту и за тряпки ничем не брезгует. Пиво в банках, печенье, сигареты, лишь бы не наши. Между прочим, на французском языке путана шлюха». И тут страсть. «Киностранщине», усмехнулся Чекуров. «А как же!» Короче говоря, в 18 лет у Тимофеева родилась дочь Светлана. А через пару лет Тимофеева попадает в колонию, обворовала иностранца. Воспитанием дочери занималась родственница. Не то бабка Елизаветы Николаевны, не то тетка. После освобождения Тимофеева пытается вернуться к прежней профессии. Но, увы, колония не курорт, да и прежняя бурная жизнь сделала свое. Нет былой свежести, красоты, фигура расплылась. В общем, с молодыми путанами она уже не могла тягаться, а честно зарабатывать деньги ой, как не хотелось. Тимофеева занялась фарцой, валютными махинациями и сводничеством. Ну и погорела, конечно. Снова суд, нары, тюремная баланда. После третьего срока она вышла на волю всего полгода назад. Видит, дочь подросла. К сожалению, великому яблоко от яблони упало совсем рядышком. Елизавета Николаевна стала ее наставницей по части проституции. Погодите, Дмитрий Александрович, перебил коллегу Чекурову. Если Тимофеевой сейчас тридцать три, то сколько же ее дочери? В том-то и дело, что девчонке всего пятнадцать лет. Кичатов поморщился, словно от зубной боли. Да, вырвалась у Чекурова. Прямо не верится, чтобы мать свою несовершеннолетнюю дочь толкала на панель. Вы подполковник занимались, продолжал подполковник. Елизавета Николаевна подыскивала для дочери клиентов, а глазу не он наметан. Старалась подобрать из тех, у кого тугая мошна, но в основном охотилась за пожилыми мужчинами, занимающими высокое положение. У Тимофеевых было два варианта, как выудить денежки. Первый, Светлана завлекала любителя молоденьких девушек на специально снятую для этого квартиру. Когда клиент входил в раж, появлялась мамаша. Она разыгрывала оскорбленную тесть, ставала под нас метрику дочери, грозилась ославить, подать в суды и так далее. Короче, доводила клиента дошокового состояния. И тут, как говорится, Елизавета Николаевна брала его голыми руками, требовала компенсации. Если у клиента не было с собой соответствующей суммы, заставляла писать расписку. А какая такса? В зависимости от достатка и положения жертвы. Обычно десять тысяч. Иногда больше, если чувствовала, что клиент особенно перепуганный и готов на все. А второй способ? Светлана шла с клиентом в гостиницу. Потом ублажив его, напоив, забирала документы и поминай, как звали. На следующий день в номере раздавался телефонный звонок. Елизавета Николаевна угрожала, предлагала встретиться, требовала в обмен на документы деньги. Словом, как в случае с Варламовым. Здорово все рассчитала бестия. Клиенты выкладывали требуемую сумму как беленькие. Психолог, усмехнулся Игорь Андреевич. Но каким образом ей удалось подцепить Варламова? Понимаете, тут замешан Блинцов, управляющий местным строительным трестом. А, тот самый герой газетного фильетона, вспомнил Чекуров разговор с замминистра строительства Паршины. Он самый, кивнул подполковник. Блинцов, видимо, во что бы то ни стало, хотел угодить Варламову. Управляющему трестом порекомендовали Тимофееву как поставщицу девочек. Он сам лично привез Светлану в гостиницу Прибой. Так сказать, преподнес шефу на блюдечке с голубой каемочкой. Представляете, сунул девчонке двести пятьдесят рублей и обещал дать еще, если Варламов останется доволен. Бедняга не знал, какую свинью подложил он начальнику. А вы что, допросили Блинцова? К сожалению, пока нет. Его срочно вызвали в министерство, он улетел вчера вечером в Москву, ответил Кичатов. Ну, а в номере у Варламова все происходило по наезженному сценарию. Светлана ублажила его, подождала, пока он заснет, а около полуночи покинула гостиницу, не забыв прихватить документы заместителя министра. Какого числа это было? Двадцатого октября, в тот же день, когда Варламов прилетел в Южноморст. А через сутки прошел смерч, задумчиво произнес Чекуров. Как вы думаете, мать и дочь имеют какое-нибудь отношение к гибели Варламов? А скорее всего, нет. Обе Тимофеевы до этого не знали Кима Харитонча и общих знакомых не имели. А Блинцов, напомнил Чекуров. Но я же говорю, Блинцова свели с этой бандершей мамашей буквально за несколько часов до того, как состоялось свидание Светланы и Варламова в его номере. И потом, Игорь Андреевич, сами подумайте, какая выгода Тимофеевым в смерти Варламова? Они хотели получить с него свои десять тысяч. И то, что Елизавета Николаевна полтора дня названивала в гостиницу заместителю министра, подтверждает ее знакомое. Более того, уходя из номера, Светлана могла бы прихватить не только документы, но и деньги. Вон, сколько их было в чемодане и дипломате. А может, она и взяла какую-то сумму, пожал плечами Чекуров. «Мы же не знаем, сколько денег было до ее прихода». «Логично», согласился Кичатов. «Пока этот вопрос будем считать открытым. Я попрошу Жура проверить». И уж, коли мы заговорили о деньгах, обнаруженных в номере Варламова, любопытная штука получается». «Что там еще?» насторожился Чекуров. «Опять какая-нибудь заковыка». «Угадали», стевнул подполковник. «Начнем с дипломата. Как вы знаете, в нем находилось пятьдесят тысяч рублей». «И перстень», напомнил Чекуров. «Так вот, на ручке дипломата имеются отпечатки пальцев Варламова, а на купюрах таковых не обнаружено». «На перстне тоже». «Вы хотите сказать, он к ним не прикасался?» «Совершенно верно». «Значит, считал эти пачки с купюрами и положил дипломат другой человек, как и перстень». «Это действительно любопытно», задумался Игорь Андреевич. «Выходит, деньги заместителю министра кто-то передал». «Интересно, кто, за что и когда». «За что и когда пока совсем еще не ясно», сказал Кичатов. «А вот кто?» «Видите ли, Игорь Андреевич, на деньгах и на перстне имеются отпечатки пальцев, которые идентичны тем, что обнаружены и на ручке дипломата вместе с варламовскими пальчиками. Можно предположить, что именно этот человек набил дипломат купюрами, положил туда перстень и передал заместителю министра». «Остался чистый пустячок», усмехнулся Чекуров, «установить, кому они принадлежат». «Установим, я думаю», не среагировал на тон следователя прокуратуры подполковник. «Хотя совсем нет уверенности, что это имеет отношение к происшествию в районе верблюда». «Вполне возможно», согласился Чекуров. «Но, как вы выразились, заковыка этим не исчерпывается», продолжал Кичатов. «Денежки в большом желтом чемодане тоже с каким-то секретом, вернее, с запашком». «В переносном смысле?» «Вопреки поговорке, что деньги не пахнут?» «Эти семьдесят пять тысяч из варламовского чемодана пахнут в прямом смысле слова». «И чем же?» заинтересованно оживился Чекуров. «Плесенью». «Вы же говорили, что они совершенно новенькие». «В том-то и дело, купюры совершенно новые». «Выпущены в 1982 году, то есть несколько лет назад. И сложены так, что номера на банкнотах идут по порядку. А на запах обратил внимание капитан Жур. Эксперты установили, что купюры действительно покрыты плесенью. Видимо, долгое время находились где-то в сыром месте. Главное, что эти деньги не были в употреблении все эти годы». «Интересно, кто же держал их в чулке?» задумался Чекуров. «Ну, мало ли у кого они были. Может быть, у жулика, спекулянта, взяточника. Ну, кто скрывает нечестные доходы?» «Мне кажется, важнее ответить на вопрос, почему?» многозначительно произнес подполковник. «Нужно послать запрос в ваше ведомство, то есть в Главное управление уголовного розыска министерства», понял коллегу Чекуров. «Уже?» кивнул Кичатов. «Я попросил пройтись по данным делам, чтобы особое внимание обратили на нераскрытые случаи ограбления банков, сберказ, кассиров, учреждений, инкассаторов». «Отлично!» одобрил его действия Игорь Андреевич. «Ну, надеюсь, на сегодня сюрпризы исчерпаны?» «Не исчерпаны», улыбнулся подполковник. «Но последний!» «В затонувшей машине, в которой был Варламов, находилось запасное колесо. Так вот, в камере были запрятаны 250 тысяч рублей и наркотики». «Четверть миллиона?» округлил глаза Игорь Андреевич. «Прямо наваждение какое-то! Деньги, деньги, везде деньги! На воде, в номере у Варламова, в чьей-то сумке «Адидас», а теперь, нате вам, в запаске. «Эти-то 250 тысяч кому принадлежат? Владельцу «Жигулей» или Варламову?» Чекуров вдруг загорелся. «Дмитрий Александрович, а может разгадка связана с наркотиками? Вокруг этой заразы порой такие страсти бушуют, и деньги вращаются огромные». «Вот у меня голова прямо-таки забита всякими версиями», признался Кичатов. «Слоть до того, что возможно замешана контрабандная пересылка», он кивнул на море. «За нашей акваторией воды чужой страны». «И это предположение придется отрабатывать», согласился Чекуров. «Ну вот, мы приехали», показал на залитую вечерним светом гору, похожую на двугорбого верблюда чатов. Водитель остановил машину. Следователи осмотрели берег моря в устье Чернушки, где развернулись трагические события последних трех дней. Поднялись по ущелью. Протухшая рыба, выброшенная смерчем, собрала стаю ворон. Отяжелевшие наглые птицы даже не улетали при появлении людей, лишь отскакивали на другое место. Когда Чекуров и Кичатов спустились к Волге, солнечный диск краешком коснулся водной глади. В Южноморск они приехали, когда уже зажглись уличные фонари. Чекурову был забронирован номер в той же гостинице, где жил Икичатов. Они еще долго говорили о деле, позвавшем их в этот прекрасный город-курорт. Было решено собраться завтра на совещание в гору правления, где следственно-оперативная группа Чекурова выделили комнату и совместно со старшим оперуполномоченным уголовного розыска журом выработать план дальнейших действий. Утром следующего дня Игорь Андреевич разбудил звонок из Москвы. Это был латынис. «Извините, что рано», сказал Ян Арнольдович, «но я боялся, как бы вы куда-нибудь не закатились». «Ох, какой там рано», ответил следователь. «Солнце сжарит вовсю». «Что, есть важные новости?» «Не знаю, насколько важные, но насчет артиста Великанова удалось кое-что узнать». «Кстати, как его дела?» «Я имею в виду состояние». «Вчера вечером оставалось по-прежнему, а сегодня еще не узнавал». «Но тогда для вас каждое сообщение будет нужным». «И я не зря бегал», продолжал латынис. «Постараюсь по пунктам, которые вы продиктовали вчера». «Вы меня слышите?» «Да-да, Ян Арнольдович», откликнулся следователь. «Хорошо слышу». «Значит, в Таллине Великанов снимался в главной роли в картине под условным названием «Сегодня ты, а завтра я» по роману Достоевского «Игрок». «Как-как?» вырвалось у Чикурола. «В роли Алексея Петровича по роману «Игрок Достоевского», повторил майор. «А почему снимают в Таллине?» поинтересовался Чикуров. «Должны были ехать за границу, ведь действия романа происходят там, но госкино запретило. Сказали, что самая достоверная заграница отлично получается в Прибалтике». «Великанов», как выяснилось, отказывался от других предложений и все ждал, когда начнет снимать Лежепеков. Вообще, все говорят, что Великанов самозабвенно влюблен в свою профессию, жил в долгах, терпел нужду, но на халтурные роли не соглашался. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Полгода назад умерла Евгения Великанова, народная артистка, знаете, конечно. А как же, даже был с ней знаком. Она родная тетка Александра Великанова. Умирая, оставила ему по завещанию все, что имела. Приличное наследство? Судите сами. Только денежный вклад на сберкнижке составлял 48 тысяч 750 рублей. Плюс к этому дача под Москвой, обстановка в квартире, картины хрустали и так далее. А что, у нее своей семьи не было? Был муж, боевой генерал, но он недавно скончался, а детей они не имели. Евгения Великанова страшно любила племянника, рассказывал латынис. Правда, между ними одно время пробежала, как говорится, черная кошка. Понимаете, она терпеть не могла жену Александра. Так Великанов женат? Нет, уже нет. Развелся года полтора назад, ответил Ян Арнольдович. Но я продолжу о наследстве. Шестимесячный срок со дня смерти завещателя истек 19 октября. Понятно, сказал следователь. И Александр мог вступить в наследование. Совершенно верно. Он прилетел из Сталина 20-го, тут же пошел в сберкассу и потребовал выдать все деньги, оставленные ему теткой. Но в сберкассе сказали, что для получения такой большой суммы нужно делать предварительный заказ, что великанов и сделал. В сберкассе его, конечно же, узнали, только и говорили о нем. На следующий день Александр явился за наследством. Это все хорошо помнят, особенно Кассерша, молоденькая такая, по-моему, страстная поклонница киноартиста. Во всяком случае, на ее рабочем месте пришпелена фотография великанова. Ее удивило легкомыслие, с каким относился к деньгам Александр. А в чем это выражалось? Побросал, говорит, в спортивную сумку и через плечо. Погодите, погодите, заволновался следователь. А Кассерша случайно сумку не запомнила? Она все запомнила, ответил майор. Адидас. Отлично, вырвалось у Чкурова. Что, фирма имеет значение? Думаю, что да. Игорь Андреевич рассказал Латынису о находке водолаза. А если еще принять во внимание Томик Достоевского с романом «Игрок», поделился своей догадкой следователь, то можно с уверенностью сказать, что сумка эта принадлежит Великанову. Но в сберкассе он положил в нее не пять, а почти пятьдесят тысяч, напомнил Ян Арнольдович. «А где же остальные?» «Я бы тоже хотел знать это», сказал Чекуров. «Попробуйте выяснить, сколько великанов прихватил с собой в Южноморск». «Постараюсь», откликнулся майор. «Понимаете, живет он один. Никто не мог мне даже сказать, зачем Александр полетел в Южноморск, где там остановился и прочее». «Ничего», подбодрил майора следователь. «За вчерашний день вы узнали об артисте немало. Еще что-нибудь есть?» «Пока все». Чекуров поручил Латынису установить, не являлись ли великанов и варламов наркоманами, знакомы ли, может быть, связаны бизнесом на этой отраве?» Заканчивая разговор, условились, что Ян Арнольдович перезвонит вечером. Только Чекуров положил трубку, снова звонок. На этот раз следователь услышал голос капитана Жура. «Когда прислать машину, Игорь Андреевич?» просил Жур. «Зачем?» поинтересовался следователь. «Надо срочно встретиться?» «Ничего срочного, просто спрашиваю», растерянно ответил оперуполномоченный уголовного розыска. «В половине десятого мы с Кичатовым будем в управлении», сказал Игорь Андреевич, понимая, что начальство Жура не хочет ударить лицом в грязь перед москвичами. «Насколько я знаю, тут рукой подать? Еще час в запасе?» Чекуров быстро умылся, побрился, позвонил Кичатову. Тот, оказывается, был давно на ногах, но не решался беспокоить коллегу. Позавтраком на скорую руку они отправились в гору управления внутренних дел. Игорь Андреевич рассказал о звонке латыниса. «Слава Богу, хоть что-то прояснилось», сказал подполковник, который тоже разделил мнение Чекурова о том, что сумка «Адидас» великановская. «И купюры, только сотенные пятидесятки. Какие он взял в сберкассе?» «А я вот думаю, не они ли плавали в море?» задумчиво произнес следователь прокуратуры. «У меня все не идет из головы, что великанов получил больше сорока восьми тысяч. Вполне может быть», согласился Кичатов. «А водолаз обнаружил сумку в воде полуоткрытой». День разгорался чистый, светлый. Дымка тумана над морем таяла буквально на глаза. Игорю Андреевичу было непривычно шагать в пиджаке без пальто, но больше всего поражали запахи. В них вплетались ароматы незнакомой растительности и морские испарения. Южноморск был сказочно красив. Но красота эта казалась неестественной, декоративной, искусственной, что ли. Они подошли к гору правления. Капитан Жур уже ждал московских следователей. Теперь Чекуров познакомился с ним лично и, не мешкая, приступил к совещанию. Сначала Виктор Палыч попросил руководитель группы, что удалось установить о перстне из дипломата. Вещь очень редкая. Я показывал тут одному ювелиру, который обычно консультирует нас, так он затруднился даже приблизительно определить его стоимость. Ответил старший оперуполномоченный уголовного розыска. Говорит, что нам следует обратиться к искусствоведам, а может и к историкам. Почему? Кинул Брович Чекуров. Ювелир считает, что перстень возможно иметь не только материальную, художественную, но еще и историческую ценность. Ажур вынул из конверта увеличенные фотографии кольца, найденного в номере Варламова. Видите, камень Гемма. На изумруде вырезана линдия. Работа очень старинная. «Хорошо, будем искать соответствующих специалистов», сказал Игорь Андреевич. «Но на вещдоке имеются и современные улики», продолжил Виктор Павлович. «Вот, смотрите, здесь и здесь», водил он по снимку пальцем. «В стыках в глубине узоров сохранились микрочатички почвы». «Вы хотите сказать, что эта вещь лежала в земле?» спросил Китчат. «Не знаю, лежала или же земля попала, когда перстень находился на руке. Главное другое. Эксперты говорят, что состав почвы не характерен для здешних мест». «Что же, сведения интересные», одобрительно посмотрел Чекуровно капитана. «Хотя и не знаю пока, как их можно использовать. Варламов ведь тоже не из местных». «Вполне вероятно, что сведения эти могут пригодиться и весьма». «По перстню все?» «Все», кивнул Жур. «Я не мог дозвониться в больницу, вы не знаете, как там великанов?» спросил у него Китчатров. «Пока все еще без сознания», ответил Виктор Павлович. «Я забегал», он улыбнулся. «А зав реанимационным отделением в панике просит принять меры». «Какие?» не понял Чекуров. «Да весь город только и судачит о том, что у них лежит знаменитый Александр Великанов», пояснил капитан. «Вернее, взбудоражена женская половина южноморска». «Девчонки дежурят под окнами, всеми правдами и неправдами стараются прорваться к нему. А это ведь нельзя, ни в коем случае. Реанимация». Цветов натащили, и каждый день заваливают нянечек из отделения, просят передать, даже предлагают свои услуги в качестве сиделок. «Ничего не поделаешь, Слава», развел руками Кичатов. «А вообще бы неплохо потолкаться среди почитателей», высказал предложение Игорь Андреевич. «А вось кто-нибудь прольет свет на то, как очутился возле Чернушки их кумир? И что же произошло там на самом деле?» «Смерч», сказал Жур, «установлено совершенно категорически». «Я с этим не спорю», заметил следователь прокуратуры, «но давайте лучше обмозгуем все известные нам факты». «Итак, в ночь с 21 на 22 октября произошло катастрофическое природное явление. На следующее утро в море были обнаружены плавающие деньги, а также автомобиль с погибшим Варламовым. Далее проходят сутки, и писатель Зайковский становится свидетелем, как двое неизвестных вытаскивают из моря еще одного утопленника с непонятной аппаратурой на теле. В тот же день находят на берегу Великаново с черепной травмой. Еще через 4 часа все тем же Зайковским был обнаружен третий труп полного мужчины. Вскоре водолаз поднимает со дна моря четвертый труп, скорее всего какого-то художника, а также сумку Адидас с деньгами, принадлежащую по всей видимости артисту Великанову. Но помимо всего прочего в гостиничном номере Варламова вы, Виктор Павлович, вместе с прокурором Измайловым находите чемодан и дипломат с деньгами и чрезвычайно ценным перстнем. Так? Ну, кивнул Жур. А что нам известно еще, продолжал Игорь Андреевич? А Варламов прилетел в Южноморск в командировку за день до смерча, а Великанов за несколько часов. Теперь смотрите, что получается. Смерч пронесся в ущелье, по которому течет Чернушка. Наводнение, смывшее в море четырех человек и автомобиль, произошло в пустынном месте. Понимаете, в глухом ущелье, где нет ни жилья, ни кемпинга и так далее. Что делали в это время там люди, оказавшиеся жертвами стихийного бедствия? Исследователь прокуратуры замолчал, переводя взгляд Скичатова на Жура и обратно. Это вопрос вопросов, усмехнулся подполковник. Действительно, нахождение в этом месте Варламова как-то можно объяснить. Ехал на машине и бурный поток смыл в море. Не очень убедительное объяснение, заметил Игорь Андреевич. Ведь заместитель министра находился на заднем сиденье Жигулей, то есть не за рулем. Ну, его могло швырять в машине, когда несло наводнением, пожал плечами Кичатов. Вот поэтому он и оказался сзади. Ну, хорошо, с натяжкой согласимся, сказал Чекуров. А как же остальные утопленники? Но ведь машину скорее всего несло не один десяток метров, заметил Жур. Дверцы могли открываться и закрываться. Но почему остальные утопленники должны были находиться за этой машине? Подполковник сделал ударение на слове «этой». А может, они ехали в другой, и водолаз просто не обнаружил эту другую? Не обижайтесь, Дмитрий Александрович, сказал Чекуров, но, по-моему, дно моря в этом месте обследовано из рук вон плохо. Когда вы вчера рассказывали мне, я не хотел акцентировать. Хорошо, что вы сами подняли этот вопрос. «Я считаю, что нужно обшарить все, буквально все, захватить куда больше территории дна и привлечь к этому ни одного водолаза, а пять, десять». «Согласен с вами», кинул подполковник. «Мое упущение». «Понимаете ли», продолжал Чекуров, «у меня такое ощущение, что есть еще, обязательно существуют какие-то вещи, улики, указывающие на то, почему погибшие оказались в районе наводнения. И, скорее всего, улики эти смыты в море. Возможно, палатка или еще автомобиль, потому что ночью в ущелье просто так не прогуливаются. «Я тоже думал об этом», подхватил Жур. «Ведь вокруг Южноморска полным-полно дикарей». «А сейчас осенью, конечно, меньше, чем летом, но все равно есть. Одни ставят палатки, другие спят в своих машинах, а некоторые, особенно молодежь, ночуют прямо под открытым небом в спальных мешках». «Вот именно», кивнул Игорь Андреевич. «Ну, просто на земле вряд ли бы кто улегся спать». «Но вернемся к утопленникам». «Одна эта компания или же совершенно не связанные друг с другом люди?» действительно ли все они жертвы несчастного случая, то есть разбушевавшейся стихии?» «А может, кто-то из них попал в море до смерча?» Он снова замолчал, ожидая услышать мнение собеседников. «Приходится признать», спустя некоторое время сказал Кичатов, «что пока мы только ставим вопросы, а ответов на них, увы». «Я тоже склонен так считать», вздохнул Игорь Андреевич. «Единственное, что бесспорно, это смерч, остальное покрыто мраком». «Нашей южной черной ночью», усмехнулся капитан Жур, «и все же какие-то проблески есть, так сказать, сверкают отдельные звездочки». «Звезды тут у вас яркие», улыбнулся подполковник, вспоминая свой неудачный медовый месяц. Уже они-то с Ларисой насмотрелись на ночное небо». «Как я понял, вы имеете в виду проблески по нашему делу?» «Так точно», Игорь Андреевич сказал Жур. «Я кажется, мне удалось выйти на аквалангиста». «Это который вытащил из моря утопленника со странной аппаратурой на теле», уточнил Кичатов. «Его», подтвердил капитан и продолжил. «А помните, Зайковский показал, что человек с аквалангом был значительно выше второго мужчины на берегу. Из всех подозреваемых я остановился на инструкторе физкультуры детского санатория «Ласточка». Валентин Трешников, 26 лет от роду, рост под 2 метра, кандидат в мастера спорта по подводному плаванию. В Южноморск приехал в прошлом году после окончания института физкультуры. Как ему удалось устроиться в санатории, сказать трудно, во всяком случае, живет он на птичьих правах. Никола, как говорится, не двора. У Трешникова одна надежда решить проблему с жильем — жениться на Нелле Колесниковой, которая работает в том же санатории воспитательницей. — Любовь по расчету? — спросил Кичатова. — Нет, любовь настоящая. — Оба готовы хоть в шалаш, лишь бы вместе, ответил капитан Жур. Но поначалу ситуация для влюбленных складывалась так скверно, что дальше некуда. Папаша Нелли был категорически против зятя-физкультурника. Мол, что это за профессия для мужчины? Ну, ежели бы еще знаменитый чемпион, заслуженный мастер спорта, тогда другое дело. Ну, слава богу, за дочку вступилась мамаша. Да и Нелли проявила характер. Не дадите благословения, горевать не будем, поедем жить в Кинишму к матери Валентина. Побушевал Колесников, да и смирился. Женихи невесты подали заявление в ЗАГС. А расписываться они должны были вчера. Однако позавчера, то есть 23 октября, когда обнаружили утопленника с аппаратурой, произошли события, которые не укладываются ни в какие рамки. Валентин Трешников в этот день не вышел на работу. Это раз. После обеда он позвонил директору санатории и сообщил следующее. Получил телеграмму из Кинишмы, что мать в тяжелом состоянии, и поэтому он срочно улетает. Это два. Директор естественно выразил сочувствие и не стал препятствовать. Таким образом соединение двух горячо любящих сердец, которого они так ждали и добивались, откладываясь на неопределенный срок. Это три. Виктор Павлович замолчал. Ну и что в этом необычного? нетерпеливо спросил Кичатов. Во-первых, никакой телеграммы из Кинишмы Трешников не получал. Стал сгибать пальцы Жур. Во-вторых, мать его совершенно здорова. И в-третьих, Валентин Трешников вчера улетел в Алма-Ату. Вот какие зигзаги в поведении парня. Кому он полетел? спросил Чекуров. У Трешникова там дед, отец матери. Адрес есть, кивнул Жур. Ну что ж, как бы подытожил его сообщение Игорь Андреевич. Скорее всего, Трешников действительно тот самый аквалангист, которого видел Зайковский. А насчет второго мужчины что-нибудь узнали? Глухо, ответил Виктор Павлович. То есть ни одной ниточки, ни одной зацепочки. А что сообщили насчет Приваловой, жены владельца Жигулей фургона? Она уже в Барнауле, сказал капитан. Вернулась домой после отдыха. Пора бы уже прояснить вопрос, почему автомобиль здесь, а хозяин в Сибири, нахмурился Игорь Андреевич. Не дай Бог Привалов вместе с культурой несет в массы гашиш? Считаю, Виктор Павлович, что вам нужно отправиться в Барнаул, а затем навестить в Алма-Ате Трешникова. Все понял, Игорь Андреевич, ответил Жур. Он позвонил в аэропорт. Самолет на Барнаул улетал через три часа. Успеете собраться, спросил Чекуров. Какие там сборы, улыбнулся Жур. Чемоданчик дома всегда на готове. Следователи пожелали оперу полномоченному уголовного розыска счастливого пути. После его ухода Кичатов отправился в НТО, а Чекуров поехал в порт выбивать водолазов. Там Игорю Андреевичу пришлось приложить немало усилий, чтобы ему выделили катер, который тут же отчалил в сторону устья Чернушки. Сам Чекуров разработал с тремя здоровенными парнями, которым предстояло обшарить морское дно, план поисков. Понятыми должны были быть двое членов команды. Прибыли на место. И хотя условия для задуманного следователем были не самые лучшие, море было неспокойно. Очень скоро один из водолазов обнаружил раскладной походный столик и четыре стула, вершу с несколькими живыми рыбками, мангал для жарения шашлыка. Другой отыскал несколько дешевых стаканов по семь копеек за штуку, коробку с костяшками домино, половину комплекта шахматных фигур, которые утонули из-за того, что имели для устойчивости свинцовые бляшки внутри. Третий водолаз поднял на поверхность мужскую шерстяную куртку большого, не меньше пятьдесят шестого размера, непарные башмаки, оба почему-то на левую ногу, и странный предмет, похожий на шкуру длинношерстного зверька. Приглядевшись, Чекуров удивился еще больше. То был женский парик черного цвета. потом некоторое время находок не было, и Чекуров дал распоряжение сменить место поисков. И сразу же был найден прицеп дача. Открытие оказалось очень важным. На прицепе был тот же номер, что и на «Жигулях», которых нашли в Орламово. материя крыши дачи была в нескольких местах порвана. Можно было предположить, что когда ее подхватил смерч, она находилась в разобранном, то есть жилом виде. Рядом с ней на морском дне валялась переносная лампочка с проводами, питающаяся очевидно от автомобильного аккумулятора. Здесь же находились недостающие шахматные фигуры, несколько разбухших от воды игральных карт и два металлических шезлонга. Затем была обнаружена большая брезентовая палатка. Ветер тем временем крепчал. Члены команды поглядывали на небо, затянутое тучами. Игорь Андреевич понимал, что поиски, к сожалению, придется прекратить. Два водолаза закончили работу, их подняли на борт и освободили от скафандров. А третьему уже дали команду по телефону двигаться к катеру. Он находился как раз напротив того места, где нашли на берегу киноартиста Великанова. И вдруг командир катера, державший связь с водолазами, встревожился. «Что? Что?» крикнуло на микрофон. «Кого видишь?» «Понятно!» Командир повернулся к Чекурову и взволнованно сказал, «Товарищ следователь, утопленник на дне!» Эта весть будоражила команду. Не без труда удалось доставить тело покойного на борт. Волны то и дело захлестывали судно. Катер тут же взял курс в порт. Чекуров попросил командира связаться по рации с руководством, чтобы то сообщило о трупе в гору управления внутренних дел. Утопленник был мужчиной лет тридцати сорока в брюках, рубашке и легкой куртке из синтетики. При первом же взгляде на покойного Чекуров увидел дырочку от пулевого ранения возле уха. Второе отверстие находилось под противоположным ухом. Цвет кожи был белым-белым. Хищные обитатели моря успели попортить лицо. Документов при нем не оказалось. В кармане куртки следователь обнаружил несколько смятых купюр 27 рублей. и мелочь. Имелась также связка ключей. Их было три. Два от английского замка и один очень необычный. Этот ключ был явно от импортного замка. Когда катер пришвартовался, Чекурова на берегу уже ждали Кичатов и судмедэксперт Яков. «Пулевое ранение», констатировал врач при осмотре трупа, «сквозное». Скорее всего, оно и послужило причиной смерти. «Вы хотите сказать, что покойный попал в воду уже мертвым?» спросил Игорь Андреевич. «Где был во время выстрела потерпевший? Я не знаю», ответил Яков. «Но обратите внимание на направление выстрела. Вероятнее всего, он находился в положении близком к горизонтальному». «Лежал, что ли?» уточнил Чекуров. «А может быть плыл?» пожал плечами врач. «Но об этом лучше скажут эксперты». Труп сфотографировали с нескольких точек, сняли отпечатки и покойного отправили в морг на вскрытие. «Вот это сюрприз», заметил Кичатов. «И не говорите», вздохнул Чекуров, которого слегка подташнивало от того, что провел несколько часов на качающейся палубе. «Куда же нам все это вести?» показал он на поднятые со дна моря вещи, сложенные на причале. «В гору правления? Куда же?» усмехнулся Кичатов. «Не в гостиницу же?» Шторм усиливался. Волны обрушивались на пристань. Надо было спешить. Когда Чекуров глянул утром в окно, то увидел совершенно другой южноморс. Исчезли яркие, радующие глаз краски. Город накрыла монотонно серая пелена дождя. «Недолго же баловало меня солнышко», подумал Игорь Андреевич. Выйдя на улицу, следователь почувствовал, как его обволокла все проникающая влажность. Он шел по уже ставшей знакомой дороге в гору управления внутренних дел и невольно сравнивал перемену в погоде с тем, что произошло вследствие. Еще вчера утром предположение о том, что Варламов и трое других мужчин погибли в результате смерча, казалось самым близким к истине. Но вот найден еще один покойник, застреленный, и версия эта покрылась туманной дымкой, как горы вокруг Южноморска, укутанные тучами. Насильственная смерть неизвестного мужчины круто меняла дело. Игорь Андреевич присутствовал на вскрытии трупа, которая показала, пулевое ранение было смертельным, погибший утонул уже мертвым. Выходит, в гибели людей виноват не только смерть. и помимо катастрофы в природе произошла человеческая трагедия. С кем? Почему? На какой почве? Чекуров с тоской смотрел на ощетинившееся свинцовыми волнами море и жалел о том, что вчера не удалось завершить работу по обследованию дна. И когда это можно будет сделать, неизвестно. В ближайшие несколько дней синоптики ничего хорошего не обещали. Да, находок вчера было много, но относятся ли они к смерти пятерых мужчин? А может быть выловлено далеко не все? И не все пятеро являются жертвами какого-то одного непонятного происшествия? по мнению эксперта застреленный был поражен выстрелом из нарезного огнестрельного оружия. Стреляли за расстояние нескольких метров. Возникло множество вопросов. Убийство произошло на берегу и труп бросили в воду? Или же это случилось в море, когда неизвестный плыл? А может его застрелили на каком-нибудь судне и кинули за борт? Из чего стреляли? Пистолета? Винтовки? Где искать орудие убийства? Над всеми этими вопросами они с Кичатовым ломали голову чуть ли не полночи. Но сколько не думали, проблем становилось лишь больше. С раннего утра Кичатов помчался в больницу. Может быть артист Великанов пришел в себя? Помимо этого у Дмитрия Александровича было немало и других дел, ну как впрочем и у Чекурова. Когда Игорь Андреевич пришел в гору управления, тут же с головой окунулся в работу. В середине дня, выбрав свободную минуту, он хотел сбегать пообедать в буфет, но уже с порога его вернул звонок Жура из Барнаула. Как успехи? спросил Чекуров после взаимного приветствия. Успехи это или нет, не знаю, ответил капитан, но, сдается, работенки прибавилось. Понимаете, вчера как раз вернулся с гастролей ансамбль Крылья молодости, ну я с утречка встретился с Приваловым, вызвал с работы в отделение милиции. Наконец-то! не сдержавшись, воскликнул Чекуров. Ну и что там с этим администратором, владельцем Жигулей? А что Привалов работает в ансамбле администратором, это факт, подтвердил старший уполномоченный уголовного розыска. А вот насчет Жигулей какая-то непонятная Петрушка, Игорь Андреевич. Жур немного помолчал, затем выпалил. Привалов говорит, что у него нет никакой машины. — Постойте, постойте, Виктор Павлович, забеспокоился Чекуров. — В ГАИ напутали, что ли? — Ничего не напутали. Машина действительно зарегистрирована на имя Привалова Степана Архиповича, рассказывал Жур. Ну, вижу, гражданин что-то уж больно нервничает. Попросил его посидеть в другой комнате, а сам допросил жену Привалова, которую ребята любезно привезли в отделение. Спрашиваю, автомобиль имеете? Отвечает, имеем. Жигули фургон красного цвета. — А где он? Гражданка отвечает, что муж уехал на автомобиле с месячишка назад. Куда? А вот этого Привалова якобы не знает. Ее Степан, как она выразилась, ей не докладывается. И еще, говорит, он не вернулся. Как так? Вырвалось у следователя. Я не меньше вашего удивился. Подумал, может, муженек по возвращении с гастролей завернул к зазнобе, а супруга законно и знать ничего не знает. Ну, бывает же, верно. Но мне-то в прятки играть некогда. Пригласил администратора. Представляю, ваш муж Привалов Степан Архипович. У женщины аж челюсть отвисла. Когда шок прошел, заявила, что никакой он не муж. Она его знать не знает, впервые видит. В трубке послышался тяжелый вздох Жура. Администратор тоже с ней не знаком. «Ничего не понимаю», сказал следователь. «Однофамильцы, что ли?» «Да нет, Игорь Андреевич, в паспорте у работника ВИА Привалова вписана как жена, да и прописка по тому же адресу и фотография самого администратора». Попросил его объяснить, что все это значит. Молчит, только побледнел. А Привалова в истерику, где муж, что с ним сделали? Недаром, говорит, нашла в доме тряпку в крови. Ну, я тут же решил произвести обыск. «Квартира, дом», спросил Чекуров. «Дамина, прямо замок средневековый», ответил Жур. «Однако никакого трупа и ничего, что бы говорило об убийстве мы не нашли. Зато обнаружили восемь сберегательных книжек и наркотик». «Наркотик?» переспросил следователь. «Какой именно?» «Гашиш, около трех килограммов». «Ничего себе!» «Интересные детали, Игорь Андреевич, знаете, где нашли?» «В гараже, в автомобильной шине, по крышке». «Так», протянул следователь. «Как и в здешнем жигуленке». «Один и тот же способ». «Владелец-то один выходит», поддакнул капитан. «Еще что-нибудь интересное нашли?» «Очень даже», сказал Жур, и Чекуров уловил в его голосе усмешку. «Весьма даже примечательную». «Статую». «Ну и что?» «Скульптура человека в натуральную величину», продолжал рассказывать Жур, «очень значительным выражением на лице». «Глянул, думаю, кого это он напоминает, и, кажется, узнал». «Кого же?» нетерпеливо спросил Чекуров. «Того толстяка-утопленника, который сам всплыл». «Вы не ошибаетесь, Виктор Павлович?» взволнованно спросил следователь. «Думаю, что нет», после некоторого колебания ответил Жур. «А вы спросили у Приваловой, кто изображен?» «Конечно!» «Она сказала, что это ее муж, Степан Архипович». «И то ли женщина что-то почувствовала, то ли на моем лице что углядела, но вдруг расплакалась и стала допытываться, что с Приваловым, ее мужем?» «Ну, врать не хотелось, я ей так осторожненько сообщил, кажется, с ним в Южноморске несчастье произошло». «Эх, Виктор Павлович, как же это вы не догадались прихватить снимки с покойником?» с укором произнес следователь. «Предъявили бы для опознания». «Да я и сам пожалел», но вздохнул на том конце провода капитан. «Завтра Привалова летит в Южноморск к вам. помог ей с билетом». «Ну, а Приваловский двойник по документам», напомнил Чекуров, «выяснили, какой там наотрез отказывается давать показания?» «Задержали, разбираемся». «Да, загадки как из рога изобилия», раздумчиво произнес следователь. «Вот и у нас сюрпризец». И Чекуров сообщил Журу о неожиданном повороте в деле, вызванном обнаружением в море покойника с огнестрельной раной. В заключение Игорь Андреевич наказал оперуполномоченному уголовного розыска собрать как можно больше сведений о Привалове и его супруге. Только он положил трубку, пришел Кичатов. Услышав барнаульские новости, подполковник удивился тому, как много успел сделать жур за полдня. «Ну, почему же за половину?» посмотрел на часы Игорь Андреевич. «Там уже вечер». «Совсем забыл», хлопнул себя по лбу Кичатов. «Там же другой часовой пояс». «Ладно, перейдем к здешним делам», сказал Чекуров. «Что великанов?» «Слава Богу, кажется, выкарабкивается», ответил Кичатов. «Сегодня перевели из реанимационного отделения в палату. Там повеселее, да и Юля рядом». «Простите, какая Юля?» «О, Юлечка Табачникова, удивительный человек», с уважением произнес Дмитрий Александрович. «Что делает любовь, а? Представляете, сама врач по образованию, а специально перешла из санатория в больницу простой медсестрой, чтобы быть рядом с Великановым». «Знакомая его, что ли?» «Да нет, просто страстная поклонница. Призналась мне, что влюблена в него с детства, по кинофильмам. Собирала из газет и журналов вырезки о нем, портреты покупала, открытки, целый альбом. И вот она настояла, чтобы Сашу поместили в палату, окна которой выходят прямо в больничный парк». Юля как-то читала интервью, где Великанов сказал, что он очень любит природу. Она твердо убеждена, что должна помочь ему встать на ноги. «А допросить его когда будет можно?» «Увы», развел руками Кичатов, «врачи и сами не знают». Но Табачникова обещала, если Великанов заговорит или произнесет хоть бы одно слово, возможно во сне, а может быть в бреду, она будет записывать и передавать мне. Вдруг мы ухватимся за какой-нибудь кончик. Так что я постоянно в курсе. «Это хорошо, что у вас есть такой помощник», улыбнулся Игорь Андреевич. «Главное надежный. Мне сказали, что Юля не отходит от Великанова, даже домой не отлучается, все время в больнице. Вот это преданность!» Кичатов вздохнул, помолчал и продолжил. «Теперь о другом. установлено чьи отпечатки пальцев на деньгах в дипломате?» «Из номера Варламова?» зажегся Чекуров. «И кому же они принадлежат?» «Блинцову». «Опять Блинцов!» Чекуров встал, прошелся по комнате. «Значит, дипломат с деньгами принес заместителю министра он?» «Да». «Но не забывайте», напомнил подполковник, «Помимо пятидесяти тысяч там находился перстень, вещь очень дорогая, и на нем тоже наследил Блинцов». «Интересно, кому предназначались эти подношения? Самому Варламову или кому-то еще? И вообще, что это, взятка или нечто другое?» «Странная личность этот управляющий трестом. С одной стороны, вроде бы отличный руководитель, всегда в передовиках, на гребне, так сказать, а с другой, судя по фильетону, самодур и волюнтарист, выходит, у него еще есть и третья ипостась». «Может, возьмем его в оборот?» предложил Кичатов. «Он должен вернуться из Москвы не сегодня-завтра?» «Вызовем, допросим, а?» «Я бы с этим не торопился», подумал, ответил Чекуров. «Ну, что мы ему предъявим? Дипломат? А он скажет, что просили передать?» «От кого?» Варламов поручил, мол, принять от неизвестного мне человека. Варламов-то мертв. «А его пальчики на купюрах и перстне?» «Скажет, что заглянул в дипломат просто из любопытства?» «Нет, по-моему, надо сначала узнать, что за птица Блинцов и копнуть поглубже». «Юрит, мое сердце, тут будет над тем потрудиться работником уголовного розыска и АБХСС». «И вот тогда...» «Да, наверное, вы правы», согласился Дмитрий Александрович. Чекуров сел на место, озабоченно обхватил лоб пятернёй. «Чего зажурили, Сигарь Андреевич?» «Получается, что в данный момент мы остались здесь без рук и без ног», невесело улыбнулся Чекуров. «Я имею в виду наших оперов». «Латынис прилетит завтра», сказал Кичатов. «А может попросить в группу ещё работников уголовного розыска? Дело вон как растекается по городам и весям. Москва, Барнаул, Алма-Ата и что ещё выскочить неизвестно». «Да, невод мы забросили во многие места». «Но будет ли толк, если наша группа начнёт разбухать? Я в этом не уверен, Дмитрий Александрович. Количество не всегда перерастает в качество». Чекуров снова встал, подошёл к окну. Дождь сеял и сеял, не переставая. А туман, как показалось ему, ещё более сгустелся. Игорь Андреевич вспомнил свои размышления на утренней дороге в гору правления милиции и вслух произнёс «Блуждаем мы с вами подполковник в тумане. Понимаете, нет путеводной идеи, поэтому и мечемся пока. Нет целенаправленных действий». «Зачем так пессимистично?» улыбнулся Кичатов. «Я думаю, на вас плохо действует сегодняшний дождь. Безнадёгу нагоняет». «Может, я и впрямь кисну из-за погоды?» подумал Игорь Андреевич. «Ведь это вполне естественно, что нет пока ощутимых результатов. Следствие идёт, всего ничего». И всё же на душе у него было неуютно. Как всегда, когда дело буксовало. С утра на следователей обрушился шквал звонков из Москвы. Начало исправления союза художников СССР. На фотографии утопленника с бородой, которого обнаружили в море 24 октября, узнали Феодота Несторовича Решилина, художника, вокруг имени которого давно уже бушевали страсти. Одни возносили его творчество чуть ли не до небес, другие ругали почём зря. Фикуров тоже о нём слышал. И даже как-то Надежда хотела вытащить его на вернисаж Решилина. Но Игорь Андреевич был очень занят и на выставку пойти не смог. «Ну, Дмитрий Александрович, держитесь», предупредил он коллегу. «Решилин даже не замминистра». И действительно, после сообщений из Союза позвонили из худфонда, спрашивали, когда и где можно забрать тело знаменитого живописца. Похороны должны были быть очень пышными и торжественными. Затем зашевелились центральные газеты, информационные агентства. Всем нужны были подтверждения о гибели художника, подробности. Чекуров отвечал уклончиво. Идёт, мол, следствие, а посему ничего более сообщить нельзя. Прорвался к ним даже работник посольства западной страны. По его словам, Решилин взялся рисовать портрет посла и даже получил аванс. Разумеется, в валюте. А что, теперь делать? Игорю Андреевичу пришлось дипломатничать, заверив в конце концов, что все сведения о художнике тот получит через соответствующие каналы. Хотя я сам толком не знал, что это за каналы. И вообще как действовать в данном случае. Наконец позвонил Вербиков, начальник следственной части прокуратуры республики. Чекуров доложил ему о том, как идет следствие и в частности передал разговор с иностранцем. Правильно ты ему ответил, одобрил действие следователя Вербиков. Но смотри, на тебя теперь как бы направлен прожектор. Вот спасибо. Утешили, кисло улыбнулся Чекуров. Да и то подумать только. Заместитель министра, известный киноартист, а теперь еще и решилин. Вербиков пожелал Игорю Андреевичу успеха и попросил регулярнее, чем прежде, держать его в курсе. А в Южноморске шел дождь. Погода была явно нелетная. Беспокоясь о латынисе, Кичатов позвонил в аэропорт и там сказали, что во второй половине дня возможно начнут принимать самолеты. Я уверен, Ян Арнольдович пробьется, улыбкой заверил подполковник Качекуров. И действительно, около пяти часов открылась дверь и на пороге возник латыни. Игорь Андреевич представил его Кичатову. Слава Богу, наконец познакомились лично, сказал подполковник, а то все по телефону докладывали. Главное, Дмитрий Александрович, было бы что, с улыбкой произнес майор, делая ударение на последнем слове. А есть, поинтересовался Кичатов. Так точно. Новости свеженькие, можно сказать, тепленькие еще, ответил латыни. И касаются вашего запроса насчет нераскрытых ограблений из беркас, инкассаторов и так далее. Выкладывайте, выкладывайте, оживился Кичатов. Да и приготовился, что говорится, слушать в оба уха. Подняли в министерстве архивы. Ориентировались на то, что деньги из чемодана Варламова, которые с плесенью, выпущены в 1982 году. Было два предположения. Первое, что деньги из тех, которые грабители взяли у инкассаторов, везших выручку из аэропорта Домодедова. Так ведь номера купюры с чемодана идут один за одним, воскликнул Кичатов, а в кассах аэропорта номера на банкнотах совершенно хаотичные. Вот поэтому эту версию сразу же отмели, кивнул Ян Арнольдович. Второй вариант ограбления кассы одного из металлургических комбинатов. Деньги предназначались для зарплаты рабочим, привезли их из банка. А сегодня утром прямо перед отъездом во Внуково я заскочил в министерство. Ну просто как чувствовал. Меня оказывается разыскивал коллега из главного управления угрозыска. Он работал по делу, которое так и осталось нераскрытым. Вот оно в общих чертах. А представьте себе областной центр. окраина сберкасса. Ага, все-таки сберкасса. Кичатов кинул на Игоря Андреевича победный взгляд. Извините, Ян Арнольдович, что перебил. Слушаем. Зима. Февраль. Продолжил латынист. Мороз стоит. Вьюга. В такую погоду, как говорится, даже хозяин собаку во дворе не оставит. Посетителей в сберкассе никого. И вдруг заходит женщина. А в жалком пальтишке, в топтанных сапожках, укутанная платком так, что только одни глаза видны. Протянула кассирше лотерейный билет. Рубль выиграла. Спрашивают, деньгами возьмете или новые билеты на счастье купите? Рубль взяла, вышла и тут же вернулась с бутылкой кефира и булкой. Попросилась погреться. У нас ведь народ жалостливый. Почему бы и нет? Грейся! Заведующая, кассирша и контролерша разговорили с ней. А женщина назвалась Катериной. Катей. А работницы с беркасой чай себе вскипятили. Предложили и Кате стаканчик. Та взяла. Уж так благодарила, чуть ли не в слезы ударилась. Ей говорят, жарко ведь, сними платок. Нет, говорит, не могу. Увидите меня, испугаетесь. Слово за слово поведала Катя женщинам свою душераздирающую историю. Сама она, деревенская, и вот в позапрошлом году был у них на уборочной шофер из города. Пригожий добрый парень. Короче, влюбился в нее и сделал предложение. Она, как тёлка, потянулась за ним, уехала из дома, бросив больную мать. У него однокомнатная квартира, всё чин по чину. Катя не верит своему счастью. Забеременев, ждёт ребёнка. Но постепенно выяснилось, что у шофёра было уже три жены, а Катя четвёртая. Живот у неё, естественно, растёт, а муж всё налево шастает. В общем, пудрит мозги Катя женщинам в сберкассе. Понятно, тянул Кичатов. На жалость давит. Точно, сказал майор и продолжил. «Родила эта самая Катя дитя, и вдруг в один прекрасный день заявляется женщина, якобы новая патронажная медсестра. Ей нужно посмотреть ребёнка. Нужно так нужно». Медсестра попросила Катю принести тёплой водички. Вышла Катя на кухню, и вдруг слышит страшный крик. «Вбегает, всё вокруг в дыму, её дитя корчится в объятых пламенем пелёнках, а медсестры след пропал». «Картина, конечно, впечатляющая», с усмешкой покрутил головой подполковник. «Ещё бы», смыкнул латыни. «Уже эта Катя не пожалела красок для описания гибели на её руках ребёночка. Она, мол, и сама обгорела, еле выжила, и была, мол, это не медсестра, а очередная любовница шофёра». Катя сказала, что сама она только что из больницы. Работницы сберкассы чуть ли не рыдают, думают, как бы помочь страдалице. Тут привезли деньги, около 80 тысяч, из банка. Накануне вкладчики заказали. заведующая положила их в сейф, закрыла дверь сберкассы, так как начинался перерыв. Катя вдруг выхватила из-под пальто пистолет, заставила заведующую открыть сейф, отдать ей все деньги, а там в общей сложности было 117 тысяч, и, крикнув стоять на месте, отперла дверь и дала тягу. Ошеломленные таким превращением бедной страдалицы, несчастные женщины пока очухались, пока нажали кнопку сигнализации, пока позвонили в милицию, катенький след простыл. До сих пор не найдено. Оперуполномоченный уголовного розыска замолчал. Некоторое время молчали и следователи, переваривая услышанное. — Но почему ваш коллега уверен, что это имеет отношение к деньгам из чемодана Варламова? — спросил Чекуров. — Так номера на купюрах те самые, — ответил Ян Арнольдович. — С материалами я, естественно, ознакомиться не успел, но вот — он протянул Чекурову листок — здесь номер дела, даты, города и так далее. — Нужно срочно истребовать дело, — сказал Игорь Андреевич, ознакомившись с записями латыниса. — Да, одна деталь, — вспомнил майор, — очень важная. Катенька-то была мужиком. Когда она складывала деньги в сумку, платок сбился. На преступнике был женский парик. Это сообщение обсудить не успели. Позвонил дежурный по гору правлению и сказал, что Чекурова хочет видеть прилетевшая из другого города гражданка Привалова. — Пропустите, — сказал следователь и, положив трубку, обратился к латынису. — А вам бы не мешало отдохнуть с дороги, Ян Арнольдович. Все мои обвел он рукой присутствующих в одной гостинице. Номер вас ждет. — Но я не устал, запротестовал было латынис. И если что нужно, ну, сегодня, пожалуй, нет, улыбнулся Чекуров. Езжайте, езжайте. Майор ушел. И буквально минуты через три постучали. — Да-да, входите, откликнулся Игорь Андреевич. А в комнату робко, опаской вошла высокая худая женщина в черном траурном платке на голове. — Как с ней говорить? — тоской подумал Чекуров. Уж сколько раз ему приходилось по долгу службы сообщать родственникам скорбную весть о смерти близкого человека, и каждый раз ему было не по себе. Каждый раз ныло терцем. Познакомившись, он предложил приваловый стул. Они с Кичатовым решили узнать по возможности как можно больше о муже, а уже потом провести опознание. Но, глядя на несчастную женщину, Чекуров с трудом сохранял спокойствие, избегая смотреть ей в глаза, которые как будто спрашивали, ну, когда же будет произнесено самое страшное. Заполнил анкетные данные, Игорь Андреевич поинтересовался местом работы Степана Архиповича Привалова. «Да вроде в филармонии», ответила женщина. «Почему вроде?» продолжал задавать вопросы Чекуров. «Степан Архипович мне никогда не докладывался», ответила женщина, опустив глаза. «По документам он оформлен филармонией, администратором ансамбля». «По документам». повторил Игорь Андреевич. «А на самом деле чем он занимался? Откуда у вас такой дом, обстановка, машина?» «Муж меня в свои дела никогда не посвящал», произнесла Привалова еще тише. «И о чем бы ее не спрашивали следователи», отвечала уныло, «не знаю, не интересовалась, муж ничего не говорил». «И все в том же духе». «Похоже, она и впрямь, такая рухля», подумал Игорь Андреевич. «А может, муж запугал?» «Пора, кажется, закругляться». Кичатов видимо, того же мнения. Предстояло самое тягостное опознание. Увидев фотографию покойного мужа, Привалова узнала его и лишилась чувств. Ее с трудом привели в себя. Очнувшись, она попросила разрешения увезти тело мужа домой, в Барнаул. Чикуров дал согласие. Он подумал, несчастная женщина, ей предстоит испытание пострашнее, опознание в морге. В морг Привалова ездил Кичатов, так как Чикурова попросил зайти в горком партии первый секретарь. Известия о гибели Решилина расходились кругами, охватывая все более высокие сферы. Подполковник вернулся в гостиницу усталый, но не столько физически, сколько морально. Не успел он снять пиджак, так сказать, рассупониться, раздался телефонный звонок. Следователь взял трубку. «Дмитрий Александрович!» услышал он взволнованный голос Юли Табачниковой. «Сашу снова перевели в реанимацию!» «С чего это?» удивился подполковник. «Вы же заверяли, что дело идет на поправку!» «Тут одно происшествие!» Голос девушки стал тише и глуше. Видимо, она прикрывалась ладонью. «Какое? Может мне приехать?» «Жду!» Дмитрий Александрович снова надел пиджак, плащ и поспешил в больницу, теряясь в догадках, чем вызван звонок Юли. Табачникова была серьезной девушкой и не стала бы паниковать по пустякам. Она встретила следователя у служебного входа и повела в пустой процедурный кабинет, где им никто не должен был помешать. «Что же стряслось?» спросил Кичатов. Юля на всякий случай плотно прикрыла дверь. «Я вам говорила, что вчера вечером Великанова перевели из реанимации?» начала она. «Сегодня ему было уже лучше, даже улыбнулся. В палате помимо Саши еще двое. Им принесли ужин». Кто лежал вместе с артистом, подполковник знал. Один из них пожилой мужчина по фамилии Лебедев. История того, как он попал на больничную койку, была трагикомической. Сидел на концерте Михаила Жванецкого. Смеялся от всей души, и вдруг сильная боль под лопаткой. Вызвали скорую, инфаркт. И вот уже месяц Лебедев не встает с постели. Другой больной тоже попал в клинику необычно. Второго дня рыбаки подобрали его в море на надутом баллоне от автомобиля. Кто он, врачи не знали. По их предположению, мужчина провел в море несколько дней без воды и пищи. Когда его выловили, он был без сознания. Привести в чувство несчастного удалось, а вот добиться хотя бы одного слова, увы, он не реагировал ни на устную, ни на письменную речь. Зная, что ему пришлось перенести, больного старались пока не беспокоить. Он в основном ел, пил и спал. Трудно сказать, был он от рождения глухонемой или же это результат стресса. Мужчине было лет под сорок, с муглой, с усами. Сердечная, добрая медсестра ухаживала за ними обоими с не меньшей заботой, чем за великановым. «Я покормила лебедево», рассказывала дальше она. «Усатик ел сам, Саша спал. Я подошла к нему, стала поправлять подушку, он открыл глаза, и мне показалось, что Саша взглядом поблагодарил меня». «От радости прям-таки захотелось плакать». Тобачникова вытерла платочком повлажневшие глаза. Тут Лебедев попросил, чтобы я помогла ему лечь поудобнее. Я пошла к его кровати, и вдруг великанов заговорил. Еле слышно. «Он, он убил меня, он меня!» Я бросилась к Саше, он весь дрожит, глаза закатились. Я сначала подумала, что мне показалось. Нет, слышу, Саша опять шепчет. «Он убил!» Я стала его гладить по руке, успокаивать, говорю, Сашенька, милый, здесь все хорошие, никто тебя убивать не собирается. А он побледнел, задыхается, пульс так и скачет. Я растерялась, думаю, неужели все, неужели конец? Позвала старшую медсестру, зав. отделением. Великанову ввели массу лекарств, и он забылся. Решили снова перевести в реанимацию. Табачникова замолчала. «Когда это случилось?» просил Кичатов. «Во время ужина, часа полтора назад. Слава Богу, теперь он крепко заснул, а я вспомнила про вашу просьбу и...» «И что вы скажете?» спросил следователь. «С чего это он вдруг заговорил?» «Вернее, чем вызван его бред?» поправила Табачникова и задумчиво произнесла. «Наверное, его мучают какие-то страшные воспоминания». «Но почему так неожиданно?» допытывался Кичатов. «Трудно сказать», пожала плечами Юля. «Человеческая психика загадка. У здорового понять причину тех или иных поступков сложно, а у больного тем паче. Не забывайте, у великанова травма головы». «А как реагировали на его поведение соседи по палате?» поинтересовался Дмитрий Александрович. Лебедев переживал за Сашу, ну а тот усатик поначалу совсем никак не реагировал. Понятное дело, глухонемой, но когда в палату понабежало народу и стали суетиться вокруг великанова, вроде сочувствовал. Вообще-то, честно говоря, я не обращала внимания ни на кого Дмитрий Александрович, а Саше только и думала. «Ясно», кивнул подполковник. У него были еще вопросы к Юле, но она, поглядев на часы, сказала, побежала к великанову. «Вы же сказали, что он успокоился, спит?» «Мало ли что может случиться, особенно после такого приступа». Вернувшись в гостиницу, Дмитрий Александрович рассказал обо всем Чекурову и Латынису. «Значит, какие-то страшные воспоминания», повторил слова Табачниковой Игорь Андреевич. «Выходит, Великанова хотели убить?» «Вполне невозможно», сказал Кичатов. «Мы ведь пока не знаем. Удар по голове нанес ему человек, или это травма в результате несчастного случая. Ну, предположим, что покушение на убийство. Тогда возникает вопрос, с какой целью?» «Ограбление», осторожно высказался Латынис. «У него же в сумке было почти пятьдесят тысяч рублей». «Верно», кивнул Игорь Андреевич. «Однако пять тысяч осталось. Если его грабили, то почему взяли не все деньги? Нелогично. А может ревность? Поклонницу Великанова тьма. Многие влюблены до самозабвения. Возьмите хотя бы эту Юлю». Чекуров вздохнул. «Как жаль, что состояние здоровья артиста не позволяет его допросить». Время было уже позднее. Разошлись по своим номерам, оставим дальнейшую дискуссию на завтра. Но Кичатов спал плохо. В его голове продолжалась работа. Проснулся засветло, и ему показалось, что он недостаточно внимательно отнесся к какому-то обстоятельству из сообщения Табачниковой. Этим Дмитрий Александрович и объяснял глухое недовольство собой. Следователь еле дождался рассвета, оделся и, подгоняемый тревожным чувством, поехал в больницу. Прибыл он туда в начале восьмого, когда больные уже прошли разные процедуры, градусники, уколы, лекарства. Он поднимался по знакомой лестнице в отделении реанимации, как вдруг с ним едва не столкнулась Табачникова, несшаяся вниз. — Дмитрий Александрович, воскликнула она, еле переводя дух. — Слава Богу, что вы уже тут. А я названивала в гостиницу, никто не отвечает. Вот решила сама к вам. — Что случилось? тревожился следователь. — Пропал, выпалила Юля. — Ушатик пропал. — Как? заволновался Кичатов. — Когда? — Кажется, еще вчера вечером. Дальше они бежали вместе. Из больных в палате находился один лебедев. Подполковник допросил дежурную медсестру, которая сказала, она вошла в палату минут сорок назад, чтобы сделать уколы, а постель глухонемого была пуста. Подумала, что он в туалете. Подождала? Нету. Сунула руку под одеяло. Постель холодная. Вроде в ней никто и не спал. Дежурная дала знать Табачниковой. Кичатов спросил у Лебедева, помнит ли он, когда вышел его сосед. — Вскоре после того, как артиста увезли, ответил тот. И жестом попросил подполковника нагнуться, он дошептал Кичатову на ухо. — Я вот что скажу, товарищ следователь. Усатый этот вовсе не глухонемой. — А с чего вы взяли? — поинтересовался подполковник, не понимая, почему Лебедев опасается говорить громко. — Ну, когда мы остались вдвоем, усатый все время прислушивался. Опять тихо ответил инфаркт. И глаза у него были испуганные. — Вам не показалось? — Сначала я и сам подумал, что кажется. Но тут в коридоре громко стукнула дверь, так он чуть не подскочил на кровати. Потом так посмотрел в мою сторону. — Как? — Нехорошо. Вот как. Ну, я сделал вид, что сплю. Он тихонько вышел. А я и впрямь уснул. По просьбе подполковника обшарили всю больницу. Каждый закуток. Мало ли что. И когда следователь убедился, что глухонемой действительно сбежал, позвонил Чекурову. Того уже не было в гостинице. Зато латынис находился в номере. — Я Нарнольдович, сказал Кичатов. — Срочно приезжайте в больницу. Я в отделении реабилитации. Все объясню на месте. — Слушаюсь, — четко ответил оперуполномоченный уголовного розыска. И был на месте в считанные минуты, словно перелетел по воздуху. Дмитрий Александрович начал с того, что попросил лечебную карту усатого беглеца. В графах о его данных — фамилии, имя, отчество, год рождения и так далее — стояли сплошные прочерки. Врач из приемного покоя сказала, что глухонемого доставили в карете скорой помощи. Следователь составил приметы сбежавшего по описанию медсестер, врачей и Лебедева. Вручив их латынису, он попросил оперуполномоченного отправиться в гору правления с тем, чтобы были приняты все меры к поиску и задержанию неизвестного. — Вы думаете, — спросил майор, — именно его испугался великанов? — Кто знает, — развел руками Кичатов, — но зачем человеку притворяться глухонемым? Почему он сбежал? — Да, очень подозрительно, — согласился латынис. — Постарайтесь узнать подробности, кто, как и где подобрали его в море. — дал дополнительные указания Кичатов. — И постоянно держите со мной связь. Майор уехал, а следователь продолжил работу в больнице. Выяснилось, что, когда неизвестного привезли в больницу, на нем были только трусы, майка, рубашка и носки. — А еще сумочка при нем была, — вспомнила медсестра из приемного покоя. — Какая сумочка? — насторожился подполковник. — Ну, такая небольшая с ремешком. Мужчины их на запястье носят, пояснила та. — И где же она? — Да в камере хранения. Где вещи больных находятся? Прежде, чем ознакомиться с сумочкой, Кичатов снова позвонил Чекурову. На этот раз он застал Игоря Андреевича и рассказал о сумке. — Думаете, там документы? — спросил Чекуров. — А вдруг? — Хорошо, Дмитрий Александрович, если будет что интересное, звоните, — попросил руководитель группы. — Я на месте. — Конечно, — ответил Кичатов. Камеру хранения пригласили понятых, медсестру и нянечку. При них подполковнику вручили сумочку глухонемого. Но расстегнуть молнию не удалось, она заржавела. Принесли скальпель. Кичатов сделал аккуратный надрез. И тут, к изумлению всех присутствующих, из сумки на стол, посыпались изделия из желтого металла. Кольца, браслеты, серьги, кулоны, броши, корпуса от часов, а также три зубных коронки. Никаких документов, никаких бумаг. Подполковник составил протокол. Всего в сумочке находилось сорок четыре предмета. Кичатов позвонил Игорю Андреевичу. «В больнице, пожалуй, вам сегодня делать больше нечего», сказал Чекуров, выслушав подполковника. «Высылаю машину». Когда Кичатов прибыл в управление, то прежде всего поинтересовался, как идут поиски глухонемого. «А приметы уже есть во всех отделениях милиции города, на вокзале, в аэропорту», ответил Игорь Андреевич. «Интересно, в чем он удрал?» «Неужели в больничной одежде?» «Больше не в чем». «Но меня удивляет другое. Как он подался в бега, оставив вот это?» И Кичатов положил перед руководителем следственно-оперативной группы сумочку. по мере по мере по мере того, как Чакуров вынимал из нее драгоценности, лицо его становилось все озабоченнее. Украшения разложили на столе. «Да, если это все золото, богатство огромное», покачал головой Игорь Андреевич. Он вооружился лупой и стал рассматривать каждый предмет в отдельности. «Точно! Целое состояние!» подтвердил Кичатов. «Тысяч на двести триста, не меньше!» «Кто знает, Дмитрий Александрович, кто знает!» задумчиво произнес Чакуров и показал коллегия медальон крупным светлым камнем. «Может, это бриллиант?» «Представляете, сколько он стоит?» «Интересно, откуда это все углухонемоло? Краденое?» «Действительно, подбор вещей странный». Игорь Андреевич достронулся до зубных коронок. «Как-то не сочетается с ювелирными изделиями». «А вдруг внимание подполковника привлекли две серьги с зеленоватыми камнями. «Разрешите лупу?» попросил он. Чакуров отдал ему лупу, и Дмитрий Александрович стал разглядывать сережки через увеличительное стекло. «Присмотритесь-ка, Игорь Андреевич!» взволнованно сказал он, возвращая лупу. Чакуров только глянул на заинтересовавшее полковника вещицей и, ни слова не говоря, полез в сейф. Рядом с сережками и сумочкой беглеца лег перстень из дипломата, переданного Варламову Блинцовым. «Так», протянул Игорь Андреевич, «что же получается?» «А получается то, что серьги и перстень из одного гарнитура», сказал подполковник. «Узоры на металлической части идентичны, а резьба на камешках? Смотрите, здесь лилия и здесь». Волнение подполковника передалось и Чакурову. «Насчет того, что изделия эти из одного гарнитура пусть дают заключение специалисты, какие определят стоимость всего этого добра. И еще, смотрите, на предметах из сумочки сохранились частицы почвы. Их тоже нужно исследовать. Возможно, состав их соответствует тому, что был на перстне». Когда первое волнение улеглось, Чакуров взял лист бумаги, авторучку и сказал, «Итак, Дмитрий Александрович, давайте составим схему. Блинцов». Чакуров нарисовал кружок, писал в него фамилию управляющего стройтрестом. Он принес Варламову дипломат с деньгами и перстнем. Игорь Андреевич нарисовал другой круг с фамилией заместителя министра. Неизвестный, которого мы будем пока именовать глухонемой, владелец сумочки с ювелирными изделиями, в том числе сережками, составляющими по-видимому гарнитур с перстнем. Вполне допустимо предположить, что вся эта троица чем-то связана, так? «Связана, Игорь Андреевич, я не сомневаюсь», горячо произнес подполковник. «Хорошо», улыбнулся Чакуров, соединив три кружка и нарисовав четвертый, который внес фамилию киноартиста. Встает вопрос «А великану? Имеет ли он отношение к ним? Ну, во-первых, его нашли неподалеку от того места, где утонул в машине Варламов», начал перечислять Кичатов. «Во-вторых, поведение великанова в больнице. Он очнулся, увидел глухонемого, и это привело артиста в сильнейшее волнение, закончившееся приступом. Узнал его великанов честное слово, поэтому усатый и сбежал». «Почему именно?» «Очень просто. Глухонемой и саданул великанова по голове. Помните его слова? Он убил он». «Вы хотите сказать, усатый покушался на убийство великанова?» уточнил Чекуров. «Я так думаю», кивнул подполковник. Игорь Андреевич провел черту от кружка с фамилией киноартиста к кружку со словом «Глухонемой». «Связь действительно прослеживается», сказал он, «не так однако категорично, как подполковник». «Но вот на какой почве? Ведь существовал интерес, который объединял их». «И и не только их, а решилин», напомнил Кичатов, «а привалов». «Тоже непонятно», вздохнул Игорь Андреевич. «Совершенно разного круга люди, но что могло объединить знаменитого художника с каким-то сомнительным типом из Барнаула?» «Деньги, Игорь Андреевич, деньги», убежденно ответил Кичатов. «Здесь пахнет, как говорится, крупным бизнесом». «Каким именно? Спекуляцией? Валютными махинациями? А может, наркотики?» высказал предположение Кичатов. «Вспомните, сколько гашиша нашли в машине Привалова и у него дома в Барнауле?» «Подпольное торговля дурманом?» Чекуров задумчиво посмотрел в окно. «Не исключено». «Возможно, кто-то делал деньги, а кто-то покупал для себя?» продолжил свою мысль подполковник. «Наркотики, наркотики», повторил Игорь Андреевич, находясь, видимо, во власти какой-то идеи. «А что, Дмитрий Александрович, это бы много объяснило. Ну, для чего тому же Великанову нужно было брать в Южноморск столько денег? Да и Варламову иметь в номере?» «Потом есть одно существенное обстоятельство. Все эти люди собрались тайно и вдалеке от человеческого жилья». «Ну что ж, пусть Латынис поработает в этом направлении», сказал Кичатов. Чекуров не успел ответить, зазвонил телефон. Он взял трубку. «Слушаю». «А, это вы, Ян Арнольдович. Легки на помине», сказал Игорь Андреевич, а затем на протяжении всего разговора лишь бросал односложно. «Да, ясно, хорошо». Закончив говорить с майором, руководитель группы поднялся, подошел к карте Южноморска и окрестностей. «Вот», ткнул он пальцем в карту и пояснил подошедшему коллеге, «здесь подобрали в море глухонемого, в 12 километрах от берега». «Бойчунак», прочитал подполковник. «Да, небольшой рыбацкий поселок», сказал Чекуров. «От Южноморска километров сорок». «Возле него рыбаки спасли нашего беглеца. Он лежал без сознания на баллоне». «Ничего нового, помимо того, что вы узнали в больнице, латыницу раздобыть не удалось». «Смотрите, где бойчунак, а где чернушка», сказал Кичатов. «А когда подобрали глухонемого?» «Аж 25 октября», поднял верх палец Игорь Андреевич. «Если он попал в море в ночь смерча, то болтался на воде около четырех суток, могло и подальше отнести». Снова зазвонил телефон. На этот раз трубку снял Кичатов, был ближе к телефону. «Говорил он недолго и, закончив, сообщил Чекурову. Блинцов прилетел. В Москве его вопрос рассматривали на коллегии министерства». «А кто это вас снабдил информацией?» полюбопытствовал Игорь Андреевич. «Таросипов из АБХСС», ответил подполковник. «А, Тамвел Иганесович? А какие еще у него новости?» «А в тресте началась комплексная ревизия. сказал Кичатов. «Ну что ж, может и нам пора? В вопросе ковтоназрело много». «Нет, Дмитрий Александрович», возразил Чекуров, «рано. Да и ревизия, наверное, что-нибудь даст. Впрочем, нам не следует ждать подачек от какого-нибудь дяди. Самим тоже нужно поработать». «Значит, снова латынис?» «Что поделаешь?» вздохнул Игорь Андреевич. «Придется ему пока тянуть здесь за двоих, за себя и за Жура». Глухонемой как сквозь землю провалился. Разыскать его не удалось, хотя была поднята вся южноморская милиция. вероятно, вероятно, улизнул из города до того, как начали его разыскивать. А может быть, притаился до поры до времени где-нибудь в Южноморске и носа не кажет. Великанов, чье состояние так и не улучшалось, не мог пролить свет на эту странную историю. Сумочку беглеца исследовали в научно-техническом отделе, и вот что выяснилось. Первое. На украшениях, а также на зубных коронках имелись частицы почвы, идентичные тем, что были обнаружены на перстне из дипломата. Второе. Все предметы представляли из себя совершенно случайный набор. Наряду с дорогим медальоном, крупным бриллиантом, в сумке было, например, дешевенькое серебряное колечко, а правда позолоченное, на вопрос следователя, каково происхождение изделий, где они изготовлены, эксперты ответили, что на существующих ювелирных предприятиях страны такие не изготавливаются. Третье. Серьги с камнями гемами без сомнения были из одного гарнитура с перстнем. Об этом говорит совершенно одинаковый состав сплава, а также совпадающие в мельчайших деталях узоры на металлических частях всех трех предметов и рисунки на изумрудах. Определить их стоимость оказалось невозможным. Весьма вероятно, что эти украшения представляли из себя музейную ценность. Показали бы специалистам, сказал Чекуров подполковнику. Увы, Игорь Андреевич, здесь нет столь компетентных. Придется везти сережки и перстень в Москву. Ну, а остальные предметы? Эксперты оценили в общей сложности в 36 с половиной тысяч, ответил Кичатов. Немало, хотя и не рекорд, усмехнулся Чекуров. В каком смысле, не понял Кичатов. Перед отъездом я был у приятеля в прокуратуре Союза, объяснил Чекуров. Тоже, каким и с вами важняк. Показывал мне фотографии конфискованных ценностей у взяточников и расхитителей. Вы даже не можете себе представить, какие богатства они прятали по подвалам, чердакам, зарывали в землю. Между прочим, мой приятель, о ком я говорю, вот уже несколько лет работает в бригаде, которая раскручивает неблаговидные дела в Узбекистане. За это время они изъяли у преступников и вернули государству ценности и денег на 28 миллионов рублей. Ничего себе, присвистнул Кичатов. Действительно, рекорд. «Но вернемся к нашему глухонемому», сказал Игорь Андреевич. «Откуда у него это добро? Кто он? Вор? Взяточник? Расхититель?» «Кто бы ни был, меня смущают зубные коронки», воскликнул подполковник. «Ведь кто-то их носил, а снять мог только дантист». «А грабили зубного врача?» вопросительно посмотрел на коллегу Чекуров. «А в Южноморске дантистов не грабили», сказал Кичатов. «Это установлено». «Но я вот о чем подумал. Может быть, коронки куплены у зубного врача просто как золото?» «Ювелиры говорят золотой лом». «Есть подозрение, у кого купили?» «Ну как вам сказать?» несколько замелся подполковник. «Понимаете, имеется один факт, касается Блинцова». «Блинцова?» насторожился Чекуров. «Да», кивнул Кичатов. «Управляющий стройтрестом оберегает свое здоровье как зеницу ока. Массаж, сауна, бег трусцой. И вот недели три назад Блинцов совершая каждодневный бег, споткнулся о камень, растянулся на земле. Все бы ничего, да, зуб поломал. Ну и пошел к дантисту. Тот вставил ему фарфоровый». «Откуда такие сведения, Дмитрий Александрович?» «От Саблина, начальника уголовного розыска», ответил Кичатов. О том, что Саблин мучается зубами и смерть, как боится дантистов, были наслышаны не только все работники управления, но даже приезжие следователи. «Как же он решился пойти к врачу?» улыбнулся Чекуров. «Допекло, видать. И представляете, встретил там Блинцова. Выяснилось, что дантист большой приятель, управляющего стройтрестом. Ну, латынист по моей просьбе проверяет, не приторговывает ли тот врач золотишком». «Это вы хорошо сделали», одобрил Игорь Андреевич. «Но, как я понимаю, сломанные зубы и бег трусцой не самое главное, что интересует нас в Блинцове». «Это так, в частности», улыбнулся подполковник. «Валентин Эдуардович личность непростая и, как верно вы заметили, многогранная, большинство людей знают его по парадному, так сказать, фасаду. Имеет орден, две медали, полученные за трудовые достижения руководимого им треста». «Это я знаю». «Образцовый семьянин», продолжал Китчатов, «заботливый отец, дочь учится в Ленинградском университете, сын закончил академию внешней торговли и сам уже имеет семью». «Если же говорить о Блинцове как о дедушке, то лучше не сыщешь не только в Южноморске, но, пожалуй, и по всему побережью. Подарки делает внукам, любой взрослый позавидует». «Да, фасад производит самое приятное впечатление», усмехнулся Чакурок. «Ну, а что за ним?» Винтики, пружины, рычаги, которые обнажают механизм успеха и славы этого руководителя. Когда-то судьба свела Блинцова и Варламова в Москве. Варламов был начальником СМУ, а Блинцов его заместителем, рассказывал Кичатов. Дальнейший их путь был связан с синхронным продвижением. Варламов поднимался вверх по служебной лестнице, а Блинцов опускался вниз. Он снова улыбнулся. «Нет-нет, это было понижение не в должности, а по географической широте». Валентин Эдуардович неуклонно приближался к благодатному Южноморску, где и возглавил в конце концов строительный трест. Событие это произошло в тот же год, когда Аким Харитонч Варламов занял кресло заместителя министра. Понятно. Варламов был тем самым добрым гением, с помощью которого на Блинцова сыпались награды и переходящие знамена. «Плюс фонды, лимиты и сверхлимиты», продолжил Кичатов. В ответ на это в Москву непрерывным потоком шли дары юга. Фрукты, овощи, марочные вина, коньяки, по поводу семейных торжеств и без всякого повода. А в 50-летний юбилей Варламова Валентин Эдуардович выехал в столицу на своей машине под завязку, нагруженной подарками. Так что можете себе представить, какую радость заместитель министра доставлял Блинцову, когда приезжал отдыхать в Южноморск. «Да уж», покрутил головой Игорь Андреевич, «как говаривал Чичиков из «Мертвых душ», именины сердца. Во-во! Тут уж в номер гостиницы или санатория, где останавливался Варламов, несли и несли. Доставлялись все курортные блага вплоть до молоденьких девочек». «Знакомая картина», погрустнел Игорь Андреевич. За все это, естественно, Варламов оберегал своего протеже от всяческих неприятностей. Само собой, с Блинцовым местное руководство предпочитало не ссориться, а на жалобы инженеров, техников и рабочих не обращало внимания. Блинцов начисто игнорировал в своем тресте и профсоюзную организацию, и местком, и портком, всем распоряжался сам, путевками за границу, квартирами, повышением по службе и так далее. Но, увы, не прочувствовал, какие наступают времена. Не выдержали его подчиненные, подняли бунт. Дошло до Москвы, появилась заметка в газете. Варламову удалось погасить пожар. Блинцов отделался строгим выговором по службе, а по партийной линии просто выговором. Тогда Валентин Эдуардович решил свести кое с кем счеты. Ну, как говорится, вляпался еще больше. Теперь уже вышел фильетон в труде. Не понимаю, Игорь Андреевич, что он думал? Сейчас ведь такие штучки не проходят. А, к сожалению, кое-где проходят, вздохнул Чекуров. И не так уж редко, как вы думаете. Но случай с Блинцовым не прошло, сказал Кичатов. На коллегию вызывали, и ревизия вот. Все говорят, что Блинцова снимут. Справедливость восторжествовала. Не знаю, восторжествовала ли бы она, будь жив, покровитель Блинцова. Сомнением покачал головой Игорь Андреевич. Кстати, о покровителе. Блинцов доставил Варламову в номер дипломат с деньгами и перстнем. Как вы думаете, это не связано с хищениями? У ревизии пока ничего не вскрыло, развел руками Кичатов. Теросипов обещал, как только будут интересующие нас материалы, тут же даст знать. Как живет Блинцов? Скромно или шикует? Ну, нынче никто не шикует, даже если имеет возможность, усмехнулся подполковник. Но, говорят, он и раньше вел довольно скромный образ жизни, не кутил, особняков себе не строил. Единственная слабость — женский пол. Тут уж Блинцов не скупился, но и то больше не деньгами расплачивался, а кому сантехнику доставлял, кому паркет. Сами знаете, что касается ремонта квартиры или индивидуального строительства, все дефицит. Что он каждой проститутке натурой платил, подивился Игорь Андреевич. Ну, зачем каждой? Бандершам платил, то есть сводницам, которые поставляли девочек ему и Варламову. Кстати, на сберкнижке у Блинцова всего 4800 рублей. Значит, не исключено, что он передал деньги Варламову от кого-нибудь. Понимаете, Игорь Андреевич, за день до прилета заместителя министра Блинцов купил в универмаге возле своего дома новый дипломат. Тот самый? Ну, во всяком случае, такой же. сказал Кичат. Но Блинцов оказывал услуги Варламову и другого порядка. Об одной такой удалось разузнать Тер Осипову, ведь АБХСС, слава богу, смотрит не только на документы. Пять лет назад в пригороде Южноморска была снесена старенькая развалюха, принадлежавшая Маргарите Прокофьевне кроль. На месте хибарки силами рабочих СМУ-1 был построен на берегу моря двухэтажный особняк. В порядке, так сказать, шефской помощи. А кто такая кроль? Ветеран труда, партии, простая учительница на пенсии. Все дело в том, что Маргарита Прокофьевна похвасталась как-то перед соседями, что ее дочь живет в Москве и выходит замуж за заместителя министра. И действительно, будучи в Южноморске, Варламов каждый раз заезжал к бывшей учительнице. Правда, никогда не останавливался у нее, только навещал. А при чем здесь Блинцов? Так ведь СМУ-1 подчиняется непосредственно его тресту. Более того, выстроить дом старушке Кроль помогли по личному указанию Блинцова. Иметь при живой жене официальную невесту? Игорь Андреевич покачал головой. Интересно, кто она? По-моему, скопилось немало вопросов, разрешить которые можно только в Москве, заметил подполковник. Ян Арнольдович того же мнения и рвется в столицу. «Я с вами согласен», после некоторого раздумья сказал руководитель следственно-оперативной группы. «Решилин, Великанов, Варламов, все они москвичи. Их связи, круг знакомых, интересы можно проследить только там. А теперь еще это невеста Кима Харитонча. Опять значит останемся без оперов», смыкнул он, почесывая затылок. «Справимся, Дмитрий Александрович?» «Ну, поднатужимся, оселим», засмеялся Кичатов. Громко и отрывисто затрезвонил телефон. «Междугороднее». Игорь Андреевич взял трубку, звонил капитан Жур из Барнаула. Чекуров сказал, чтобы Кичатов взял трубку параллельного телефона на своем столе. «Приваловым, слава Богу, разобрался», докладывал Виктор Павлович. «Ну, и кто ж так сказать подлинный?» спросил Игорь Андреевич. «Который утонул в Южноморске», ответил Жур. «А тот, что работал в филармонии, фальшивый. Его настоящая фамилия Комаров». «А почему они жили с идентичными документами?» «А потому, что это было выгодно обоим. Толстяк, ну, то есть настоящий Привалов, по образованию провизор, аптекарь, но по призванию большой любитель нетрудовых доходов. И в этом деле здорово преуспел. Недаром отгрохал себе памятник при жизни и носил титул «Облепиховый король». «Какой, какой?» переспросил подполковник. «Облепиховый». повторил по слогам капитан. «Есть такая ягода». «Знаю», сказал подполковник. «Очень целебная». «Но еще целебнее масло из облепихи», продолжал капитан. «Спрос колоссальный. Все медицинские препараты из облепихи на строгом учете». «Так вот, этого маслица государство вырабатывает пока еще далеко недостаточно. Естественно, где дефицит поднимает голову частник. Собирают дикорастущую ягоду и добывают масло кустарным способом. Цена за пол-литра 50 рублей». «Сколько?» не поверил Чекуров. «Полсотни, говорю, за бутылку». «Некоторые подпольные фармацевты выжимают из облепихи на 50 тысяч рублей, маслица за один сезон». Привалов поначалу сам добывал дефицитное лекарство, но постепенно стал перекупщиком, за что и короновали его. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Облепихового промысла Привалову стало мало. Ну, конечно, если швырнуть скульптору 27 тысяч за памятник из бронзы, вот он и занялся еще скупкой и перепродажей наркотиков. «Ну, а для чего ему нужен был Комаров?» спросил Чекуров. Привалов постоянно в разъездах на своей машине. «Заниматься честным трудом времени нет», стал объяснять Жур. С Комаровым они познакомились случайно. Комаров был бомжем, находился в бегах, как злостный алименщик. Встретились и поняли, что нужны друг другу как воздух. Облепиховый король якобы потерял паспорт. Но это так написано в его заявлении в милицию. Ему, естественно, выдали новый. Тогда Привалов один паспорт передал Комарову, а второй оставил себе. Одним выстрелом убил двух зайцев. Теперь он вроде честно служил администратором ансамбля «Крылья молодости», и никто его не попрекал тунеядством. С другой стороны, Комаров тоже обезопасил себя. Спрятался за чужую фамилию, и никто не найдет и не накажет за бегство от уплаты алиментов. «Хорошо устроились», усмехнулся Чекуров. «Ну да, Комаров почти не бывает в Барнауле, всего в разъездах, и когда Привалов уезжал по своим темным делам, тоже никого не удивляло». «Но как же все-таки участковый не разобрался с двойной жизнью Привалова», посетовал Кичатов. «И неудивительно», сказал Игорь Андреевич. «У нас, к сожалению, главный документ, а не человек». «Точно», подтвердил Жур, «у бумаг великая сила». Но разобраться участковый и не стремился, потому что частенько захаживал к Приваловым за сувенирами. Это теперь, когда местные товарищи узнали, что Привалов матерый спекулянт и распространитель наркотика схватили за голову. «Сейчас, слава Богу, крепко берутся везде за искоренение наркомании». «Уже нащупали кое-какие связи Привалова». «Я попросил, чтобы они проинформировали вас, Игорь Андреевич». «Прекрасно», обрадовался Чакуров. «Просто отлично, Виктор Палыч». «Видите ли, мы с Дмитрием Александровичем все больше склоняемся к мысли, что из-за этих проклятых наркотиков и разгорелся сыр-бор в Южноморске?» «Ясно, Игорь Андреевич», откликнулся капитан, и в голосе его проскользнули торжествующие нотки. «Не зря выходит он работал в Барнауле». «Какие будут дальнейшие указания?» «Как условились?» «Теперь отправляйтесь в Алма-Ату», сказал Чакуров. «Разрешите Трешникова». «Нужно установить, что и зачем искал он в море 23 октября?» «Почему улетел в Алма-Ату?» «Может быть, Трешников является курьером?» «То есть перевозит наркотики?» «Или сам заготавливает гашиш?» «Все понял», отчеканил Жур. Перед тем, как проститься, Игорь Андреевич рассказал ему о том, что произошло за последнее время в Южноморске, в частности, о странном глухонемом, сбежавшем из больниц. В Москве гулял холодный ветер, швыряя в лицо прохожим сухие колючие снежинки. Чувствовалась зима на пороге. Как только Ян Арнольдович Латынис прилетел в столицу, тут же без промедления отправился в Министерство строительства. Сдавая в гардеробе пальто, майор увидел в углу на полу портрет Варламова в траурной рамке. Видимо, он совсем недавно висел на видном месте. По словам гардеробщика, гражданская панихида и похорны состоялись дня два назад. Но не дань уважения привела майора на место работы Варламова Латыниса интересовала, где мог находиться Ким Харитоныч 20 февраля 1982 года, в день, когда на окраине областного города в центре европейской части России была ограблена Беркасса. В связи с тем, что на похищенных тогда купюрах были обнаружены отпечатки пальцев Варламова, следовало проверить, а не скрывался ли под личиной несчастной женщины Кати сам Ким Харитоныч. Предположение, конечно, дикое, но вдруг, если он был наркоманом, то таких людей не смущают способы добычи денег. Они готовы на любое преступление, лишь бы заполучить дурман. Эта версия вроде подкреплялась тем, что в море рядом с жигуленком нашли женский парик, а виднолетчик предстал перед работниками сберкассы в женском обличье. Правда, как удалось установить, голова у Варламова была 58-го размера, а парик 56-го. Но учитывая, что некоторое время парик находился в воде, можно было бы предположить, что он просто-напросто усел. А для того, чтобы провести опознание, не является ли Варламов грабителем, были изготовлены несколько фотографий Кима Харитонча, на которых художник одел его в женский парик, платком и без платка. Кадровик министерства, к которому обратился майор, поднял архивы начало 1982-го года. Оказалось, что с 16-го февраля по 17-е марта заместитель министра находился в очередном трудовом отпуске. Так что не исключено. Ночь латыни скоротал в скором поезде. И раненько утром прибыл в областной город, где произошло ограбление. Эсберкасса открывалась в 9 часов, и ему пришлось маяться до этого времени. Опознание провели по всем правилам, понятыми. Из трех свидетелей преступления остались двое, однако Сирша переехала в другой город. Заведующая Эсберкассой считала, что Варламов по реке похож на Катю, а контролер категорически утверждала обратное «Ничего общего с преступником». Возвращался в Москву Ян Арнольдович, что говорится, при своих интересах. Предстояла нудная работенка спустя столько лет допытываться, что делал и где находился Варламов в момент того далекого ограбления. Как выяснилось, путевка у него была в Кисловодск. Но встал вопрос, действительно ли Варламов ездил на этот знаменитый курорт. И если ездил, то не отлучался ли из Кисловодска 20 февраля 1982 года. Получить ответ можно было только на месте. И Латынису пришлось вылететь в минеральные воды. В санатории, где отдыхал Варламов, а врач и процедурная медсестра подтвердили, что замминистра действительно лечился у них срок в срок, указанный в путевке. Варламов добросовестно прошел весь курс процедур, что было зафиксировано в его лечебной карте. Но одно обстоятельство насторожило оперуполномоченного уголовного розыска. Оказывается, в Кисловодске Ким Харитонч отдыхал не один, а со своей двоюродной сестрой, которая лечилась по курсовке в городской поликлинике, а питалась в столовой санатории. Столоны на питание оплачивал Варламов. Ели они вместе за одним столом. Выходит, сестра могла знать, не отлучался ли брат из города. Но где искать эту женщину? Набравшись смелости, Латынис позвонил в Москву, вдове заместителя министра. Принеся тысячу извинений, он спросил у нее, где проживает сестра Кима Харитонча. К немалому удивлению майора, вдова сообщила, что у ее погибшего мужа нет никаких сестер, ни родных, ни двоюродных. Правда, имеется двоюродный брат, но Ким Харитонч не поддерживал с ним отношений последние десять лет. Ян Арнольдович связался с Чекуровым в Южноморске, обрисовал ситуацию. Знаем мы таких сестричек, сказал с усмешкой Игорь Андреевич. Еще одна любовница, это факт. Ну и любвеобильный же был гражданин, заметил латынис. Дочка учительницы кроль, девочки, поставляемые Блинцовым, и вот теперь еще это. Найдите ее, Ян Арнольдович, настойчиво попросил руководитель следственно-оперативной группы. Ну нужно же в конце концов внести ясность в историю с ограблением. Буду стараться, заверил майор. Пришлось переворошить в санатории десятки папок с документами. И когда уже латынис отчаялся, на глаза ему попалось заявление Варламова на имя главврача, которым Ким Харитонч просил прикрепить к столовой некую Голубкину СГ за наличный расчет. Дальше уже было легче. В паспортном столе город-дела внутренних дел отыскали сведения о Голубкиной, временно прописавшейся в гостинице той зимой. Сестра Варламова проживала в Москве. Работала в том же министерстве, что и Ким Харитонч референтом. Имя и отчество Голубкиной Стелла Григорьевна насторожили Латыниса. Он слышал их прежде. Майор позвонил в отдел кадров министерства и знакомый кадровик ответил, так это же Ростоцкая, бывшая секретарь Варламова. Но почему же тогда была Голубкиной, просил Латынис. Фамилия ее мужа, пояснили на том конце провода. Когда она развелась, то восстановила прежнюю, девичью. Таким образом круг замкнулся. Латынис вылетел в Москву. Стоит ли идти прямо к Ростоцкой и в открытую расспрашивать ее о Варламове? Ян Арнольдович решил посоветоваться с Чекуровым и позвонил в Южноморск. Мне кажется, что Стелла Григорьевна вряд ли станет откровенничать, сказал следователь, выслушав Латыниса. Не в ее это интересах. Что же делать? Постарайтесь собрать побольше информации о связях Ростоцкой с Варламовым, у сослуживцев, соседей, знакомых. Ну, а потом сами смотрите, как это использовать. И не забывайте, помимо денег, похищенных в сберкассе, нас интересуют, были ли знакомы Решилин и Варламов. Это, кстати, можете выяснить у вдовы Варламова. Удобно ли? Майор вспомнил портретки Махиаритоновича в черной рамке в гардеробе министерства. В трауре небось. Кичатов встречался с ней в Южноморске, говорит, что женщина она сильная, рассудительная. Ладно, свяжусь с ней, сказал Латынис. Он тут же подзвонил Варламовой, и она разрешила майору приехать к ней, что Ян Арнольдович и сделал. Вдова была одна в огромной квартире на проспекте Мира, и их беседе никто не мешал. Ян Арнольдович прежде всего попросил прощения, что вынужден задать несколько вопросов относительно Кима Харитоновича, когда в доме такое горе. Но Вероника Петровна перебила его. Не надо извиняться, спрашивайте. Если что знаю, скажу, нет, не обессудьте. Майора удивило ее спокойствие, даже невозмутимость, ведь всего несколько дней назад похоронила мужа. Скажите, вы знаете художника Решилина? начал он. Ну, по-моему, этого художника должен знать каждый культурный человек. Варламова закурила беломор, по-мужски сжал муштук папиросы. Ну, во всяком случае, кто считает себя таковым? Да-да, разумеется, смутился Диан Арнольдович. Но я вот о чем хотел бы знать. Ваш муж был знаком с Решилиным? Знаком? удивилась вопросу вдова. Никогда не слышала об этом. Хотя Решилинская картина у нас есть. Вон висит. Вероника Петровна показала на работу художника. На картине было изображено одухотворенное юношеское лицо, светлые волнистые волосы, голубые глаза. Картина была написана на деревянной доске, как икона, и манера была иконописная. «Называется молодость художника», пояснила Варламова. «А откуда она у вас?» поинтересовался латыни. «Кто-то из знакомых подарил Киму Харитончу», ответила Вероника Петровна. «А может быть под Халим?» «Собственно, картин было две, но другая уплыла». «Кому?» Вопрос повис в воздухе. Варламова глубоко затянулась дымом и некоторое время с прищуром глядела на решилинское творение, вероятно, колеблясь, стоит ли открываться собеседнику. «К кому?» повторила вдова. «К одному человеку, которому много чего еще уплыло». «К женщине». Ростоцкой невольно сорвалось с языка у латыниса. Он испугался. Вдруг его бестактность обидит Варламову. Однако она даже глазом не моргнула, только потушила докуренную папирусу и засмолила новую. «Да, у Стеллочки ручки хоть и нежные, но цепкие», усмехнулась вдова. «Что в них попало, считай, пропало». «Поскольку уж зашел разговор о Стелле Григорьевне», осмелел Ян Арнольдович, «Что вы можете рассказать о ней?» и поправился. «Ну, конечно, если не хотите, можете ничего об этом не говорить». «Что правда, то правда, большого желания нет, но, очевидно, придется», вздохнула Варламова. «Я ведь вижу, вас интересует это неспроста, и делить нам с этой женщиной теперь нечего». «Понимаете, последние лет восемь нас с Кимом Харитоновичем объединяла лишь общая крыша над головой. Ну, еще необходимость изображать благополучную супружескую пару. Но фактически он имел другую жену, Ростоцкую». «Понятно», кивнул Латынис, немало пораженный тем, что вдова Варламова говорит об этом так буднично и просто. Она, словно прочитав мысли майора, усмехнулась. «Удивляетесь, чего это я разоткровенничалась? Так вы же все равно об этом знаете, я уверена». «Не знаю», мотнул головой Ян Арнольдович. «Ну, так узнали бы. Да еще подумали несчастная женщина, которую обманывали почти десять лет. Так вот, к чести Кима Харитоновича будет сказано, в прятки он со мной не играл, сам открылся. Единственное, о чем я его просила, чтобы не знали дети, во всяком случае, до тех пор, пока не станут совсем взрослыми. Это условия Ким Харитонович выполнял». Вероника Петровна, тяжело задумавшись помолчала. «Может и хорошо, что сын и дочь так и не знают, что их отец?» Она снова вздохнула. «Вот значит, почему она не убивалась из-за смерти мужа», подумал Латыни. Подробности отношений Ростоцкая и Варламова он ворошить не стал. И последнее, о чем спросил, были ли у покойного вредные пристрастия к выпивке или, может, к наркотикам, «Хорошее вино и коньяк муж любил», отвечала Вероника Петровна, «но пил в меру». «Ну, а насчет наркотиков?» Ким Харитоныч предпочитал удовольствия реальные, осязаемые, впрочем, категорически утверждать не берусь. Ну, по существу, в последнее время мы были чужие люди. Больше ничего интересного выведать у вдовы не удалось. Но и то, что она сообщила, было ценным. Майор решил эти сведения углубить, расширить, в чем и преуспел. Действительно, последние восемь лет Варламов и Ростуцкая фактически были мужем и женой, что они, однако, пытались сядьно скрывать от окружающих, особенно от сослуживцев. Фамилия Ростуцкая досталась Стеле Григорьевне от отца. Правда, около трех лет она была Голубкина. Брак секретаря Варламова с ничем не примечательным инженером Голубкиным был загадочным пятном во всей этой истории. Но в этот промежуток времени Стела Григорьевна с мужем переехала в трехкомнатную кооперативную квартиру в самом центре Москвы, после чего последовал развод. Супруги расстались, инженер из квартиры выселился. Можно было предположить, что этот брачный финт задумали и проделали из-за дополнительных квадратных метров. Так бы секретарша могла претендовать лишь на однокомнатную квартиру. Все расходы по роскошному уютному гнездышку поевой взнос, а он был выплачен полностью, мебель и прочая обстановка нес варламов. Более того, совсем неподалеку от столицы в деревне на имя Ростутской была приобретена ветхая избушка, которая в минимально короткий срок, всего лишь за одно недолгое московское лето превратилось в пряммиленькую комфортабельную дачу, включая сауну на участке. Здесь же имелся под домом теплый гараж, где стояла новенькая Волга, оформленная на имя Стеллы Григорьевны. По самым скромным подсчетам, дача обошлась варламову не менее, чем 30 тысяч, не считая естественно автомобиля. А вот сколько он вложил в двухэтажный особняк на окраине Южноморска, в котором проживала родительница Стеллы Григорьевны, пенсионерка Кроль, сказать было трудно. Тут уж постарался Блинцов, выкроив для строительства дома самые лучшие дефицитные материалы. Стелла Григорьевна навещала мать несколько раз в году, живя у нее по два-три дня. Но вообще-то она не афишировала свое имущество, недвижимое, не недвижимое, а тем считанным людям, которые знали о нем, Ростуцкая говорила, что якобы все это оставил ей муж, Голубкин. Голубкин. латынист сообщил все эти сведения руководителю следственной оперативной группы, Чекуров заметил, откуда у Варламова могли быть такие деньги. Его зарплаты явно не хватило бы на все эти приобретения и расходы. Учтите, Игорь Андреевич, он содержал еще и свою законную семью. У них обстановка тоже очень даже богатая. У детей дубленки и всякие там махеры, джинсы, шарпы, панасоники, опять же Волга. Это-то меня и смущает. Но один из основных вопросов связаны ли Варламов и Решилин. Так и остается невыясненным, сказал следователь. Я встречусь с Ростоцкой. Может быть, Варламов был с ней более откровенен, чем с законной супругой. Только не надо ее настораживать, посоветовал Чекуров. Мы еще не знаем взаимоотношений Стеллы Григорьевны с Блинцовым. Кто может поручиться, что они не связаны какими-нибудь махинациями. Тем более, что работают в одной системе, и Блинцов в какой-то степени зависит от Ростоцкой. Хорошо, Игорь Андреевич, сказал Латынис, я что-нибудь придумаю. И он надумал отправиться к заместителю начальника отдела министерства под видом любителя и коллекционера современной живописи. Латынис позвонил Стелле Григорьевне на работу и попросил продать ему картину Решилина, на крайнем случае обменять на какое-нибудь произведение искусства. У него где есть выгодное предложение. Ростоцкая удивилась, откуда известно, что она имеет работу знаменитого художника. Ян Арнольдович ответил, что эти сведения он получил из уст самого Решилина, трагически погибшего несколько дней назад на Черном море. Приманка сработала безотказно. Стелла Григорьевна была заинтересована. Тем более, что сообщение о смерти художника появилось в газетах и взбудоражило всю Ростоцкая назначила встречу Яну Арнольдовичу вечером у нее дома. Предупредила однако, что будет не одна. Возможно, она опасалась, как бы под личиной коллекционера к ней не завалился грабитель. А жила Стелла Григорьевна на улице Герцена, рядом с Центральным Домом Литератора. Открыл Яну Арнольдовичу здоровый, цветущий мужчина лет тридцати. Раздевшись в передней, латынист прошел в комнату, сопровождаемый недобрым взглядом раскормленного дога, ростом теленка. Решилинскую картину он узнал сразу, выспросил о ней дотошно у вдовы Варламова. Этим развеял последнее сомнение у хозяйки квартиры, если они у нее были. Потом завели резкий разговор. Пытаясь выведать, была ли Ростоцкая знакома с художником, или, может быть, Решилина знал ее бывший шеф, латынист был крайне осторожен. Старался ни на чем не заострять внимание хозяйки. Увы, Селла Григорьевна отрыстала, как свое знакомство со знаменитым животницем от Иварианова. Говорила она по-видимому правду, солгала лишь в том, что картина досталась ей от мужа, которым она развелась. Сделка, разумеется, не состояла. Ян Арнольдович нарочно предложил смехотворную цену за картину Решилина. Отказавшись от кофе, латынист раскланился. А на следующий день он отправился на дачу погибшего художника, где тот проводил большую часть времени, где жила родная сестра Феодота Несторовича. Ясно пришлось на электричке, затем на автобусе. Погода стояла совершенно неподходящая для загородных прогулок. Шел настырный холодный дождь. Порывами налетал ветер. Сойдя на последние остановки в Чопорном дачном поселке, Ян Арнольдович узнал, что до Решилинского участка топать еще километров пять. Ему показали тропинку, которая огибала водохранилище. Майор и так весь озябый промок, а глядя на свинцовые волны, ходившие по водным просторам, ощутил холод еще сильнее. Сырость словно проникла до самого мозга костей. Отсюда, наверное, и пошло слово «промозглый», мрачно думал латынис, борясь со встречным ветром. Когда он добрался до небольшого поселка, состоящего всего из десятка необъятных участков с солидными домами, то совершенно закоченел. Постучал в одни ворота, другие, никто не откликался. В Решилинскую дверь майор не звонил, у него были другие планы, пока что поговорить с соседями. Наконец его впустили. Это была дача военного, какого-то генерала армии. Фамилию майор не расслышал, а переспрашивать было неудобно. Открыл калитку отец этого самого генерала. Старик оказался сердечный, повел Яна Арнольдовича в теплую комнату, предложил горячего чая. То, что милиция интересовалась Решилиным и его родственницей, его не удивило. Ежели у человек пришел пышком в такую погоду, резон выходит имеется. «Я она всем хозяйством заправляет, и мужик у ней домовитый, немой, правда». «Как вы говорите, немой?» переспросил латыни. «Да, от рождения, как сказала Ольга», кивнул отец генерала. «Но все понимает, по губам». «Мужик приветливый, всегда первым здоровается, кивает, стало быть». Сообщение соседа очень заинтересовало майора. Во-первых, на даче Решилина была прописана только его сестра, Ольга Несторовна, по документам холостая. Во-вторых, человек, живущий на даче в качестве ее мужа был глухонемым. Но ведь сбежавший из больницы в Южноморске человек тоже вроде был глухонемой. Иоанн Арнольдович стал расспрашивать старика, как выглядит муж Ольги Несторовны. «О, такой крепенький мужчина», стал объяснять сосед. «Свет волос». «Темный, шатен, стало быть, и сам смуглый», ответил генеральский папаша. «Ну, это, скорее всего, от постоянного пребывания во дворе, на солнце». «Усы у него есть?» «Имеются», кивнул сосед, «небольшие». «А где сейчас муж Ольги Несторовны, не знаете?» «Да что-то давненько его не видал». «Ну, как давненько», допытывался латынист, еле сдерживая волнение. «Пожалуй, с того времени, как Решилин уехал», сказал старик, и поправился. «Недели три, стало быть». «А сестра художника в настоящее время живет на даче одна?» «Зачем одна?» «Братец пожаловал», ответил сосед. «Очень, между прочим, на художника похож». Поблагодарив старика за чай и полученные от него сведения, Ян Арнольдович поспешил в постсовет к участковому инспектору. Тот подтвердил, что приехал родной брат погибшего художника, и что у них с Ольгой якобы большие разногласия по поводу наследства. «Позавчера я ехал с ними в одной электричке в Москву, так они всю дорогу скубались», сказал участковый. «А отрешили на добра осталось много, ой, много, на даче прямо музей, нотариус описывал имущество целый день». Латынис спросил у него, что это за глухонемой муж у сестра художника, как фамилия, чем он занимается. Вопрос поставил участкового тупик. «Никакими сведениями о сожителе, так он выразился, Ольге Решилиной он не располагал?» «Как же так?» удивился оперуполномоченный уголовного розыска. «Должны располагать? Он же проживает на вашем участии!» Участковый инспектор стал оправдываться, «Это мол, удача, человек здесь не прописан». Не удержавшись, Ян Арнольдович сделал участковому внушение, а напоследок попросил приглядеть за домом художника, не объявится ли муж Ольги Несторовны. «А может, он уже здесь? Скрывается на даче?» «Проверю, товарищ майор», козырнул участковый. «Только аккуратненько, не переполошите жильцов», предупредил латынин. Он отправился в Москву, с недаемой вопросом, «Разные люди, муж Ольги Решилиной и глухонемой из Южноморской больницы, или это один и тот же человек?» Ян Арнольдович сопоставлял приметы, которые сообщил сосед Решилина, с описанием беглеца, составленным со слов медперсонала больницы. Кое-что совпадало, а кое-что и нет. Тот из Южноморска был лет сорока, а этот вроде помоложе. Тот кудрявый, а здешний прямоволосый. У того усы пышные, густые, у этого небольшие. Может, отец генерала плохо разглядел, думал майор, вон у него какие линзы в очках. Зрение небось не к черту. Пока он добирался до города, созрела идея, под каким соусом появится завтра на даче Решилина. Ян Арнольдович разыскал нотариуса, которая занималась наследством погибшего художника. Нотариальная контора уже закрылась, рабочий день кончился, но Латынису повезло. Нотариус оформляла стенгазету к октябрьским праздникам. Это была совсем еще молодая девушка, год назад окончившая юридический факультет МГУ. Латынис представился. У нее было редкое имя Вета. Заметив, с каким увлечением она рисовала шапку стенгазеты, Иоанн Арнольдович сказал, «Вас пропадает истинный художник». «Да, когда-то мечтала, а стала юристом». «А тогда помогите мне, Вета Владимировна», попросил оперуполномочение уголовного рода. «Как юрист юристу». И он обрисовал свой план. «Отправиться завтра на дачу Решилина, якобы для того, чтобы посмотреть, как хранятся описанные вещи и разрешить спор между родственниками художника, который действительно имел место. Латынин же будет представлен под видом консультанта областного отдела юстиции, проверяющего работу мотариуса». «Я, пожалуйста», согласила Света Владимировна, «А вот отпустит ли меня начальство?» «Ну, попробую уломать», улыбнулся Ян Арнольдович. «Что, добираться будем своим ходом?» Тоской посмотрела на майора нотариус. Ян Арнольдович вспомнил свое путешествие под дождем и сказал, «Машину я организую». Условились встретиться в 9 утра. Насчет машины посодействовали московские братья-сыщики. Не то пришлось бы не сладко. Погода была еще более отвратительной, чем вчера. Слово мокрой сними. В теплом салоне москвича Света Владимировна говорила по дороге о своем увлечении картинами решения, о необычном, наполненном драматическими зигзагами творческом пути художника. «Представляете», рассказывала она. Был, как многие официальные художники-аллилуйщики, рисовал доярок, стахановцев, портреты вождей, и вдруг исчез куда-то. Потом возник в совершенно новом качестве, словно это был другой человек, прозрачная, чистая живопись, которой ожили традиции древнего русского искусства иконописи. «Говорят, первая же выставка этого направления прогремела как гром среди ясного неба. А потом решилин постепенно превратился буквально в легенду. Правда, кое-кто ругал его, мол, эпигонство, эклектика, но я думаю, что все идет от зависти». «Интересно, а что думал решилин, когда смотрел на свои старые картины?» — смыкнул латынист. «Наверное, стыдно было». «А не на что было смотреть», ответила нотариус. «Он, можно сказать, совершил подвиг, сжег всех доярок, трактористов и прочих». «Сжег?» — удивился латынист. «Ну да, вот что значит настоящий талант, истинный». «И право же до того грустно смотреть, как сестрица и братец Феодота Несторовича грызутся из-за его творения?» «Страшно подумать. Решилин отдал всю душу, а здесь низкий торт. Поистине, сек транзит Глория Мунди». За разговорами незаметно доехали до привилегированного дачного поселка. Когда латынист нажал на кнопку звонка, в высоком глухом заборе сначала к воротам с той стороны прибежало несколько собак, зашедшихся в злобном лае, и только спустя минут пять в щели над почтовым ящиком появились чьи-то глаза. Женский голос угомонил Церберов, и дверь отворилась. «Здравствуйте, Вета Владимировна», поздоровалась с нотариусом женщина в пальто и черном траурном платке. «Здравствуйте, Ольга Несторовна», сказала нотариус. «А разрешите к вам?» «Пожалуйста, проходите». Настороженно, глядя на незнакомого мужчину, пригласила Решилина. Прошли через обширный участок дома. Покрытая черной от влаги дранкой громадина казалась мрачной и нежилой, но внутри было въездное тепло. Разделись. Вета Владимировна пояснила хозяйке цель их посещения. «Не беспокойтесь, все на месте», сказала Ольга Несторовна. «Можете убедиться». Нотариус предложила пройти на второй этаж. Картины Решилина, а также коллекция полотен и старинных икон все находилось там. Поднявшись, очутились в большой комнате. Как понял латынис, это была святая святых художника, его мастерская. Здесь, в дальнем углу, трудились у мальбертов молодой парень и девушка в заляпанных красками халатах. «Ученики покойного брата», пояснила Ольга Несторовна, «он этих двоих особенно привечал. Работать негде, вот они и попросились. Отказать неудобно». «Да и Федот Несторович такое не одобрил бы, потому что не по-божески это», вздохнула наскорбно, осенив себя быстрым крестом. «Смотри-ка, набожная», отметил про себя латынист. Он с интересом осматривал обитель знаменитого художника и был поражен, что такая маленькая, неказистая икона, висевшая в мастерской, оценивалась в полмиллиона золотых рублей. Да и работы самого Решилина, на его взгляд, не стоили тех денег, которые, по словам нотариуса, предлагали Феодоту Несторовичу. «Наверное, надо быть знатоком и ценителем», подумал майор. «В том, что он не знаток и не ценитель, Ян Арнольдович убедился, посмотрел на холсты учеников Решилина, до того увлеченных работой, что, казалось, они не замечали никого вокруг. Картины молодых художников, по мнению латыниса, мало чем отличались от полотен учителя. Спустились на первый этаж, осмотрели остальные комнаты, где вещи были менее ценные, чем картины и иконы, но все равно это было огромное богатство, редкий фарфор, книги, в том числе уникальная Библия, издание шестнадцатого века и другой антиквариат. Латынис убедился, что в особняке глухонемого не было, но оставалась еще времянка во дворе, а если говорить точнее, вполне добротный домик. Ян Арнольдович не знал, под каким предлогом осмотреть его. Пока он ломал голову над этим, за окном промелькнула долговязая фигура в куртке с капюшоном и хлопнула входная дверь. Через минуту в комнату, где находилась хозяйка с гостями, заглянула смурая Федяновна. Если бы майор не знал, что Феодот Несторович бесповоротно мертв, то принял бы его младшего брата за воскресшего художника. Так похожи были они. Емельян Решилин даже бороду отрастил под брата. Поздоровавшись с нотариусом Яном Арнольдовичем, родственник живописца злорадно произнес, обращаясь к сестре, «Ничего у тебя не выйдет, как не пышься. Я только что был у юриста, делить наследство будешь не ты, а суд. И поровну», он театральным жестом показал на нотариуса, «Как тебе и объясняла Вета Владимировна». Ольга Несторовна поджала губу, смирила брата презрительным взглядом, но ничего не сказала. А тут продолжал, апеллируя к обоим представителям закона, «Представляете, моя дрожайшая сестрица считает, что имеет право претендовать на большую часть». «Нет», мягко сказал Латынис, «наследство будет разделено между вами пополам». «А ваш муж на него права не имеет», повернулся он к хозяйке, при слове «муж» Емельян Несторович так и взвелся. «Какой муж? Пригрела какого-то типа и выдает его за супруга?» «Никто не выдает. С чего это ты взбеленился?» пробормотала Решилина, которую явно смутил весь этот разговор. «И рожа у этого Тимофея Карповича какая-то сомнительная», не унимался Емельян Несторович. «Эх, как тебе не стыдно!» напустилась на него сестра. «Обиженный Богом человек, глухонемой, а ты...» «Ну да, на него обидишь, держи карман Шерри, он сам кого хочешь обидит», зло произнес Решилин младший. «Не дай Бог встретиться один на один в темном переулке». Он снова обратился к нотариусу и латынису. «Слышите, что она мне заявила? Мол, будешь распоряжаться здесь, вернется Тимофей Карпович, он тебя живо на место поставит». «А где он?» спросил у Ольги нестровны латынис. «Откуда я знаю?» пожала плечами хозяйка, еще больше теряясь. «Когда он уехал?» продолжал расспрашивать Ян Арнольдович. Хотя такие вопросы вроде бы не должны были интересовать работника отдела юстиции, занимающегося нотариальными делами. «Одновременно с Феодотом, царство ему небесное!» перекрестилась Ольга Несторовна и опять напустилась на брата. «Ты Феодоту в подметке не годишься! Он в раю теперь, потому как жил по-праведному. Птаху малую не обидит. Вот и Тимофея Карповича приютил». Это уже было обращено к представителям закона. «Тут и жил у нас, по хозяйству помогал, и никакой он мне не муж!» Она снова повернулась к брату и покачала головой. «Богохольник ты, Емельян, вот кто!» «А ты ханжа!» рявкнул в ответ решилин младший. «Перед людьми играешь святошу, а сама готова задушить родного брата, лишь бы все наследство прибрать к своим рукам». «Ты Емельян говори!» Сурола посмотрела на него сестра. «Да не заговаривайся!» Вета Владимировна хотела было вмешаться в ссору, но латынист незаметно остановил ее. В перепалке братец или сестрица могли сгоряча поведать такое, чего не выдали бы в спокойной обстановке. «Нет, вы послушайте, как она решила делить между нами творческое наследие Феодота Несторовича», апеллировал к нотариусу Решилин младший. «Тебе, говорит, его старые картины, а мне, то есть ей, новые». Он резко повернулся к Ольге Несторовне. «А вот это не хочешь?» и показал сестре Кукиш. «Уж лучше пусть все отойдет государству». «Тьфу, ахайник!» плюнула та. «Погодите, что вы имеете в виду под старыми и новыми картинами?» ухватилась за слова Емельяна Несторовича Вета Владимировна. «Новые, которые висят там», показал наверх дачи Решилин младший, «а старые во флигеле сложены», кивнул он в окно на времянку. «Как же так?» строго посмотрела на хозяйку нотариус. «Вы мне о картинах во флигеле ничего не говорили». Ольга Несторовна покраснела и стала сбивчиво объяснять, что о существовании полотен Решилина во флигеле не знала, мол, лежали в запертой комнате, а она думала, что там какие-то старые вещи. «Пойдемте посмотрим», решительно направилась к выходу Света Владимировна. Все вышли во двор, подошли к домику. Снег падал крупными мокрыми хлопьями, пятная одежду. Решилина достала связку ключей, открыла дверь. Во времянке было холодно и сыро. Сразу было видно, что здесь никто не жил. И все же Ян Арнольдович заглянул в две небольшие комнатки, одна из которых была спальней с двумя кроватями, другая служила, видимо, для всех остальных нужд кухней, столовой, гостиной. А вот третья комната, довольно обширная, была чем-то вроде кладовки или сарая. В помещении было несколько старых вещей. Сломанный пылесос, колченогое кресло, торшер, какой-то узел, а все остальное пространство занимало нечто, покрытое цельным куском пыльной материи. «Вот видите», оправдывалась Ольга Несторовна, показывая нарухлять в углу, «Я думала, под тряпками тоже старье». И она приподняла материю. Под ней штабелем лежали картины. Вета Владимировна взяла одну в руки. С холста глядела румяное лицо молодой женщины ослепительной рекламной улыбкой. Из-под руки жизнерадостной доярки умно и счастливо смотрела на свет буренка. А дальше пошли суровые и непреклонные, озаренные возвышенным трудовым подвигом, комбайнеры, водители могучих самосвалов, рыбаки, шахтеры, академики. Латынис и Вета Владимировна переглянулись. «Странно», проговорила нотариус, «ведь Феодот Несторович все это якобы сжег. Давно». Сестра художника не могла ничего сказать ей в ответ. Приступили к описи. Картина казалась 217. «Это еще не все», ставил свое слово молчавший до сих пор Емельян Несторович. «На чердаке над гаражом имеется штук 15». Когда Решилина запирала времянку, Латынис внимательно присмотрелся к ключам. Ему показалось, что он уже видел где-то похожую связку. Два от английского замка и один странный, похожий на шуруп, но без нарезки. Ян Арнольдович попросил на минутку связку, заинтересовавшись якобы брелоком. «Да, я определенно уже встречался где-то с такими ключами», заключил он, возвращая связку владелице. Но вот где именно майор не мог вспомнить. Гараж состоял из двух отделений. В одном стоял, поблескивая лаком, большой черный приземистый Ситроэн, похожий на неведомое морское чудовище. В другом помещении находилось то, что держит обычно рачительный хозяин машины, запасные части, автокосметика, инструмент. Отсюда шла лесенка на чердак, где хранились картины Решилина, его, так сказать, первого периода. Причем сюда он определил почему-то портреты вождей, многие имена которых уже даже не помнятся. И эти картины внесли в дополнительную опись. Ольга Несторовна неожиданно вдруг отчего-то расстроилась, расплакалась, и Латынис отказался от своего намерения провести по фотографиям опознание неизвестных граждан, утонувших в том же месте, где ее брат. Принимая в обнимание ее состояние, он отложил это мероприятие на завтра. По дороге назад Вета Владимировна явно была обескуражена находкой картин Решилина, от которых он сам якобы отрекся, а оперуполномоченного уголовного розыска занимало другое, не давало покоя связка ключей, которые он видел в руках Ольги Несторовны. Озарение пришло в Москве, когда он уже добрался до своей гостиницы. Ян Арнольдович тут же позвонил в Южноморск. Поначалу он рассказал Чекурову о посещении родственников художника и о том, что на даче никто, кажется, подпольно не живет. Кажется или точно не живет, спросил руководитель следственной оперативной группы. Емельян Несторович радостью бы выдал этого глухонемого Тимофея Карповича, сказал латынист. Еще что у вас? Помните, Игорь Андреевич, у неизвестного с огнестрельной раной на голове, которого водолазы нашли в море, была в кармане связка ключей. Да, весь док хранится у меня в сейфе, подтвердил Чекуров, и в голосе его послышалось настороженное. Так вот, точно такая же связка имеется у сестры Феодота Несторовича Решилина, сообщил майор. Я хочу сказать, что это ключи от Решилинской дачи. На том конце провода воцарилось молчание. Латынист подумал, что их разъединили, и крикнул «Алло, алло, Игорь Андреевич!» «Да слышу я, слышу», откликнулся Чекуров. «Понимаете, Ян Арнольдович, перевариваю». «И что?» «Лихо получается». Видите ли, удалось идентифицировать этого самого застреленного. Ответ пришел из МВД СССР. Отпечатки пальцев утопленника с полевым ранением соответствуют отпечаткам пальчиков некоего Пузанкова, который отбывал наказание в колонии по статье 144 и освободился 14 лет назад. «Ого!» присвистнул латынист. «Действительно закручено!» «Но Пузанков не глухонемой». «Короче, проведите как можно скорее опознание и допросите сестру и брата решилиных». «Ну, теперь уже завтра!» Напоследок Чекуров проинструктировал майора, что ему следовало узнать у Ольги и Емельяна. На завтра латынист произвел опознание. В райотдел внутренних дел сначала вызвали Емельяна Решилина. Среди предъявленных ему фотографий он сразу указал на одну сделанную с убитого под Южноморском незнакомца. Это действительно был Тимофей Карпович, проживавший до этого на даче художника. Однако сообщить подробности, кто он, как попал к Феодоту Нестору и чем на самом деле занимался, Емельян Решилин не мог. По его словам, он навещал знаменитого родственника очень редко. И вообще отношения между двумя братьями были далеко не идеальные. После допроса Емельяна Решилина пригласили Ольгу Несторовну, доставленную в Ролд. Увидев в числе пяти разных фотографию, сделанную из покойного Тимофея Карповича, Решилина окаменела. «Узнаете?» спросил майор. «Господи!» Сестра художника медленно перекрестилась дрожащей рукой. «И его сердешного Бог прибрал!» «По что?» Она вытерла кончиком черного платка набежавшую слезу и прерывающимся голосом произнесла «Он это, товарищ майор!» Тимофей Карпович Пузанков Оформив опознание протоколом, латынист приступил к допросу. А ждал, что Решилина будет откровенной? А нет! Ольга Несторовна замкнулась наглухо. Отвечала односложно. Каждое слово приходилось буквально вытаскивать из нее, повторяя одни и те же вопросы по нескольку раз. Сколько жил на даче у Решилина Пузанков, она якобы не знала. Феодот Несторович пригласил ее приехать и взять заботы о его доме на себя шесть лет назад, когда он обзавелся дачей на берегу водохранилища. А Пузанков уже жил там, помогал по хозяйству, исполнял обязанности сторожа и стопника, а также следил за автомобилем. Ольга Несторовна утверждала, что прошлое Пузанкова ей неизвестно. Когда Латынис сообщил ей, что Тимофей Карпович вовсе не глухонемой, та выразила крайнее удивление, так как прежде была абсолютно уверена, что Бог его обидел. Майор рассказал Решилиной о том, что Пузанков грабитель. Но это не произвело на женщину никакого впечатления. Я ничего про такие дела не знаю и знать не хочу. Меня это не касается, твердо заявила Решилина. Еще один вопрос, Ольга Несторовна, сказал оперуполномоченный уголовного розыска. Утверждают, что вы и Пузанков находились в близких отношениях. Так ли это? А вы, товарищ майор, побольше Емельяна слушайте, криво усмехнулась Решилина. Он вам такого напоет. Небось убедились вчера какой-то злобный человек. Аспид? Ну, не только Емельян Несторович. Соседи тоже. Какие еще соседи? Решилина бросила на майора сердитый взгляд. Не этот ли слептырь генеральский папаша? Так он ведь даже на даче ни разу у нас не был. И потом разве кто-нибудь застал нас в постели? Ольга Несторовна истово перекрестилась. Прости меня, Господи, за такие слова. Как говорится, крыть майору было нечем. Он так и не мог решить, правду говорила сестра художника, или же прикидывалась, ловко прикрываясь религиозностью. Во всяком случае, орешком она оказалась крепким. После допроса решилиной латынист беседовал с участковым инспектором. Разговор был еще более неприятным, чем вчера. Прошляпил матерого уголовника, который жил преспокойненько на его участке столько лет. Затем майор поехал в Москву. Снег прекратился, стоял легкий морозик. Столицу украшали к ноябрьским праздникам. Глядя на транспаранты, кумачевые флаги и разноцветные гирлянды, перекрывающие центральные улицы, Иоанн Арнольдович подумал, что ему вовсе не до фанфар. Следствию по делу не видно конца и края. У Чикурола и Кичатова настроение было тоже отнюдь непредпраздничное. Они сидели в Южноморском гору правления внутренних дел и обсуждали сообщения Латыниса. Еще раньше, для удобства и наглядности, следователи составили карту-схему, на которой были обозначены установленные и пока еще не опознанные действующие лица трагедии в устье Чернушки. Их связи, взаимоотношения, которые уточнялись по мере обнаружения новых сведений и фактов. Пузанков Тимофей Карпович заполнил круг, отведенный покойному с огнестрельной раной Чикуров. В нашу схему он вносит любопытные коррективы. Смотрите, он чем-то связан с Решилиным. Во всяком случае жил у него на даче шесть лет. Это по крайней мере, многозначительно поднял верх палец Кичатов. Может, он находился при художнике значительно раньше, чем приехала на дачу Ольга Несторовна. Это вы хорошо сказали. Находился при Решилине, заметил Чикуров. Интересно, что их связывало? — только ли то, что Феодоту Несторовичу нужен был в доме расторопный лакей и притом мастер на все руки? Знал ли Решилин, что Пузанков только притворяется глухонемым? И самое главное, известно ли было хозяину дачи, что он дал кров преступнику? — Да, Игорь Андреевич, вздохнул подполковник, дать ответы на эти вопросы будет нелегко. Пузанков мертв, а Решилин тоже. А ответить надо. Почему стреляли в Пузанкова? Кто? Связано ли это с ограблением сберкассы? В комнату заглянул Жур. Разрешите? Конечно, в один голос обрадованно произнесли следователи, и когда он вошел, набросились на капитана с вопросами. Давно ли прилетел, что в Алма-Ате? Прямо из-за аэропорта, сказал Жур. А в Алма-Ате порядок. Ну, погода, правда, не важная, но город мне понравился. Очень красивый и своеобразный. Трюшникова разыскали? спросил Чекуров. Разыскал. Бедный малый чуть не заработал воспаление легких. Знаете, где он прятался? В домике на садовом участке своего деда. Холод зверский. Как Трюшников провел там почти неделю уму непостижимо. Другой бы окочурился. А с чего он прятался? поинтересовался подполковник. Хоть и здоровый парень а трусалат. Впрочем, было чего испугаться, вздохнул капитан. Короче, он вам сам исповедуется. В коридоре сидит. Разрешите привезти? Разумеется, нетерпеливо сказал Чекуров. Жур поднялся, направился к двери. Да, Игорь Андреевич, давить на него не надо, посоветовал капитан. Он мне в самолете всю свою жизнь поведал. По-моему, парень неплохой. Разберемся, Виктор Павлович, улыбнулся руководитель следственной оперативной группы. Входя в кабинет, Валентин Трешников чуть пригнулся, чтобы не задеть притолок у двери. Лицо у него было прямодушное, хотя он явно чего-то боялся. Инструктор по физкультуре держал в руках носовой платок, которым поминутно вытирал покрасневший нос. Парень был простужен. — Что же это вы, Валентин, прятались в холодном домике? — просил Чекуров, списав с его паспорта данные в бланк протокола допроса. — Аж в горы забились. — Что и говорит, товарищ следователь, дурак я дураком, тяжело вздохнул трешников. Надо было сразу прийти в милицию, а то столько приключений получил на свою голову. Страшно подумать. Как расхлебаю все это, не представляю. И еще поверите вы или нет, он с надеждой посмотрел на Чекурова. — Ну, если правду выложите, поверим, сказал следователь. — А мне нет смысла врать, честное слово. Протоколи допроса показания Трешникова выглядели следующим образом. Я снимаю угол в частном доме по улице Пришвина, 19. В соседнем доме Пришвина, 21, принадлежащем Э. К. Александропулос, проживал отдыхающий из Москвы Валерий Платонович. Его фамилию не знаю, с молодой женщиной по фамилии О. Старожук, которую представлял как свою супругу. А зная, что я имею спортивный разряд по подводному плаванию, Валерий Платонович зашел ко мне вечером 22 октября сего года и попросил помочь выловить в море его утонувшего знакомого, у которого якобы находились золотые изделия, которые, по словам Валерия Платоныча, принадлежали ему. Если бы нам удалось выловить утонувшего, Валерий Платоныч обещал половину золотых изделий мне. Я спросил, почему он официально не обратится в соответствующие органы, на что Валерий Платоныч заявил мне, что найденное золото отойдет в пользу государства, так как доказать свои права на него он не сможет. Сначала я хотел отказаться, однако поразмыслив все же принял его предложение, так как мне очень нужны были деньги на предстоящую свадьбу и другие расходы, связанные с началом семейной жизни. Валерий Платоныч взял с меня слово, что я никому ни о чем не скажу. Утром 23 октября Валерий Платонович и я поехали на такси в устье реки Чернушки. Отпустив такси, мы пошли на берег и Валерий Платонович объяснил мне, где следует искать его утонувшего знакомого. Я надел акваланги, полез в воду. Минут через двадцать увидел под водой утопленника. На его теле был широкий пояс с отделениями наподобие патронташа. Я подумал, что в кармашках пояса и находятся золотые изделия. Когда я доставил утопленника на берег, Валерий Платонович заявил, что это другой человек и что золото находится в кожаной сумочке, которую его знакомый носил на руке. Валерий Платонович потребовал, чтобы я вновь занялся поисками. Я стал отказываться, потому что мне стало плохо, а тут еще мы увидели лодку, направляющуюся к нам. В ней сидел какой-то мужчина. Валерий Платонович испугался и побежал к шоссе. Я снял акваланг, последовал за ним. Мы остановили частника, ехавшего в город. В Южноморске Валерий Платонович еще раз предупредил меня, чтобы я держал язык за зубами, не то буду иметь большие неприятности. Я понял, что попал в какую-то уголовную историю и решил на время исчезнуть из города. И дальше Трешников сообщил следователям то, что они в общих чертах уже знали о скоропалительном вылете парня в Алма-Ату. Валерий Платонович называл при вас какие-нибудь фамилии, имена, продолжал допрос Чекуров. Нет, ни одного имени, ни одной фамилии, категорически заявил Трешников. А при каких обстоятельствах погиб его приятель, говорил? Вроде бы несчастный случай, ураган, ответил допрашиваемый. В городе говорили, что возле верблюда пронесся смерч, но я и поверил. Как вы расстались с Валерием Платоновичем после неудачной попытки найти золото? задал вопрос Кичатов. Мы доехали на машине до центра. Валерий Платонович сказал, ну разбежались, не надо, чтобы нас видели вместе. Я сел на автобус и поехал домой, а куда поехал он на машине, не знаю. Видели с ним после этого, спросил Чекуров. Нет, ответил Трешников. Я позвонил Неле, моей невесте. Она примчалась ко мне, а на следующий день я улетел в Алма-Ату. Вместо того, чтобы веселиться на собственной свадьбе, не выдержав, сказал молчавший во время всего допроса капитан Жур. И себе напортил и нам задал работу. Незадачливый жених только тяжело и протяжно вздохнул. Ознакомьтесь и распишитесь, подал ему протокол Чекуров. Трешников читал медленно, часто прикладывая платок к хлюпающему носу, словно оттягивал время. А когда поставил подпись на всех листах, с опаской спросил, ну, и что мне теперь будет? А это пусть решает ваша невеста, усмехнулся Игорь Андреевич. Давайте пропуск. Проставив в нем время окончания допроса и расписавшись, он сказал, возможно, вы нам еще понадобитесь, если нужно будет кое-что уточнить. Ушел Трешников, все еще не в вере, кажется, в свое счастливое освобождение. Как только за ним закрылась дверь, ажур подошел к столу, взял протокол допроса. Тут упомянута некая старожук, он отыскал нужное место, показал следователем. Буквально за день до смерти произошла странная штука, и капитан рассказал о непонятной истории с кражей у ареста метрофановны старожук в 50 тысяч рублей. Представляете, мы нашли воров, нашли те самые 50 тысяч, воры признались во всем, опознали потерпевшую, а эта самая потерпевшая старожук по непонятным причинам отказалась и от своего заявления, и от своих денег. Не правда ли? Странно. Сообщение капитана до того заинтриговало Чекурова и Кичатова, что они попросили поднять документы той истории. И, ознакомившись с ними, следователи тоже нашли поведение старожук подозрительное. Кичатова и Жур срочно отправились на улицу Пришлина. Элефтерия Константинна Александропулос находилась во флигеле, белила стены. Следователь и оперуполномоченные уголовного розыска представились хозяйке, спросили, где ее постояльцы Валерий Платон и Ареста старожук. «Давно уже съехали», ответила Александропулос. «Я вот решила устроить небольшой ремонт, а то прямо стыдно людей пускать». «Как давно они уехали?» поинтересовался Кичатова. «Да недели две будет», сказала хозяйка и, подумав, уточнила. «Точно, утречком 23 октября собрались и до свидания». «Куда уехали?» «Как? Самолетом? Поездом?» «В Москву, наверное». «Своим ходом». «У Валерия Платоныча ведь персональная машина, на ней они и приезжали». «Как фамилия Валерия Платоныча?» спросил Кичатова. Вопрос этот поставил Элифтерию Константиновну крайнее затруднение. По ее словам, она никогда не спрашивала у такого солидного постояльца ни паспорт, ни другие документы. «Они что, жили у вас безвременной прописки?» нахмурил Сажур. «Я как-то намекнула Валерию Платонычу, но он сказал, что ни к чему такие формальности, да и неизвестно, сколько времени они тут будут жить. Вдруг вызовет начальство и придется срочно сниматься. Так уж получилось». «Вы что, не знаете? на какой бы срок ни снималось у вас жилье, прописка обязательно», строго выговаривал капитан. «А вы даже фамилию не спросили». «Так ведь Валерий Платоныч останавливается у меня третий год», растерянно оправдывалась хозяйка. «Профессор, работает в каком-то институте в Москве, говорят, консультант госагропрома». «Порядок для всех общий», сказал капитан. «А как Валерий Платоныч представил женщину, которая была с ним?» «Женой, иначе бы я не поселила их вместе», выркнула Александропула. «У меня не притон». «Вы видели их свидетельство о браке?» усмехнулся Жур. «Или отметку в паспорте?» Виктор Павлович знал из документов в милиции, что старожук в настоящее время не была замужем. «Не видела», смутилась хозяйка, «но профессор сказал». «Сказать можно что угодно», перебил ее Кичатов. «Лучше расскажите, как они проводили время, кто бывал у них». Александропула сказала, что обычно старается не тревожить постояльцев. Люди приехали отдыхать, если же все время торчать во флигеле, подумают, что она за ними подсматривает. Главное, все было чинно-мирно. Валерий Платон человек солидный. Ну, конечно, к нему приходили, но я не видела, кто именно. Иногда засиживались допоздна, но никакого шума гамма. Еще профессор часто уезжал на своей машине с шофером, говорил, что и тут дела. «Может, вы заметили что-нибудь необычное в поведении постояльцев?» задал вопрос следователь. «Необычное?» переспросила Алистерия Константиновна и, немного подумав, улыбнулась. На следующий день после приезда Валерий Платонович завесил ковром. Она показала на дверной проем между двумя комнатами, в котором отсутствовала дверь. «Для чего?» поинтересовался Кичатов. «Понимаете, ту большую комнату занимал Валерий Платонович, а эту поменьше Арыся», объяснила хозяйка. «Профессор плохо спал, а жена, говорит, храпит во сне. Вот и отгородился». «А что в этом необычного?» пожал плечами подполковник. «Я предложила навесить дверь, а Валерий Платонович сказал, пусть будет ковер. У него, мол, дома тоже так». Между прочим, он вешал коверы в прошлые годы, когда приезжал. Чудак, правда? Но это причудо не особенно заинтересовало работников милиции. Им было важнее знать, где и как проводил время постоялец в день перед смерчем и потом вплоть до своего отъезда. Электерия Константиновна долго и мучительно вспоминала, что же было 21 октября. И вдруг хлопнула себя по лбу. «Ах, склероз! Знаете, кто пришел к профессору? Киноартист!» Она потерла собравшийся морщинами лоб. «Фамилию забыла!» «Он играет в фильме «Выстрел на рассвете!» «Великанов!» подсказал Кичатал. «Точно!» обрадованно закивала Александропулов. «Девчонки мои прибегают, кричат, посмотри, мама, кто пришел к профессору!» «Ну, я не удержалась, вышла во двор!» «Интересно все-таки живого киноартиста увидеть!» «Ну, наполовину Валерия Платоныча правда не пошла, неудобно!» «Из-за забора глядела!» «Великанов!» «Приходил один или с кем-нибудь?» продолжал расспрашивать подполковник. «С Эриком!» «Ну, прежним шофером профессора!» «Этот Эрик приезжал с Валерием Платонычем прошлой осенью!» Великанов зашел в дом, а профессор стал отчитывать Эрика. «За что?» поинтересовался следователь. «Я особенно и не вслушивалась!» «Помню только, что Валерий Платон сказал сердито, «Опять накурился!» А Эрик смеется и говорит «Все, мол, в порядке! Соображаю отлично!» Профессор его предупредил «Смотри, держись! Травки навалом! Контроль потерять над собой легче легкого!» «А дальше?» «Ну, я пошла к себе!» «В тот день Валерий Платоныч ночевал дома!» «Не знаю!» «Я рано легла спать, а на следующее утро пошла на рынок!» «Поздно вечером профессор забежал ко мне, сказал, что завтра уезжает, рассчитался!» «Вот и все!» когда минут через сорок Кичатов вернулся в гору управления, они с Чекуровым обсудили результаты допроса Александропулах. «Что же получается?» рассуждал Игорь Андреевич. «Профессор съехал от нее 23 октября, но остался в Южноморске, потому что через два дня вместе с Трешниковым искал утопленника с золотом. Выходит, просто переменил место жительства. Почему?» «Все может быть!» «Жур в настоящее время в аэропорту выясняет, вдруг Валерий Платон, ЧАРС, старожук, отбыли самолетом». «А если поездом?» «Установить это будет куда сложнее», ответил Кичатов. «Но не исключено, что они до сих пор здесь». Александропулах запомнила номер его «Волги». «Ничего она не помнит», махнул рукой Дмитрий Александрович. «Наверное, действительно, склероз». Затем разговор зашел о бывшем шофере Эрике, появившемся у профессора вместе с Великановым. «Итак, в деле появилось еще одно лицо», сказал Кичатов. «Мы предъявили Александропулах для познания фотографии утопленников. Эрика среди них нет». «Да, фамилию шофера она тоже не знает». Чекуров нарисовал на их рабочей схеме новый круг. Писав в него имя Эрик и поставил возле него знак вопроса. «Пока этот шофер для нас та была раса», заметил он. «Ну, не совсем», возразил подполковник. «Вспомните, за что ругал его Валерий Платоныч». «Вы имеете в виду слово «накурился»? «Вот именно». Совершенно очевидно, что парень наркоман. И, скорее всего, его приход к профессору связан с наркотиками. Помните, профессор сказал «травки много». Ну, речь, вероятно, шла о гашише. «Думаю, вы правы», согласился Чекуров. «Кстати, о дурмане. Когда вы поехали на улицу Пришвина, я связался с барнаулами и получил любопытную информацию». «Ну-ну», загорелся подполковник. «Какую?» Привалов, оказывается, был не только облепиховым королем, но и, так сказать, гашишным. Выяснено, что он поставлял зелье в Москву, Ленинграды и даже в Прибалтику. Сам возил. Иногда сам, иногда к нему приезжали перекупщики, ну, конечно, особо доверенные люди. А кто именно? Устанавливают. Знаете, о чем я подумал? А что, если и великанов один из них? «Из чего вы исходите?» спросил Кичатов. Ну, во-первых, он оказался здесь, в Южноморске, в одной компании с Приваловым. Во-вторых, Великанов дважды за этот год побывал в Барнауле. Ну, правда, по линии общества книголюбов, но это могло быть просто прикрытием. И, третье, с чего это вдруг Великанов примчался из Сталина в Южноморск? У него там ответственная роль, и перерыв между съемками всего три-четыре дня. «Думаете, он прилетел сюда, к Привалову, за очередной партией Гашиша? А вы считаете это предположение неправдоподобным?» Вопросом на вопрос ответил руководитель следственной группы. «Нет, не считаю», сказал Кичатов. «А тем более, что Великанов прихватил из Москвы все деньги, доставшиеся ему в наследство». «Вот-вот», поднял палец Чекуров. «А в его сумке осталось всего пять тысяч. Не исключено, что он уже расплатился за товар. Помните, от его приезда до смерча прошло всего часов восемь. Куда можно за такое время ухнуть более сорока тысяч?» Зазвонил телефон. Это был Жур. «Игорь Андреевич, ареста Старожук, согласно документам Аэрофлота, улетела в Трусковец 23 октября. А вот насчет профессора Глуха, если бы мы знали его фамилию, что поделаешь, вздохнул Чекуров. Попробуйте установить номер его машины. Я беседовал с дочками Александропулос. Увы, они тоже не помнят. По-моему, их больше интересовала не Волга профессора, а шофер Вадим. Закрутил обеим сестрицам головы. «Постойте, постойте», ухватился за эти сведения Чекуров. «Он, небось, оставил хозяйкиным дочерям свои координаты». Малый себе на уме пофлиртовал с девицами и был таков. Ни адреса, ни фамилии не сообщил, ответил капитан. «И с чего это они с профессором развели конспирацию?» в сердцах проявил Чекуров. «Да уж, видимо, неспроста. В общем, Игорь Андреевич, имеется мыслишка. Этот Валерий Платоныч на машине, так? Ну, значит, съехав от Александропола, он мог основаться в одном и в кемпингах. Хочу это проверить». «Мысль дельная», одобрил руководитель следственно-оперативной группы. А закончив разговор, Чекуров передал его содержание Кичатову. Продолжение следует...